Поместье Зверинец Объяснение Хоуп и Джимми на память о перерасходах, успокаивающих средствах и неуемных кредиторах. Уважаемый сэр, мы хотели бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что вы превысили свой кредит. Большинство детей в возрасте 6-7 лет увлекаются несбыточными планами, мечтают стать полицейскими, пожарными или машинистами, когда вырастут. Но мое честолюбие недовольствовало с такими заурядными профессиями. Я точно знал, чем буду заниматься. У меня будет свой зоопарк. И мне эта мечта вовсе не казалась, да и теперь мне кажется, такой уж нелепой или безрассудной. Друзья и близкие, которых мое равнодушие ко всему решенному меха, перьев, чешуы и хитина, уже давно убедила, что я помешанный, воспринимали это попросту как еще одно свидетельство моего слабоумия. Не надо обращать внимания на мою болтовну о собственном зоопарке, и со временем я сам об этом забуду. Но шли годы, а друзья и родные с ужасом видели, что моя решимость обзавестись зоопарком только крепнет. В конце концов, после нескольких экспедиций за животными для чужих зоологических садов, я почувствовал, что настало время организовать свой. Из очередного путешествия в Западную Африку я привез приличную коллекцию животных, которых разместил в саду своей сестры в пригороде Борнэмута. Я заверил сестру, что звери прогостят у них совсем недолго, ведь любой разумный муниципалитет, думалось мне, при виде полного набора животных для зоологического сада, не пожалеет сил, чтобы найти им место. Спустя полтора года после многих битв я уже не был так уверен в предприимчивости муниципалитетов, а моя сестра не сомневалась, что ее сад всегда будет напоминать кадр из какого-нибудь сверхэкзотического фильма про Тарзана. В конце концов, убитый косностью местных властей и обескураженный несметным количеством правил и постановлений, связывающих по рукам и ногам каждого свободного гражданина Великобритании, я решил проверить, нельзя ли основать свой зоопарк на Нормандских островах. Меня направили к некоему майору Фрейзеру, отрекомендовав его как человека с широкими взглядами и добрейшей душой. Он будет моим проводником на острове Джерси и покажет подходящие места. Вместе с женой я вылетел на Джерси. Хью Фрейзер встретил нас в Джеки на родроме и отвез свое родовое поместье, наверное, одно из самых красивых на острове. Огромный сад грезил в лучах бледного солнца, его окружала могучая вся в каскадах зелени гранитная стена. Здесь были и старинные арки, и подстрижные газоны, и красочные клумбы. Ограды, жилые дома и надворные постройки были сложены из чудесного джерсийского гранита, по своей раскраске не уступающего осенним листьям. Камни просто пылали на солнце. И у меня вырвались слова, глупее которых трудно себе представить. Повернувшись к Джеки, я сказал, «Какое отличное место для зоопарка!» «Если бы хозяин тут же упал в обморок, я бы ничуть не удивился. В таком восхитительном уголке сама мысль о зоопарке, каким его себе обычно представляет, серый цемент, железные прутья, казалось кощунством. Как ни странно, Хью Фрейзер не упал в обморок, а только поднял одну бровь и спросил меня, «Всерьез ли я говорю или пошутил?» Слегка растерянно я ответил, что всерьез, и сразу добавил, что это, конечно, невозможно, я все понимаю. Но Хью возразил, «Вовсе это не так уж невозможно», и объяснил, что ему как частному лицу не посильно держать такое поместье. Он предпочел бы найти себе в Англии усадьбу поменьше. Не соглашусь ли я арендовать поместье и устроить здесь свой зоопарк? Трудно было придумать более заманчивый фон для моей мечты, и к концу ленча сделка была заключена. Я стал новым лордом поместья Огр в округе Тринити. Легко представить себе смятение и тревогу моих родных и знакомых, когда я объявил им об этом. Обрадовался один лишь человек, это моя сестра. Конечно, затея безрассудная, заметила она, но зато ее сад будет избавлен от двухсот с лишним отборных детей джунглей, из-за которых отношения с соседями у нее были серьезно омрачены. Я задумал непростой зоопарк с традиционным набором животных, и это еще больше усложняло дело с его устройством. Мне хотелось, чтобы мой зоологический сад способствовал охране фауны. Распространение цивилизации по континентам привело к полному или почти полному истреблению многих видов, а крупных животных еще пекутся, они важны для туризма или для коммерции. Но в разных концах света есть немало очень интересных мелких млекопитающих, птиц и рептилий, которых почти не охраняют, так как от них ни мяса, ни меха, и туристам они не нужны. Тем подавай львов да носорогов. Большинство мелких видов, представители островной фауны, ареал у них совсем маленький. Малейшее покушение на этот ареал, и они могут исчезнуть навсегда. Достаточно завести на остров, скажем, несколько крыс или свиней, и через год какого-то вида уже не будет. Вспомним хотя бы печальную судьбу Дронта. На первый взгляд задача кажется простой. Стоит только наладить надежную охрану диких животных, и они уцелеют. Но это подчас легче сказать, чем сделать. А пока идет борьба за такую охрану, надо принять другие меры предосторожности. Создать в заповедниках и зоопарках достаточный резерв исчезающих животных. Тогда, если случится худшее, и эти виды перестанут существовать на воле, они все же не будут безвозвратно потеряны. Более того, резерв позволит в будущем отобрать приплод и вновь расселит вид на его родине. Это всегда казалось мне главной задачей каждого зоопарка. Но большинство зоологических садов лишь недавно осознало серьезность положения и приняло какие-то меры. Я хотел сделать спасение исчезающих видов главной задачей своего зоопарка. Конечно, на это, как и на всякое альтруистическое дело, потребуется немало денег. Значит, первое время, пока зоопарк не станет материально независимым, он должен быть коммерческим предприятием. А потом уж можно приступать к главному. Создавать размножающийся резерв редких животных. Итак, перед вами рассказ о горестях и испытаниях, которые выпали на нашу долю, когда мы сделали первый шаг к чрезвычайно важной, на мой взгляд, цели. Глава первая. Поместье зверинец. Уважаемый мистер Даррилл, мне восемнадцать лет здоровья в порядке, прочитал ваши книги, не возьмете ли вы меня на работу в ваш зоопарк? Одно дело приходить в зоопарк как простой посетитель. Совсем другое. Быть владельцем зоологического сада и жить на его территории. Это порой не так уж приятно. Конечно, вы можете в любое время дня и ночи выскочить и проведать своих подопечных, но это значит также, что вы 24 часа в сутки находитесь на дежурстве. У вас дома обед, дружеская вечеринка, и вдруг все срывается, потому что какой-нибудь зверь сломал себе ногу, или вышло их строить центральное отопление в регионе рептилий, или причин может быть десяток. Понятно, зимой наступает затишье, иногда целые дни проходят без единого посетителя, и вы начинаете чувствовать, что зоопарк в самом деле ваша личная собственность. Но радость, которую вы при этом испытываете, омрачается совсем нелегкой тревогой, когда вы смотрите на растущую гору щитов и сопоставляете ее с поступлениями от входных билетов равными нулю. Зато в разгар сезона дел и посетителей так много, что время летит незаметно, и вы забываете о всех перерасходах. Обычный день зоопарка начинается перед рассветом. Небо чуть тронуто желчизной, когда у вас будет птичий концерт. Спросонок вам даже непонятно, где вы, на Джилсе или опять в тропиках. Вот зарянка своими трелями вызывает солнце. Ей вторят мягкие, с хрипотцой мелодичные крики турака. Весело засвистел черный дрозд. Только он кончил петь, раздается торопливая, взволнованная болтовня белоголовой ссойки. И чем светлее на дворе, тем громче звучит этот несогласованный космополитический оркестр. Дрозд силится перекричать звонки властные голоса кориам, сорочий гомон перебивает гусиное га-га-га и нежное, жалобное воркование бриллиантовых горлиц. Даже если вы устоите против этого музыкального штурма и снова задремлете, вас вдруг разбудит безжалостно звук, напоминающий басистое гудение телеграфного столба в сильный ветер. Звук этот разгоняет сон не хуже, чем будильник. Он означает, что явился Трампи. И если вы неосторожно оставили окно открытым, надо срочно готовиться к обороне. Трампи — серокрылый трубач, известный орнитологом как Псорбия Крепитал. В зоопарке он выполняет три обязанности — экскурсовода, распорядителя и деревенского дурачка. Честно говоря, Трампи похож на неладно скроенную курицу в мрачном траурном одеянии. Перья почти сплошь черные, на шее словно лоснящийся шелковый галстук, и только пепельно-серые крылья немного оживляют унылый наряд. Глаза темные, блестящие, лоб высокий и выпуклый — внешний признак ума, которого на самом деле нет. Трампи почему-то твердо убежден, что утром он первым делом обязан прилететь к вам в спальню и сообщить, что произошло за ночь в зоопарке. Это делается не совсем бескорыстно. Трампи надеется, что ему почешут голову. Если вы слишком крепко спите или слишком ленивы, чтобы, заслышав его приветственный глаз, соскочить с кровати, он с подоконника прыгнет на тумбочку, щедрою разукрасит и энергично взмахнет хвостом, восхищенный собственным творчеством, затем приблизится на кровати и начнет расхаживать взад и вперед, бренча будто обезумевшая виолончель, пока не убедится, что полностью завладел вашим вниманием. Волей-неволей, прежде чем он украсит мебель или ковер еще каким-нибудь своеобразным узором, встаешь, ловишь его. Задача нелегкая, ибо трампи на редкость проворен, а вы с просунок двигаетесь, как лунатик. Выставляешь за окно и плотно затворяешь раму, чтобы он не пробрался внутрь снова. Но все-таки он вас поднял с кровати, и вы спрашиваете себя, есть ли смысл ложиться и досыпать, или лучше уже одеваться. Тут из-за окна доносится серия отчаянных воплей, словно там режут обладательницу очень скверного сопрано. На дворе, на бархатно-зеленом газоне у лавандово изгородей, важные павы исследуют расистую траву, а вокруг них делает пируэт и павлин, и его роскошный хвост блестит и переливается на солнце, будто волшебный фонтан. Вот павлин опустил свой хвост, вскинул голову, и в утреннем воздухе, заглушая все звуки, разносится его истошный крик. Восемь часов приходят служащие, слышно, как они здороваются друг с другом. В звоне ведер и шушане щеток почти совсем тонут птичьи голоса. Вы одеваетесь и выходите на свежий утренний воздух, чтобы проверить, все ли в порядке в вашем зоопарке. В длинной, двухэтажной постройке из гранита, где некогда стоял большой пресс для сидра, а теперь обитают обезьяны и другие млекопитающие, царит оживление. Только что на время уборки выпустили из клетки горилл, и они носятся повсюду с ликованием, точно школьники после уроков. Их так и подмывает сорвать таблички, выдернуть из гнезд электрические нагреватели, разбить флуоресцентную лампой. Но на страже стоит Стефан с метлой в руках и бдительным оком следит, чтобы они не слишком набедокурили. Круглый, вечно улыбающийся Майк и рыжий обладатель аристократического носа Джереми убирают в клетки накопившиеся за сутки следы пребывания горилл и посыпают пол с угробами свежих белых опилок. Все в порядке, заверяют они, за прошедшую ночь ни у кого не появилось никаких тревожных симптомов. Звери полной энергии, возбужденные началом нового дня, снуют в своих клетках и кричат вам «Доброе утро!». Этым черная целебесская обезьяна, смахивающая на черта, висит на проволочной сетке и приветственно скалит зубы, издавая резкие кудахтающие звуки. Мохнатые мангустовые лемуры с оранжевыми глазами прыгают с ветки на ветку, по собачьи виляя длинными толстыми хвостами и обмениваясь громкими криками, удивительно похожими на хрюканье. Пониже, присев на задние лапы и обив цепким хвостом ветку, с таким видом, будто ему только что присвоили звание почетного гражданина, озирает свою обитель Бинтуронг Бинти. Он больше всего похож на небрежно сделанный коврик, к одному концу, которого пришили странную восточную головку с длинными пушистыми ушами и выпуклыми круглыми, довольно бессмысленными глазами. Соседняя клетка кажется пустой, но стоит провести пальцем по сетке и тотчас из высланного соломо-ящика по коноречии щебеча и чирикая высыпает отряд крохотных мартышек. Самая большая среди них вискер, императорский тамарин. Здоровость он широко открывает пасть и часто дергает языком вверх и вниз, отчего роскошные белоснежные полковничьи усы его величественно вздрагивают. На втором этаже разные попугаи приветствуют вас какофоническими звуками. Хриплые крики, виск, будто скрипят несмазанные петли, возгласы от «Я очень нехорошая птица» это кричит суку, серый попугай Жаку, да не очень-то вежливо хихо-де-пута, сын шлюхи, это бланка, амазонский попугай. Дальше клетка генет, щеголяющих золотистым мехом с красивыми темно-шоколадными пятнами. Генеты скользят меж ветвей, как ртуть, и тело у них такое длинное, гибкое и изящное, что они больше похожи на змей, чем на млекопитающих. Из следующей квартиры, чинно сложив лапы и слегка подергивая кончиком хвоста, глядит на вас с огромными янтарными глазами к вени оцеллот. Стайка быстроногих глазастых мангуст с любопытными мордочками деловито бегает в своих клетках взад и вперед. Нагуливают аппетит. Волосатый броненосец вяло лежит на спине, только нос и лапы у него шевелятся, да вздымается розоватый морщинистый живот. Должно быть ему сняться огромные миски полной еды. Пора, пожалуй, опять посадить его на диету, покуда он еще может ходить. Интересно, сколько посетителей сегодня придется известим, что броненосец у нас явно подыхает? Пока что рекорд пятнадцать. на дворе звенит ведро, слышен развеселый свист, это насвистывает шеп, человек с густыми кудрями и неотразимой улыбкой. Его настоящее имя Джон Меллет, но Джон уступил место прозвищу Шептон, а от Шептона остался только Шеп. По широкой главной дорожке, мимо увитой цветущими растениями двенадцатифунтовой гранитной стены, мы идем с ним к затопленному лугу. Шеп высыпает на берег корм, и сейчас же со всех сторон приветствовать его спешат лебеди и утки. Выяснив у Шепа, что за ночь никто из его пернатых питомцев не заболел, не умер и не снесся, продолжаю обход. Птичьим павильонем стоит гул от голосов и непрестанного движения. Птицы всех видов, всех цветов ссорятся, клюют корм, бьют крыльями и поют. По пестроте красок это больше всего похоже на ярмарку. Вот тукан многозначительно подмигивает вам, щелкая клювом, как футбольный болельщик трещоткой. Вот попугай масковый неразлучщик, словно сию минуту, прибывший с конкурса по роде на негритянские песенки, в перевалку подходит к миске с водой и так энергично купается, что брызги окатывают всех его соседей по клетке. Чета маленьких хруплых бриллиантовых горлиц исполняют нечто вроде минуэта. Они кружатся, кланяются, меняются местами и мягкими мелодичными голосами воркуют что-то очень ласковое. Медленно прохожу через весь павильон к большой клетке в самом конце где живут турака. Самца пити я сам выкормил в Западной Африке. Вот он глядит с одной из верхних жердочек. Если поклекать его, он плавно слетит вниз, сядет поближе и примется нетерпеливо клевать ваши пальцы. Потом закинет голову, раздует горло и послышится громкий сиплый крик. Карру, карру, ку-ку, ку. Честное слово турака одна из самых красивых птиц. У пити синие, отливающее металлом крылья и их хвост, а грудка, голова и шея ярко-зеленые, и все оперение блестит и светится так, словно соткано из стеклянной нити. Когда он летит, видно, как нижняя сторона крыльев вспыхивает пурпурно-красным цветом. Это от содержащегося в перьях вещества, которое называется туракином. Чтобы извлечь туракин, надо положить перо из крыла турака в стакан с водой, и вскоре вода порозовеет, будто в ней растворили кристаллик марганцево-кислого калия. Покорно прослушав дуэт в исполнении Пити и его супруги, я покидаю павильон птиц. остерегаясь буйных приветствий шимпанзе, который в знак своей благосклонности поразительно метко швыряет сквозь ячей сетки куски плодов и иные не столь аппетитные снаряды, иду к павильону рептилий. Температура здесь двадцать семь градусов и пресмыкающиеся дремлет в приятной теплоте. Змеи бесстрастно озирают вас лишенными век глазами, лягушки дышат так, будто стелятся подавить рыдание, ящерицы чрезвычайно тонные и самоуверенные лениво распластались на камнях и древесных стволах. В клетке, где живут пойманные в Камеруне стынки Фернандо, можно погрузить руки в теплую влажную землю и вытащить из нор негодующих обитателей. Они отчаянно избиваются и норовят вас укусить. Сцынки только что слиняли и кажется, будто их покрыли свежим лаком. Полюбовавшись красными, желтыми и белыми пятнами на черном лоснящемся фоне, я позволяю сцынкам проскользнуть между пальцами и смотрю, как они зарываются в землю, словно бульдозеры. Джон Хартли высокий и худощавый несет два подноса с нарезанными фруктами и овощами для гигантских черепах. Он докладывает, что ночью животные поели хорошо. Боа проглотили каждый по две морских свинки, а большой сетчатый питон здоровенного кролика. Литургическое состояние и вздувшиеся посередине туловища питона подтверждают слова Джона. Рогатые лягушки, удивительно похожи на причудливые фаянсовые фигурки, набили себе брюхо малюсенькими птенцами, а змеи поменьше переваривают кто белую крысу, кто мышь. Позади этого павильона можно увидеть обезьян, только что выпущенных в вольеры. Коренастый мандрил фрисский, пестрый, как закат над цветном фото, с ворчанием роются в горе фруктов и овощей. Рядом торквини, сырощеки мангобей с темно-красной гермолкой и белыми веками старательно исследуют шерсть супруги, которая лежит на дне клетки, как мертвая. Вот он опять нашел лакомый кристалли в соли и сунул его в рот. Мне вспоминается мальчуган, который завороженно смотрел на эту операцию, а потом закричал «Мама, мама, иди сюда, посмотри, одна обезьяна ест другую». В своем загоне Клавдий и Клавдия, дородные и добродушные топиры с римскими носами, играет с черно-белым котом Вилли, которому поручен охранять от крыс, расположенной по соседству птичники. Вилли лежит на спине и легонько бьет лапами по упругим фыркающим носам топиров. Наконец, присытившись игрой, он встает, хочет уйти, но один из топиров вытягивает шею, ловит зубами хвост Вилли и тащит кота обратно. Топирам эта игра никогда не надоедает. В саду за оградой лежат на солнце львы желтые лоснящиеся шкуры и сердитыми глазами, а поблизости среди лютиков лениво простерлись гепарды, которых почти не видно, настолько их окраска сливается с цветами. В десять часов открываются ворота, прибывают первые экипажи и посетители наводняют территорию. Теперь нам надо быть на чеку, следить снег не за тем, чтобы животные не поранили людей, а чтобы люди не нанесли вреда животным. Если зверь спит, посетители готовы кидать в него камни или тыкать палкой, чтобы расшевелить. Мы ловили на месте преступления людей, которые пытались вручить шимпанзе горящие сигареты и бритвенные лезвия. Некоторые подсовывали мартышкам губную помаду. Те, конечно, принимали ее за редкостный плод и съедали, после чего маялись животом. Какой-то умник, к сожалению, нам его не удалось поймать, подбросил в клетку шиншилл целлофановый пакетик с аспирином. Одна шиншилла неизвестно почему, подумала, что это самая лучшая пища на свете. И прежде, чем мы подоспели, управилась почти совсем пакетиком. Бедняжка умерла на следующий день. Просто невероятно, как варварски ведут себя в зоопарке некоторые люди. Вас ждут десятки дел, выбирайте любое. Можно пойти в мастерскую, где чинит или мастерит что-то лес. Этот человек с корявым лицом и умными глазами ни перед какой задачей не станет в тупик. Его изобретательность беспредельна. О таком умельце мечтает каждый зоопарк. Он один, целое строительно-монтажное управление. Он все умеет. Вязать шипами доски, сваривать металл, класть цемент и чинить электропроводку. Сегодня мы с ним обсуждаем новую конструкцию клеток, их размеры, форму, какие дверцы делать на петлях или, может быть, лучше раздвижные. Разрешив эту проблему, вы вспоминаете, что надо сделать укол одной из гигантских черепах. Идете к черепахам и по пути перед клеткой мандрилов видите взволнованную толпу приезжих северо-англии. Они любуются фристи, который, ворча что-то себе под нос, важно расхаживает по клетке, показывая то живую, по-своему красивую морду, то разноцветный зад. Господи, поражается одна из женщин, да у него нельзя отличить перед от зада. Время, ленча. Что ж, пока все идет гладко. Садясь за стол, вы спрашиваете себя, случится ли до вечера какая-нибудь беда. Скажем, засорятся трубы в женской уборной или еще того хуже пойдет дождь и отпугнет всех, кто собирался поехать в зоопарк. После ленча вы убеждаете, что небо, слава богу, по-прежнему ясное, синее. Пожалуй, надо сходить к пингвинам, посмотреть их пруд и прикинуть, что и как там можно улучшить. Незаметно вы скальзываете из дома. Недостаточно незаметно. Сперва жена, а за ней секретарша перехватывает вас и напоминает, что вы на неделю задержали две рецензии и одну статью, что ваш поверенный сорвал голос, требуя рукопись, которую вы ему обещали полтора года назад. Греша против истины, заверяете их, что скоро вернетесь и уходите к пингвинам. По дороге встречаете улыбающегося Стефана. Что приключилось смешного? Он рассказывает, как зашел в львиный загон навести там чистоту, обернулся и вдруг, представляете себе, увидел посетителя, который спутал загон с уборной. Что вы тут делаете? осведомился Стефан. А что? Разве это не мужская? проворчал посетитель. Нет, здесь львы живут, сказал Стефан. Он никогда не видел, чтобы человек так стремительно выскакивал из общественной уборной. Разработав сложный и замечательный план реконструкции пингвиньева пруда, приступая к разработке такого же сложного и замечательного плана, как поладить скет. Она заведует нашим хозяйством и так ревниво оберегает казну зоопарка, что заставить ее раскошелиться не так-то легко. Отправляясь в канцелярию, надеясь застать Кэт в приподнятом настроении, но она сердит, роется в огромной куче гроз бухов. У меня приготовлена речь о достоинствах моей идеи, которая должна принести столько радости пингвинам, однако наш администратор, устремив на меня строгие зеленые глаза, голосом подобным смазанному медом бритвиному лезвию, докладывает, что моя предыдущая блестящая идея обошлась ровно вдвое дороже, чем я рассчитывал. Выражая свое удивление, недоверчиво смотрю на гроз бух, намекая взглядом, но не словами, что она должна быть обсчиталась, Кэт с готовностью проделывает заново все выкладки, чтобы не было спора. Чувствуя, что сейчас не самое удачное время заводить речь о пингвиньем пруде, поспешно даю задний ход и возвращаюсь в зоопарк. Провожу десять приятных минут, лаская сквозь проволочную сетку лохматых обезьян, но вдруг рядом со мной совсем не кстати возникает мой личный секретарь. Не успел я придумать что-нибудь свое оправдание, как она еще раз напоминает про рецензии, статью и книгу и безжалостно тащит меня в кабинет. Сижу и ломаю голову, как бы потактичнее отозваться о возмутительной книге, которую мне прислали на рецензию. Но люди идут и идут и не дают сосредоточиться. Входит Кэт с протоколом последнего заседания, следом за ней Лес пришел узнать, с какой ячей должна быть проволочная сетка для новой клетки. Джон справляется, не получены ли мучные черви, ведь старый запас уже на исходе, а Джереми сообщает, что у Динго родилось одиннадцать щенят. Попробуйте, напишите хорошую рецензию, когда мозг занят неразрешимой задачей. Что делать с одиннадцатью щенятами Динго? Наконец, рецензия написана, и вы снова ускользаете в зоопарк. Близится вечер, вечер, толпы посетителей редеют, людской поток устремляется по главной дорожке к своим автомобилям, на остановку автобуса или извозчика. Косые лучи солнца ярко освещают клетку, где живут венциносные голуби, большие, синевато-серые птицы с красными глазами и трепещущим хохлом из перьев, нежных, как папоротник, венерины волосы. Пригретые заходящим солнцем, они красуются друг перед другом, то расправят свои каштановые крылья, словно ангелы на надгробье, то кланяются и делают пируэты, издавая странный гулкий крик. Чувствуя, что близится час вечернего молока, капризно визжат шимпанзе, но когда вы проходите мимо, они прерывают свой исторический дуэт и приветствуют вас. В отделе мелких млекопитающих пробуждаются ночные животные, которые целый день лежали, будто тихо посапывающие клубки шерсти. Галага с огромными, вечно испуганными глазами покидает соломенную постель бесшумно, как пушинки носятся по клетке, останавливаясь около тарелки, чтобы отправить в пасть горсть мучных червей. Потто эти крохотные подобия плюшевых мишек рыскают по ветвям, и вид у них такой виноватый и скрытный, словно они из какой-то шайки ночных грабителей. Щетинистый броненосец, слава богу, очнулся от своего оцепенения, принял правильное положение и бродит зад и вперед, как заводная игрушка. Это жомниже, гориллы, довольно покряхтывая, пьют молоко. Нэльдей предпочитает лечь на живот и тихонько потягивать из железной миски. Нпонга презирает эти женские штучки. Он пьет прямо из бутылки, осторожно держа ее в своих могучих черных ручищах. Чаще всего он сидит при этом на трапеции, и его пристальный взгляд устремлен на донышко бутылки. Джереми стоит на чеку, потому что как только Нпонга проглотит последние капли, он попросту разожмет руки, бутылка упадет на цементный пол и разобьется вдребезги. Куда ни поглядишь, обезьяны, сверкая глазами и вскрикивая от удовольствия, набивают себе рот вечерней порцией хлеба с молоком, которая струйками бежит по подбородку. Вы идете главным воротом и слышите громкие звонкие крики журавлей антигон. Это высокие стройные птицы с серым оперением, а голова и шея у них словно покрыты выцветшим красным бархатом. В лучах заходящего солнца на фоне синих и лиловых гортензий они исполняют грациозный брачный танец. Вот один из них взял клювом прутик или пучок травы и, подняв крылья, важно ступая длинными тонкими ногами, кружится, прыгает, подкидывает прутик вверху, а другой смотрит и кивает, будто в знак одобрения. Потом начинают вживать совы. Когда вы заглядываете в клетку Вуди, совы Вудфорда, она неодобрительно щелкает клювом и прячет огромные глаза под голубыми веками с длиннейшими ресницами, которым позавидует любая звезда. Белолицые сплюшки, весь день казавшиеся серыми обрубками гниющего дерева, теперь открывают большие золотистые глаза и негодующие глядят на вас. На клумбы и искусственные горки наползают тени. Павлин, усталый, словно артист после длинного спектакля, медленно шагает к огороженному саду, волоча за собой блестящий хвост. Он провожает к насестам своих важных дам. На гранитном кресте над большой аркой входа во двор сидит Зарянка. Это наш постоянный житель. Гнездо у нее в трещине стены, наполовину скрытой каскадом юнков с голубыми цветами. Самочка насиживает четыре яйца, а самец поет, заливается, весь уйдя в созерцание неба на западе, где солнце соткало закат и золото синий и зелени. Но вот совсем смерклось. Зарянка кончает петь и летит ночевать на немозу. Все дневные звуки смолкли. На короткое время восстанавливается тишина, предшествующая ночным голосам. Первыми неизменно начинают совы. Вот кто-то защелкал клювом, слышится треск, будто рвут калинкор. Это белолицый сплюшки. Долгая переливами удивленная гуканье вырывается у совы Вудфорда. Сипло и насмешливо кричат канадские ушастые совы. За ними обычно вступает ангская лиса. Она сидит посередине своей клетки совсем одинокая и несчастная и, вскинув голову, пронзительно тявкает на звезды. Тотчас отзываются обитатели соседней клетки. Гинго звучит их мягкий мелодичный вой, исполненный такой неземной тоски, что хочется плакать на взрыв. Не желая отставать, песня их могучее басистое соскрежет оморочание заканчивается удовлетворенным клохтаньем, от которого холодок по спине. Можно подумать, что они обнаружили вдруг дыру в проволочной сетке. В павильоне рептилий змеи, целый день пребывавшие в литургии, нетерпеливо смоют по клеткам. Глаза их возбуждены, язык обшаривает каждый уголок, каждую щель в поисках пищи. Гекконы с огромными золотистыми глазами висят вниз головой под потолком или тихо-тихо подкрадываются к миске, где изъяваются мучные черви. Время от времени звучит пение крохотных желто-черных лягушек караборий, величиной они сокурок и полосатые как мишень для стрельбы. Тонкий пронзительный свист с какой-то металлической окраской, словно стучат по камню крохотным молотком. Замолкая, лягушки скорбно глядят на вечный хоровод плодовых мушек, которые обитают в их клетке и составляют часть их стола. Львы, динго и лиса тоже примолкли, а совы все кричат, как бы о чем-то вопрошая. Вдруг из спальни шимпанзе доносятся пронзительные вопли. Ясно, что это обезьяны повздорили из-за соломы. В павильоне млекопитающих гориллы уже спят на своей полке, расположившись рядышком и сунув руку под голову. Когда на них падает луч фонарика, они щурятся и ворчат, негодуя, что их потревожили. Соседи горилл, орангутаны, нежно обняв друг друга, храпят так, что кажется, пол дрожит. Из других клеток доносится ровное, глубокое дыхание спящих обезьян. Лишь один звук выпадает из ансамбля. Это девятипоясный броненосец, вечно страдающий бессонницей, стучит когтями и топает по своей клетке, без конца перестилая постель. Соберет аккуратно солому в углу, расправит ее, ляжет, проверит, удобно ли. Нет, этот угол не подходит для спальни. Он тащит постель в противоположный конец клетки и начинает все сначала. На втором этаже летучие белки сидят на корточках, выставив круглые животики и таращат на вас большие блестящие глаза, а их маленькие изящные ручки деловито сую пищу в рот. Большинство попугаев спит, но суку, серый африканец, одержим любопытством. Когда вы проходите мимо, он непременно высунет голову из-под крыла и посмотрит, что вы делаете. Проводит вас взглядом, взъерошит перья, словно шелк зашуршит, и низким, слегка простуженным голосом нежно скажет сам себе «Спокойной ночи, суку». Лежа в постели у окна, вы видите, как луна выпутываются из черных древесных крон и снова слышите жалобный, напоминающий флейты хор Динго, потом опять прокашливаются львы. Скоро рассвет, тогда зазвучат птичьи голоса, и прохладный утренний воздух будет звенеть от их песен. Глава вторая декабрь в округе Уважаемый мистер Даррелл, я хотел бы принять участие в одной из ваших экспедиций. Вот мои данные и недостатки. Возраст 36 лет, холост, здоров, спортсмен, умею ладить с детьми и животными, кроме змей. Надежный, преданный, отличный спутник, молот душой. Мои хобби, игра на флейте, фотография и сочинение рассказов. Нервы не очень крепкие, становлюсь неприятным, если кто-нибудь оскорбляет мою страну или религию католическую. В случае, если вы примете меня к себе в компанию, это целиком окупится, а если вы сноб и не думаете того, что пишете, «Тогда не бесудьте, я не хочу вас знать. Надеюсь, вскоре получить от вас письмо». Я быстро убедился к своей радости, что остров Джерси явно полюбил нас. Пять лет, что существует зоопарк, мы от всех, будь то во власти или рядовые люди, видим только самое доброе отношение. Что ни говори, если живешь на клочке земли размером 8 на 12 миль и какой-то чудак, задумав устроить зоопарк, привозит уйму опасных зверей, поневоле начнешь беспокоиться. Очень уж легко представить себе, как вырвавшийся на свободу тигр подкрадывается к вашему стаду породистых джерсийских коров или как могучие дикие олени поедают ваши нарциссы, а огромные орлы и грифы падают с неба на беззащитных цыплят. Бьюсь об заклад, что именно так рассуждали многие, и однако нас приняли без малейшей неприязни. количество и ассортимент корма, потребляемого зоопарком, в котором 500-600 различных животных, потрясающе. А скупиться никак нельзя, если вы хотите, чтобы животные были здоровы и веселы. При этом пища должна быть не только обильна, но и самое главное доброкачественной. Хорошее питание и чистота важнейший залог здоровья. Я убежден, что животного, которое содержит в чистоте и сытно кормят, риска заболеть вдвое меньше и вдвое больше надежд выздороветь, если оно все-таки заболеет. К сожалению, многие люди, и боюсь некоторые зоопарки, все еще пребывают в странном заблуждении, будто продукты, которые не годятся для человека, идеальный корм для зверей. В естественной среде большинство животных, кроме питающихся падалью, всегда есть самую свежую пищу, скажем, плоды с дерева или мяса, только что убитой добычей, поэтому неудивительно, что от продуктов, непригодных для употребления человеком, они подчас не только заболевают, но и погибают. Разумеется, под это определение попадает и вполне доброкачественная пища, которую во всех зоологических садах животным скармливают в большом количестве. Например, зеленщик, открыв ящик бананов, видит, что кожура многих плодов покрылась черными пятнышками. Плоды в полном порядке, но покупателю подавай желтые бананы, пятнистых он не желает, и они пропадут, если их не возьмет какой-нибудь зоопарк. У того же зеленщика могут скопиться фрукты или овощи, достигшие такой степени зрелости, что еще сутки и придется все выбросить. Он продает их в зоопарку, где они не залежатся. Недавно один лавочник позвонил нам и спросил, не возьмем ли мы персики. В морозильник, в котором он их хранил, испортился, и присланные из Южной Африки плоды начали чернеть внутри, вокруг самой косточки. Персики отличные, заверил он нас, но для продажи непригодны. Мы с радостью согласились взять их. В самом деле ящик другой персиков будет желанным лакомством для некоторых наших животных. Через несколько часов на территорию зоопарка въехал здоровенный грузовик, доверху нагруженный ящиками. Их было штук тридцать-сорок. Наверное, зеленщик потерял на этом большие деньги. Персики были на редкость крупные и сочные. Мы целыми ящиками высыпали их в клетки. Для наших питомцев это был настоящий праздник. Через полчаса все обезьяны вымазались в персиковом соке и так наели, что еле двигались. Да и некоторые служащие тоже потихоньку вытирали мокрый подбородок. Повторяю, персики были доброкачественны, но для продажи негодили. Однако случалось, что нам из самых добрых побуждений привозили полные грузовики гнилых заплесневелых персиков. Причем даритель искренне обижался и недоумевал, когда мы отвергали плоды. Одно из главных бедствий в зоопарках не совсем ясное заболевание, известное под названием энтерита, то есть воспаление желудочно-кишечного тракта. Тяжелый энтерит и сам по себе может убить животное, но даже легкий случай сильно подрывает организм, открывает доступ воспалению легких или другому роковому осложнению. Гнилые фрукты главный источник энтерита, поэтому их надо очень тщательно проверять, прежде чем скармливать животным. Как только джерсейцы уразумели, в каком корме нуждается зоопарк, они дружно, с удивительной щедростью принялись нас снабжать. Взять хотя бы случай с телятами. На джерси бычков обычно забивают сразу после их появления на свет, а так как они слишком малы для продажи, то до нашего приезда на остров их просто закапывали в землю. Мы открыли это случайно. Один фермер позвонил нам и как-то неуверенно справился, можем ли мы использовать мертвого теленка. Мы сказали, что с радостью его возьмем. Фермер приехал, привез теленка и спросил, не нужно ли нам еще. Тут-то мы и узнали о забое телят. Такое мясо для животных равносильно естественной добыче. Во-первых, оно свежее, порой еще совсем теплое. Во-вторых, зверям достается очень полезный для них ливер, сердце, печень и прочие внутренние органы. Весть об этом дошла до других фермеров. И вскоре нам, в определенное время года, стали поставлять до 16 телят в день, причем везли их даже с дальнего конца острова. Другие фермеры тоже не хотели отставать, они предлагали нам помидоры, яблоки и привозили их целыми грузовиками или же разрешали собирать нам самим, сколько сможем увезти. Как-то нам позвонил сосед и сказал, что у него созрели подсолнухи. Может быть, повезти несколько штук? Как всегда, мы ответили согласием, и он прикатил на небольшом грузовике, доверху наполненном огромными подсолнухами, прямо колесница солнца. Подсолнухи еще не совсем созрели, семечки были мягкие и сочные. Мы разрезали корзинки на куски, словно кекс, и угостили белок, мангуст, птиц. Мягкие семечки пришлись им так по душе, что они буквально объедались. Но это все, так сказать, обычная пища, а в зоопарках в меню животных входят самые неожиданные вещи. Нам и тут помогали местные жители. Раз или два в неделю к нам приезжала на допотопном велосипеде одна пожилая дама, чтобы провести несколько часов в обществе животных. Если в это время я попадался ей на глаза, она загоняла меня в какой-нибудь угол и не меньше получаса рассказывала, какие трюки сегодня исполняли ее любимцы. Я узнал, что она работает уборщицей в туалете в Сент-Хильяре. Раз мы с ней встретились, когда я возвратился из леса с желудями для белок. Будто завороженно смотрела на как белки грызут желуди, держа их передними лапками. Потом сообщила, что знает с великолепными дубами и пообещала в конце недели привезти белкам желудей. И действительно, в воскресенье она, прилежно крутя педали, въехала в зоопарк на своем драндулете, укрепленная впереди корзина была полна крупных желудей, а сзади на багажнике лежала еще целая сумка. С той поры эта женщина каждую неделю снабжала нас желудями. Когда белки наелись досыта, они стали откладывать желуди про запас в своем ложе. Мы всегда с благодарностью принимаем и так называемый живой корм, а именно уховерток, мокриц, кузнечиков, бабочек, улиток. Здесь у нас тоже множество помощников. Люди несут полные банки, стеклянные и жестяные, всякой всячины, особенно они рады избавиться от улиток. Уховерток, мокриц и прочих насекомых мы скармливаем мелким пресмыкающимся. К животным, привезенным мной из Западной Африки и Южной Америки, мы, естественно, в разных местах прикупали других. И самым занятным нашим приобретением был уже упомянутый трубач Трампи, который сам себя назначил, во-первых, затейником нашего зоопарка, во-вторых, общественным распорядителем. Как только привозили нового питомца, Трампи каким-то образом ухитрялся проведать об этом и, кудахтая что-то себе под нос, прибегал, чтобы помочь новичку освоиться. 24 часа он стоял возле клетки, а еще лучше внутри ее. Затем, решив, что новичок обжился, скакал обратно в павильон млекопитающих, где производил свой обычный осмотр. Порой общественная работа грозила Трампи опасностью, но наш простак явно не сознавал этого. Когда ошейниковые пекари Хуан и Хуанита впервые заняли свой загон, Трампи явился тотчас, чтобы позаботиться о них. Пекари восприняли это совершенно спокойно. Трампи одежурил сутки и удалился. Но вот Хуан и Хуанита стали родителями и вывели в загон свое потомство. Трампи радостно перемахнул через заграду вселять поросят. Пока дело касалось их самих, Хуан и Хуанита не возражали, но в заботе Трампи об их потомстве они усмотрели некую скрытую угрозу. Ощетинившись, стуча клыками, словно кастангетами, пекари с двух сторон пошли на Трампи, который, стоя на одной ноге, добродушно разглядывал поросят. Он догадался об опасности лишь в последнюю минуту, и только лихие финты да отчаянный прыжок спасли его. Больше Трампи в загон Хуана и Хуаниты не наведывался. Пока мы перекрывали ручеек на заливном лугу и устраивали пруд для черношеих, лебедей и коскоробов, привезенных мной из Южной Америки, Трампи внимательно наблюдал за нашей работой, а когда выпустили лебедей, и он, сколько его не отговаривали, сутки простоял по колено в воде, помогая им обжиться. Лебедям от этого было ни жарко, ни холодно, зато Трампи получил удовольствие. Другим нашим приобретением был великолепный молодой Мандрил Фриский. Синий и красный зад, синий и красный нос, словом, зрелище замечательное. Подойдешь к его клетке, он глядит на тебе яркими, лентарного цвета глазами и шевелит бровями, будто удивляется. Потом, издавая негромкие горловые звуки, поворачивается кругом и предъявляет свой зад, а сам следит через плечо, какое впечатление произвела его колоритная кормовая часть. Как и все представители его рода, Фриский, разумеется, был чрезвычайно любопытен, и в один прекрасный весенний день был наказан за любопытство. Мы решили покрасить верх обезьянных клеток в приятный кремовый цвет. Фриский с величайшим интересом следил за этой процедурой. Он явно думал, что в банке с краской содержится что-то вкусное, что-нибудь вроде молока. Нехуда бы исследовать поближе, но как? Противный маляр, этот невоспитанный эгоист, все время держал банку около себя. Однако терпение всегда вознаграждается. И через несколько часов фортуна улыбнулась Фриске. Маляр зачем-то отошел и оставил банку без присмотра. Фриск немедленно просунул руку сквозь сетку, схватил банку закрай, дернул и очутился под струей краски. Секунда и фыркающий плюющийся Фриске превратился в кремового мадрила. Мы ничем не могли ему помочь. Мадрил не пудель, его не вытащишь запросто из клетки и не отмоешь. Высохнув, краска затвердела как броня и наш мадрил приобрел такой жалкий вид, что мы решили перевести его в соседнюю клетку, занятую самкой бабуина и двумя самками дрилла. Может быть, они его почистят? Соседки испуганно воззрелись на Фриске и не сразу отважились к нему приблизиться. Наконец, они подошли, увидели, что с ним случилось, и, окружив гостя, ряно принялись его скрести и чистить. На беду краска очень прочно пристала к шерсти, и обезьянам пришлось приложить все силы. За два дня они удалили краску, но вместе с ней удалили также немалую часть волосяного покрова Фриске. Теперь вместо кремового мандрила у нас был сильно облезлый и заметно обескураженный мандрил. Наш зоопарк приобрел также льва, носившего освещенное временем имя Лео. Он был из знаменитой львиной семьи Дублинского зоопарка и представлял чуть ли не пятидесятое поколение, родившееся в неволе. Когда его привезли к нам, он был не больше собачонки. Мы поместили Лео в клетку в парилене млекопитающих, но львенок рос так быстро, что вскоре понадобилось искать для него более просторную квартиру. Мы только что оборудовали большую клетку для шимпанзе и решили поместить Лео туда, пока соберемся соорудить что-нибудь специально для него. Он отлично прижился на новом отрастать грива. Я радовался, что она светлая, так как светлогривые львы, в отличие от черногривых, смирные и покладистые, правда, чуть глуповатые. Лео своим поведением вполне подтвердил эту теорию. У него в клетке лежал длинный чурбан для игр и стояло большое черное резиновое ведро, куда наливали питьевую воду. Ведро стало его любимой игрушкой. Он напьется из него в досталь, остатки воды выльет и хорошенько стукнет по ведру могучей лапой, потом бежит вдогонку и валится на него. Раз, когда я обходил зоопарк, одна дама остановила меня и спросила, не из цирка ли прибыл наш Лео? Нет, ответил я, а почему вы так решили? Да он такие хитрые трюки выделывает. И в самом деле, каким-то образом Лео напярил себе на голову ведро и теперь гордо расхаживал по клетке в этой шляпе. На втором году жизни Лео по зрелым размышлениям решил, что Лев обязан рычать. Но как это делается, он не очень-то представлял, а потому уединялся в каком-нибудь огромном уголке своей клетки и тихонько упражнялся про себя. С чем сравнить львиное рычание? Представьте себе, что кто-то пил дрова на огромной гулкой бочке. Первые ноты запил короткие, рваные, пила еще только вгрызается в древесину. Потом звуки становятся протяжнее, чередуются реже. Вдруг все смолкает, и вы подсознательно ждете, что сейчас грохнется на землю отпиленная полена. Лео страшно стеснялся. Стоило кому-нибудь приблизиться, как он тотчас замолкал, и делал невинную морду. В конце концов, решив, что тембр найден и дыхание отработано, он в чудесную лунную ночь устроил нам первый концерт. Мы слушали его с радостью. Наконец-то Лео показал себя настоящим львом. Но вот беда. Он страшно гордился своим достижением и с каждым вечером принимался рычаг все раньше, чтобы мы могли как следует насладиться его упражнениями голосовых связок. Лео усердно трудился всю ночь напролет, прерываясь минут на пять после каждой рулады, чтобы поразмыслить. Порой, когда он бывал в ударе, казалось, что сиренада звучит у вас под самым ухом. Вскоре мы уже были сыты по горло пением Лео. Правда, выяснилось, что можно заставить его смолкнуть на полчаса, если открыть окно спальни и крикнуть «Лео, замолчи!» Однако на тридцать первой минуте решив, чтобы просто пошутили, он начинал все сначала. Трудно это было пора. Теперь-то уж Лео научился рычать более сдержанно, но и то иногда по ночам, особенно в полнолунии, вам приходится накрывать голову подушкой и проклинать тот день, когда вы решили обзавестись зоопарком. В первый год мы приобрели также двух южно-африканских очковых пингвинов «Дилли» и «Дилли». Спешу добавить, что крестили их не мы, они прибыли в клетке, на которой уже были написаны эти дурацкие имена. Под сенью деревьев у главной дорожки для пингвинов был вырыт пруд, и они тут хорошо прижились. Трампи, разумеется, отдежурил сутки в их вольере, слегка недовольный, что глубокая вода не позволяла ему подойти поближе к «Дилли» и «Дилли». Осчастливив пингвинов своим покровительством, Трампи проникся к ним дружеским чувством и стал нарещать их каждое утро. Он подходил к сетке и кричал басом, словно ухал, «Дилли» и «Дилли», задрав кверху клювы, отвечали ему какими-то ослиными криками. Не знаю точно, когда именно эта милая дружба дала трещину, и по какой причине, только однажды утром мы увидели, как Трампи, перелечев через ограду, яростно набросился на «Дилли» и «Дилли». Расправив крылья и взъерошив перья, он клевал их и бил когтями, пока оба пингвина, хотя они были вдвое крупнее, и его не кинулись в пруд. Победно кудахтая, Трампи занял позицию на берегу. Мы выгнали его из вольера и крепко распекли. Небрежно тряхнув перьями, он с независимым видом удалился. После этого мы глядели за ним в оба, потому что Трампи пользовался каждым удобным случаем, чтобы перемахнуть через ограду и напасть на бедных пингвинов, которые, завидев его, в истерике шлепались в воду. Но однажды утром Трампи был наказан. Он проник в вольер очень рано, до прихода служителей, задумав хорошенько вздуть Зилли и Делли. Однако им надоели бесконечные издевательства, и они сами пошли в атаку. Видимо, от меткого удара клювом Трампи потерял равновесие и упал в воду. Намокшие перья не давали ему выбраться на берег. Пингвины торжествовали. Трампи беспомощно барахтался в фруду, а они, плавая вокруг него, нещадно долбили обидчика острыми, как бритва клювами. Когда подоспели люди, он еще держался на воде весь в крови и совсем обессильный. Мы поспешили отнести Трампи в дом, обсушили его и обработали раны. Но ему было очень худо. Все приуныли, боясь, что он не выживет. На следующий день положение оставалось критическим, а на третий день, попивая свой утренний чай, я вдруг с удивлением услышал знакомый бренчащий звук. Соскочил с постели, высунулся из окна и возле живой изгороди во дворе увидел Трампи. Он выглядел не блестяще, прихрамывал, но, как всегда, держался так, словно поместье принадлежало ему. Я приветствовал Трампи сверху, и он весело подмигнул мне, тряхнул поледевшим оперением, приводя его в порядок, издал свой громкий кудахтающий смех и отправился в павильон млекопитающих совершать свой обычный обход. Другой новосел, причинивший нам немало хлопот, Далила, крупная самка африканского хохлатого дикобраза. В аэропорт Далила прибыла в клетке, где могла бы поместиться по меньшей мере чета носорогов. Зачем понадобилась такая клетка? Мы поняли, когда заглянули внутрь. Как ни короток был перелет, Далила почти сокрушила одну стенку своими длинными желтыми зубами, и нас встретило такое грозное рычание, словно в клетке была заточена стая изголодавшихся львов. Далила раздраженно топала ногами, а ее длинные бело-черные иглы колотились друг о друга с треском, напоминающим оружейную перестрелку. Сразу видно, дама с характером. Привезя Далилу в зоопарк, мы немедленно перегнали ее из рассыпающейся на глазах транспортной клетки в другую, которая должна была служить временной обителью, пока строилась постоянная. Далила воспользовалась случаем приласкать одного из служащих. Она неожиданно попятилась и воткнула ему в ноги свои иглы. Когда вам в кожу вонзаются сотни острейших игл, ощущение бывает неисприятных. К концу переселения появились еще пострадавшие, и земля была сплошь усеяна иглами, потому что Далила, как и все дикобразы, разбрасывала их налево и направо при всяком случае. Говорят, будто дикобразы мечут свои иглы как стрелы. Это чистая выдумка. Вот что происходит на самом деле. Иглы, достигающие 14 дюймов в длину, очень слабо держатся на спине дикобраза, и когда его кто-нибудь осаждает, он быстро поворачивается и идет на врага задом, стараясь загнать иглы, возможно, глубже. Потом делает рывок вперед. При этом иглы выдергиваются у него из кожи, а жертва становится похожей на этакую подушечку для булавок. Выполняется это так быстро, что в пылу схватки и впрямь может показаться, будто дикобраз выпарил противника иглами. Далила частенько проделала подобные милые штучки, поэтому в часы кормления и уборки следовало быть на чеку и чуть что все бросать и прыгать повыше и подальше. Дикобразы, как известно, грызуны. Огромный хохлатый дикобраз, проникший из Африки в Европу, ростом больше бобра и считается крупнейшим европейским грызуном. Он же самый крупный среди дикобразов. Сколько есть на свете видов, ни один не может сравниться с ним по размерам. В Северной и Южной Америке большинство дикобразов ведет древесный образ жизни. У южноамериканских особей хвост цепкий, помогающий им лазать. Африканские и азиатские дикобразы небольшие, ведут они наземный образ жизни. Хвост у них обычно длинный и заканчивается пучком мягких игл, напоминающим малярную кисть. Этим иглами они громко трещат в минуту опасности. Несомненно, хохлатый дикобраз не только самый крупный, но и самый внушительный, самый красивый представитель семейства. Вскоре новая обитель была готова и наступил день переезда. Причем надо было перевести Далилу из одного конца зоопарка в другой. По горькому опыту мы уже знали, что сила ее в клетку не загонишь, пустая затея. Далила ощетиница и злобно-рявкая повернется спиной, наветая на всех без разбора и разбрасывая иглы с поистине редкостной щедростью. От одного вида клетки она приходила в ярость, неистово топала ногами и трещала иглами. Был лишь один способ совладать с ней. Выпустить из клетки и с двух сторон осторожно подталкивать метлами, не давая избиться с курса. Так она может пройти сколько угодно. Этим способом мы и решили воспользоваться, чтобы переселить ее на новую квартиру. Сначала все шло хорошо. Далила быстрым шагом двинулась по главной дорожке, а мы с Джереми Пыхча трусили следом. Действуя метлами, мы заставили ее обогнуть угол, но тут, очутившись во дворе, Далила вдруг заподозрила, что делает как раз то, что нам нужно. Честь всех грызунов была поставлена на карту, и Далила пустилась бежать. Она бегала по кругу, словно двор был цирковой ареной. Мы с Джереми продолжали ее преследовать. Далила развела хорошую скорость, потом вдруг остановилась и дала задний ход. Пришлось нам сворачивать в сторону и обороняться метлами. Это повторилось три-четыре раза. Через несколько минут в метлах явно было больше игл, чем самой Далиле. Наконец, эта игра ей надоела, она смирилась и дала довести себя до новой клетки. Первое время Далила была вполне довольна новой квартирой, но на четвертый месяц ею овладела охота к перемене мест. В морозный зимний вечер, заключив, что внешний мир может дать ей нечто такое, чего в клетке нет, она пустила в ход свои здоровенные кривые желтые зубы, разорвала ими толстую проволочную сетку, протиснулась в дыру и исчезла в ночи. Как раз в этот вечер я уехал на званный обед, поэтому в успешном проведении операции дикобраз вся заслуга предлежит Джону. Около полуночи мою мать разбудил яростный гудок автомобиля, остановившегося под окном ее спальни. Она выглянула и увидела одного из наших ближайших соседей, фермера. Сосед сообщил, что к нему на усадьбу ворвался здоровенный и, судя по всем звукам, свирепый зверь. Нельзя ли что-нибудь сделать? Мама, всегда склонная предполагать самое худшее, решила, что сбежал Лео и поспешила в коттедж будить Джона. Выслушав описание, он понял, что речь идет о Долиле. Схватил метлу, скачал в кабину нашего автофургона и помчался на ферму. Так и есть Долила. Громко, топая, рявкая и стуча иглами, она металась посвященному луной двору. Джон объяснил фермеру, что есть только один способ пригнать Долилу обратно в зоопарк, подбадривать ее всю дорогу метлой. Фермер был явно изумлен, однако он согласился отвезти фургон в зоопарк, если Джон займется Долилой. И вот Джон в одной пижаме, вооруженной половой щеткой, погнал фыркающую, гремящую иглами Долилу по голубоватой от лунного света дорожке. Он рассказывал потом, что никогда в жизни не чувствовал себя так глупо. Навстречу то и дело попадались машины с запоздавшими путниками, люди останавливались и, разинув рот, смотрели на человека в пижаме, который толкал щеткой упиравшегося дикобраза. Могу поклясться, что многие из них катили после этого во весь дух домой и давали за рог больше никогда не пить. Что не говори о в тихом почтенном округе не каждый день увидишь на дороге разъяренного хохлатого дикобраза, которого подталкивает щеткой чрезвычайно расстроенный человек в ночном уборе. В конце концов Джон благополучно пригнал Далилу в зоопарк и к величайшему негодованию беглянки заточил ее в угольный подвал. Все-таки рассудил он. Там цементный пол и каменные стены двухфутовой толщины. Уж если Далила вырвется и оттуда, пусть гуляет на воле, она этого заслужила. Но вскоре Далила опять заставила нас помучиться. Правда, повод был другой. Для зоопарка очень важную роль играет реклама. Одно из лучших средств рекламы — телевидение. Я всячески старался с его помощью рекламировать наше хозяйство. Один режиссер как-то сказал мне, что он был бы счастлив составить программу без участия профессионального актера и телевизионного диктора. Бедняга. Он не подозревал, что есть на свете задачи потяжелее, чем работа с профессиональным актером и диктором телевидения. Этот режиссер никогда не ставил передачу с дикими животными, а то бы он понял, что перед их выходками все капризы самого избалованного артиста сущие пустяки. Четвероногие актеры либо ведут себя так отвратительно, что вы превращаетесь в комок нервов, либо играют так хорошо, что остальные участники оказываются в тени. Как ни крути, вы в проигрыше. Вот почему, говорю это с полным убеждением, необходимо, чтобы друзья человека, который берется за такое дело, мягко, но решительно припроводили его в ближайшую психиатрическую лечебницу. Ведь он все равно там кончит, если позволить ему делать программу. Одна из первых подготовленных мною программ посвящалась приматам, которая составляет в нашем зоопарке неплохую коллекцию. Английскому телезрителю предстояло впервые увидеть воочию такой парад крохотных большеглазых галага, лори, обезьян старого иного света, гориллу, шимпанзе и, наконец, хомо сапиенс в моем лице. Я не сомневался в успехе. Обезьяны абсолютно ручные, галага будут в застекленных ящиках, лори рассаден на вертикальных ветках, они свернутся в клубочек и будут спать, пока я их не разбужу в нужную минуту. Так было задумано. Но я допустил промах, не учел, что от острова Джерси до городова Бристоля, где должны были записывать программу. Путь немалый, лететь целый час. Зверей поместили в транспортные клетки, перебросили на самолете в Бристоль и доставили в отведенную им артистическую уборную. К концу путешествия они были взвинчены до предела. Я тоже. Подошло время первой репетиции. Обезьян надо было выпустить из клеток, надеть на них пояса с поводками и перевести в маленькое подобие коровника с отдельным стойным для каждой обезьян. Они всегда были такие смирные и послушные, а тут при виде коровника у них началась какая-то коллективная истерика. Обезьяны визжали, кусались, отбивались, одна из них оборвала свой поводок и нырнула за груду декораций. Понадобилось полчаса энергичных усилий, чтобы извлечь ее оттуда, громко кричащую, облепленную паутиной. Мы уже опаздывали с началом репетиции на 15 минут. Наконец всех обезьян разместили по загонщикам и кое-как успокоили. Я извинился перед режиссером, заверяя, что сейчас все будет готово. Осталось только водрузить на стволы двух апатичных лори. Это минутное дело. Мы открыли дверцы клеток и приготовились вытаскивать оттуда сонных полуобезьян. Но они вышли сами, ступая будто породистые рысаки, сердито сверкая глазами и издавая какой-то кошачий виск, в котором звучало недовольство и угроза. Не успели мы опомниться, как они сбежали вниз по стволам и, оскалив зубы, выторщив глаза, помчались через студию. Операторы бросились в рассыпную. Лишь самые храбрые, вооружившие свернутыми в трубку газетами, отважились преградить путь беглецам, которые, по примеру, обезьяны тоже намеревались скрыться за декорациями. После долгой возни мы сумели загнать Лори в их транспортные клетки и срочно призвали на помощь отдел реквизита. На каждый ствол внизу был надет картонный конус, который не давал Лори возможности слезать на пол. Опаздывали мы теперь на целый час. Наконец, началась репетиция. Однако нервы мои были уже так взбинчены, что все пошло кувырком. Я забывал реплики, неправильно называл животных, дергался и вскакивал при малейшем шуме, боясь, как бы еще кто-нибудь не удрал. Вдобавок ко всему шимпанзе Лулу, не скупясь, с изрядным шумом полила мне колени мочой, причем сама живо заинтересовалась своим подвигом. На ленч мы пошли с дикой головной болью, с кругами под глазами, терзаемые мрачными предчувствиями. Режиссер, улыбаясь, это была очень жалкая улыбка, заверила меня, что все будет в порядке, и я ей поддакнул, с трудом глотая что-то похожее на жареные опилки. Потом мы вернулись в студию и приступили к записи. По каким-то непостижимым для меня техническим причинам монтировать телезапись бывает то ли слишком дорого, то ли слишком сложно. Поэтому если вы ошиблись, ошибка остается, как при прямой передаче в эфир. Понятно, что это не прибавило вам уверенности в себе. Когда вы выступаете вместе с отрядом таких возбужденных и непосредливых существ как обезьяны, то начинайте сидеть еще до записи. Зажегся красный огонек. Стараясь унять дрожь в руках, я сделал глубокий вдох, робко улыбнулся камере, делая вид, что люблю ее как родного брата, и приступил. К моему удивлению, обезьяны вели себя безупречно. Ко мне начала возвращаться былая уверенность. Галага выступили отлично, кажется, не все еще потеряно. Лори тоже вели себя великолепно. Мой голос перестал дрожать, теперь он звучал, я искренне надеялся на это, твердо, мужественно, авторитетно. Дело пошло на лад. Я воодушевился еще больше и только стал рассказывать о защитных рефлексах пота. Как ко мне подошел директор студии и, можете себе представить, сказал, что запись не получилась, придется начать все сначала. Конечно, после подобной встряски только сумасшедший возьмется снова за телевизионную программу, а ведь я обещал подготовить еще пять. Правда, они дались мне без таких мук, как передача про обезьян, однако некоторые эффектные моменты до сих пор живы в моей памяти. Случается, я и теперь с криком просыпаюсь среди ночи, а Джеки меня успокаивает. Взять, к примеру, передачу о птицах. Я задумал привезти на студию побольше разных птиц и показать, как у каждой из них клюв приспособлен к ее образу жизни. Гвоздем программы должны были стать две птицы, умеющие выполнять команды. Одна из них клушится Дингл. Этот представитель семейства Врановых ныне редок в Англии, и мы очень гордились нашим экземпляром. У клушицы мрачное черное оперение, зато ноги и длинный изогнутый клюв красные. Дингла выкормили люди, и он вырос надиво ручным. Второй звездой был Кокоду, которого прежний владелец поразительной находчивостью назвал Коки. По команде Коки топоршил свой изумительный хохол и громко кричал «Зелище великолепное!» Остальные птицы, участвующие в перетаче, ничего не делали и ни на что не претендовали, просто сидели в качестве живых экспонатов. Главное, чтобы не подвели Дингл и Коки, но на них я твердо надеялся. И вот началась программа. Я держал на руке Дингла и рассказывал о нем. Мне пришло в голову воспользоваться одной особенностью Дингла. Если почесать ему голову, он впадает в транс и замирает в одной позе. Но когда приступили к записи, Дингл решил, что с него хватит чесания. И как только зажегся красный свет, он снялся с моей руки и взлетел к балкам. Пришлось вооружиться лестницами и пустить в ход всякие приманки вроде червей, мяса и сыра. Дингл безумно любит сыр. Но только через полчаса удалось нам поймать беглеца. После этого Дингл вел себя превосходно. Он сидел на моей руке так смирно, что казался чучелом. И все было хорошо, пока не настала очередь Коки. Тут я сделал ошибку, заранее объявил зрителям, какой последует аттракцион, а этого делать нельзя, когда работаешь с животными. Пять миллионов человек напряженно ждали, что кокоду распушит хохол и закричит. Я уговаривал его и так, и так. Прошло пять мучительных минут, а Коки недвижно сидел на своей жердочке, будто музейный экспонат. В отчаяние я перешел к следующей птице. В ту же секунду Коки взерошил хохол и что-то ехидно крикнул. Ну, а передача, посвященная рептилиям, она не вызывала у меня никаких опасений, ведь рептилии довольно апатичны, с ними управляться легко. Тем не менее, эта программа оказалась труднейшим испытанием. У меня как раз был грипп, и я смог прийти в студию только благодаря врачу, который накачал меня всякой дрянью, чтобы я сумел продержаться на ногах нужный срок. Если у вас вообще никудышные нервы, да еще голова гудит от разных антибиотиков, телезрителю легко может показаться, что он смотрит какой-то старый немой фильм. Помрежи и операторы быстро сообразили, что я болен и не в своей тарелке, поэтому в перерыве после первой репетиции они по очереди старались меня приободрить. Увы, без успеха. Началась вторая репетиция. Я совсем скис, надо было что-то предпринимать, и тут кого-то осенило. В рассказе о черепахах я объяснял, что их скелет приварен, так сказать, к панцирю. Для наглядности я принес черепаший скелет в очень красивом панцире, нижняя половина которого была словно дверца укреплена на петлях. Откроешь, и видны все тайны черепашьи анатомии. Короткое вступление в семействе в черепах, вообще, а затем я открываю нижнюю часть панциря, и вместо скелета вижу кулачок картона с аккуратно выведенными словами «Вакансий нет». Прошло несколько минут, прежде чем в студии восстановилась тишина, зато я заметно повеселел, и дальше репетиция шла как по писанному. Среди участников программы оказалось Далила. Я рассудил, что она может служить великолепной иллюстрацией там, где речь пойдет о защитных приспособлениях животных, и Далила не подкачала. Когда мы пришли, чтобы перевести ее в транспортную клетку, она обрушила серию яростных атак на нас и на стенки, оставляя на досках и половых щетках свои длинные иглы. Всю дорогу до Бристоля она рычала, рявкала и гремела иглами. Рабочие студии, выгружавшие ее из самолета, решили, что я привез по меньшей мере леопарда. Из транспортной клетки Далилу надо было переместить в особую клетку, приготовленную для нее на телестудии. На перемещение ушло полчаса, причем к концу этого срока из всех декораций торчало столько игл, что я начал опасаться, мне кажется ли Далила совсем лысой к началу своего телевизионного дебюта. И вот передача. К моему удивлению, Далила вела себя образцово, делала все, что от нее требовалось. Грозно рявкала, топала ногами, гремела иглами, как астаньетами. Звезда, да и только. К концу выступления я проникся к ней добрым чувством, мне уже казалось, что я неверно о ней судил. А когда пришла пора перегонять ее из студийной клетки обратно в транспортную, восемь человек извели на это три четверти часа. Одному рабочему игла вонзилась в икру. Две декорации были совсем испорчены, а остальные утыканы иглами так, словно мы попали под град стрел, отражая нападение краснокожих. Я с облегчением вздохнул, когда Далила, лишившаяся чуть ли не всех игл, наконец вернулась в зоопарк в свою собственную клетку. Должно быть неприятности запечатлеваются в памяти прочнее, чем радостные события, поэтому телевизионные передачи рисуются мне теперь сплошной цепочкой бедствий. Впрочем, один случай я вспоминаю с искренним удовольствием. Из BBC меня попросили привезти нашу молодую гориллу Нпонга. Компания небывалый случай даже заказала небольшой самолет, чтобы мы могли прилететь в Брестоль. Им захотелось также снять перелет, и они прислали кинооператора застенчивым человека, который робко признался мне, что очень не любит летать, так как его мутит в самолете. Мы взлетели при ярком солнце и почти тотчас нырнули в черное облако, битком набитое воздушными ямами. Нпонга сидел в своем кресле с видом бывалого путешественника и наслаждался. Он проглотил шесть больших кусков ячменного сахара, чтобы не закладывало уши, и теперь с интересом смотрел в окно, а когда пошли воздушные ямы, достал бумажный пакет для страдающих от укачивания и надел себе на голову. Бедный оператор честно старался запечатлеть на пленке трюки гориллы, но лицо его становилось все зеленее. И когда Нпонга занялся злополучным пакетом, это добило оператора. Он спешно вытащил свой пакет и использовал его по назначению. Глава третья Холоднокровная когорта Уважаемый мистер Даррелл, на днях во время одного пикника в мороженице нашли ящерицу. Я понимаю, что это равносильно признанию сверхизвращенной эксцентричности. И все-таки признаюсь, я очень люблю рептилии. Спору нет, они не блещут разумом, от них нельзя ждать таких реакций, как от млекопитающих, даже от птиц. И тем не менее я их люблю. Они своеобразны, ярко окрашены, нередко грациозны. Чего вам еще надо? И все же большинство людей, причем таким тоном, будто речь идет об особенности, присущей только им. Сообщат вам, что у них инстинктивное отвращение к змеям. Вращая глазами и гримасничая, они приведут вам массу причин своего страха, от высоких, это инстинктивно, до смехотворных. Они все какие-то скользкие. Я столько наслышался всяких исповедей от страдающих змеиными комплексами, что едва кто-нибудь заводит речь о присныкающихся, как мне сразу хочется убежать и спрятаться. Спросите среднего человека, что он думает о змеях. И за десять минут он наговорит больше вздора, чем дюжина политиков. Начнем с того, что для человека вовсе неестественно бояться змей. С таким же успехом можно говорить о естественном страхе перед автобусом. Между тем, большинство людей убеждено, что у них врожденный страх перед змеей. Опровергнуть это очень просто. Достаточно вручить безобидную змею ребенку, которому еще не успели забить голову всякой ерундой. Малыш безбоязненно возьмет змею и с удовольствием будет ею играть. Помню, я однажды привел этот довод одной женщине, которая прожужала мне все уши, рассказывая, как ненавидит змей. Моя собеседница возмутилась. Ничего подобного, меня никто не учил бояться змей, я всегда их не выносила, надменно сказала она и торжествующе добавила, и моя мать тоже не выносила змей. Что противопоставить такой логике? Сдается мне, что страх перед змеями основан на сплошных недоразумениях. Особенно распространено убеждение, что все они ядовиты. В действительности не ядовитых змеев в 10 раз больше, чем ядовитых. Далее многие считают, будто эти рептилии покрыты слизью, тогда как на самом деле змеи сухие и холодные и на ощупь ничуть не отличаются от туфель из змеиной кожи или сумочки из крокодиловой. Тем не менее находятся люди, утверждающие, что из-за слизи они просто не могут заставить себя коснуться змеи. А мокрое мыло их не пугает. Наш павильон рептилий невелик, но в нем демонстрируется достаточно представительная коллекция. Мне доставляет невинное удовольствие зайти туда, когда много посетителей, и послушать, как люди с потрясающей самоуверенностью выставляют на показ свое невежество. Взять, к примеру, язык змеи. Это просто орган обоняния. Змея улавливает им запахи. Вот почему он у нее постоянно в движении. Кроме того, он служит и для осязания, вроде усу у кошки. Но эрудиты, которые посещают павильон рептилий, осведомлены лучше. «Ох мой, эм!» слышишь взволнованный возглас. «Иди скорее посмотри на это жало! Представляешь, если тебя ужалит такая змея!» Подбегает эм, с ужасом обозревает безобидного ужа и брезгливо содрогается. Известно, что рептилии могут подолгу лежать недвижимо. Даже не сразу разглядишь, дышат они или нет. Вот типичная реплика, которую я послушал в павильоне. Один посетитель, осмотрев несколько клеток с неподвижными присмыкающимися, повернулся к жене и с видом нагло обманутого человека прошипел. «Да это все чучела, милли!» «Трудно найти что-нибудь грациознее змеи, скользящей по земле или среди ветвей. Это зрелище тем более примечательно, если вспомнить, что она ступает ребрами. Присмотритесь хорошенько к ползущей змеи, и вы увидите, как под кожей у нее двигаются ребра. Ее немигающий взгляд, еще одна особенность, которая не нравится людям, объясняется вовсе не тем, что змея пытается вас загипнотизировать. Просто у нее нет век. Глаз словно линзой, покрыт тончайшей прозрачной пленкой. Это особенно хорошо видно, когда змея линяет. Все змеи периодически линяют. Линька начинается от краев пасти. Змея трется о камне или о ветке и постепенно сбрасывает старую одежду. Осмотрите слинявшую кожу, и вы убедитесь, что глазные пленки тоже слиняли. Все змеи глотают пищу одним и тем же способом, но добывают ее по-разному. неядовитые и удавы, например, питоны, хватают жертву пастью, потом стараются быстро обернуться вокруг нее два или три раза. Они не дают добыче вырваться и душат ее. Ядовитые змеи кусают жертву и ждут, когда подействует яд. Обычно ждать приходится недолго, и как только кончились предсмертные корчи, можно поедать добычу. Ядовитые зубы расположены в верхней челюсти, чаще всего спереди. Пока они не нужны, они, как лезвие перочинного ножа, сложены и прижаты к десне. Но стоит змее раскрыть пасть, зубы опускаются и становятся на место. У одних змей они полые, вроде иглы медицинского шприца, а у других вдоль задней поверхности зуба тянется глубокая борозда. Над десной помещается ядовитая железа. При укусе яд выжимается и по борозде, или по внутреннему каналу, стекает в ранку. Хотя змеи атакуют жертву по-разному, заглатывают они ее одинаково. Нижняя челюсть у змей соединена сверх не так, что может вывихаться, когда надо, а слизистая оболочка рта и глотки, и вся кожа чрезвычайно эластичны. Это позволяет змее целиком глотать добычу, которая намного больше ее головы. После того, как пища попала в желудок, начинается медленный процесс пищеварения. Все, что не усваивается, например, волосы, отрыгивается потом комочками. Во внутренностях одного крупного питона нашли четыре очень твердых клубка волос, величиной стонистный мячик. Клубки разрезали, и внутри каждого оказалось по копыту дикой свиньи. Острые копыта могли бы легко повредить стенки желудка, вот и появился толстый, гладкий предохранительный покров из волос. В большинстве зоопарков змеям скармливают мертвых животных. Не потому, что это лучше для змей, или они предпочитают такую пищу, а просто изложенной заботой о посетителях, которая воображает, будто белая крыса или кролик, очутившись в клетке змеи, переживает страшные муки. Я вполне убедился, что это вздор, когда в одном зоопарке увидел, как кролик сидел на спине питона, явно сытого, и невозмутимо чистил свои усы. Директор зоопарка сказал мне, что если змей кормить живыми белыми крысами, уцелевших нужно тотчас убирать, не то они изгрызут змею. В отличие от змей, в общем-то вялых и невыразительных с виду, ящерицы наделены характером и проявляют немалую сообразительность. У нас был один мастигур, которого я назвал Дэнди, большой любитель одуванчиков. Скажем прямо, мастигуры не самые красивые среди ящериц, а Дэнди и вовсе не отличался красотой. И однако живой нрав делал его очень привлекательным. У него была округлая тупая голова, жирное сплюснутое туловище, мощный, усеянный короткими острыми шипами хвост, а шея длинная и тонкая. Казалось, что Дэнди слепили из двух разнородных частей. Его окраску, вернее всего, определить как буро-коричневую. Любовь Дэнди к одуванчикам граничила с содержимостью. Увидев из клетки, что вы идете с чем-нибудь желтым в руках, он бросался к передней стенке и нетерпеливо царапал стекло. Если вы принесли одуванчик, мастигур, запыхавшись от волнения, несся к вашей руке, как только стекло отодвигалось в сторону. Зажмурив глаза, он вытягивал свою длинную шею и широко разевал пасть, словно ребенок, которому сказали закрой глаза, открой рот, собираясь угостить конфетой. Получив угощение, Дэнди упоенно жевал его, а лепестки торчали из пасти, будто залихватские рыжие усы. Я впервые встречал ящерицу, которая по-настоящему играла с человеком. Вот, Дэнди лежит на песке, и ваша рука медленно подкрадывается к нему. Он следит за ней своими живыми глазами, чуть наклонив голову. Как только рука окажется рядом с ним, Дэнди вдруг изогнет хвост, шлепнет им по руке и отскочит в сторону. А вы должны повторить номер. Это была самая настоящая игра. Я в этом уверен, потому что он шлепал меня тихо, тогда как в потасовках с ящерицами не только сбивал их хвостом с ног, но и наносил кровоточащие раны. Вскоре после того, как мы расстались с Дэнди, у нас начались хлопоты с тегуэксинами. Это крупные и красивые, очень сообразительные вараны, уроженцы Южной Америки. В длину они достигают трех с половиной футов, а кожа у них украшена чудесным желто-черным узором. Тегу, как их называют для краткости, очень вспыльчивы и дрочливы. У них три способа атаки, и все эти способы вместе или порознь они применяют с великим удовольствием, даже если их никто не задирает. Тегу кусаются, царапают своими мощными когтями или бьют хвостом. У нас в павильоне рептилий самым воинственным обитателем была самка Тегу. Наша самка, как правило, сперва пускала в ход хвост. Откроешь клетку, она глядит на вас с подозрением и враждебностью, раздувает шею и шипит, а все ее тулыща изгибается при этом точно лук. Только вы протянете к ней руку, Тегу бросается на нее и пытается цапнуть пастью, вопьется и висит как бульдог, а в это время вас уже поражает третье оружие, острые кривые когти задних ног. Вряд ли нрав этой самки был исключением. Я насмотрелся на Тегу в их естественной среде и не сомневаюсь, что они самые злобные среди ящериц, к тому же настолько подвижные и сообразительные, что с ними надо держать ухо востро, если содержишь их в неволе. Наша самка Тегу без конца колошматила нас хвостом, поэтому мы не очень-то горевали, когда однажды утром нашли ее в клетке мертвой. Правда, такая внезапная кончина меня удивила, ведь по всем признакам Тегу была в расцвете сил и весьма боевом настроении. Всего два дня назад она меня здорово укусила. Я решил произвести вскрытие, чтобы определить причину ее гибели, и с удивлением обнаружил в желудочке сердце комок беловатого вещества, напоминающего молоки. Какое-то новообразование, но какое именно? Хотелось бы выяснить это поточнее. Я отправил ящерицу на дальнейшее исследование эксперту и с интересом ждал ответа. Оказалось, что это был попросту жир. Ящерица погибла от разрыва сердца, вызванного ожирением. Эксперт посоветовал нам впредь не так обильно кормить наших тегу. В самом деле, ведь на воле тегу эксины очень активны, а тут их держат в темном помещении, да еще регулярно дают жирную пищу. Конечно, они разжиреют. Я поклялся, что следующие тегу, которых мы приобретем, будут содержаться иначе. Случай представился вскоре. Один торговец предложил нам пару превосходных тегу, с блестящей кожей и выразительной окраской. У самца была крупная тяжелая голова и мясистые челюсти. У самки голова подлиннее и поуже. Правда, если говорить о нраве, они оказались совсем нетипичными тегу. Ни свирепости, ни строптивости, ручные, как котята. Больше всего на свете им нравилось лежать у кого-нибудь на руках, да чтобы при этом их укачивали. Стоило только подойти к клетке и остановиться, как они начинали тыкаться в стекло, стараясь пролезть сквозь него, так им хотелось на руки, даже лесно. Но больше они не проявляли никакой прыти, только возлежали в непринужденных позах, милостиво озирая людей, забредающих в павильон рептилий. Конечно, от такой жизни они жирели не по дням, а по часам. Мы встревожились. Надо скорее принимать меры, и то будет еще два разрыва сердца. Выход был один, мацион. И теперь по утрам, занимаясь уборкой, Джон выпускал тучную чету в павильон погулять. Первые несколько дней Тегу нам на радость час-другой бродили по павильону. Но затем они открыли путь в черепаший загон, обогреваемый сверху инфракрасной лампой. И едва открылась дверца клетки, как они пыхтя семенили к загону черепах, перебирали через низкую ограду и укладывали спать под лампой. Оставалось только уменьшить им паек. Теперь Тегу питались как вдовствующие герцогини на курорте. Это им, естественно, не нравилось. С печалью во взоре смотрели они через стекло, как другие обитатели павильона, уписывают всякие лакомства, сырые яйца, мясной фарш, дохлых крыс, нарезанные фрукты, но мы были непреклонны и продолжали держать их на диете. Очень скоро Тегу обрели свою былую стройность и сразу стали намного подвижнее. Теперь мы их не ограничиваем в пище, но при малейших признаках полноты придется их снова посадить на диету, пока они не сбросят вес. Единственный житель павильона рептилий, который не выходил из своей весовой категории, сколько бы он не ел, гвианский дракон по имени Джордж, представитель очень интересного рода ящериц, обитающего на севере Южной Америки. У гвианских драконов крупная мощная голова с большими умными глазами, в длину они достигают двух футов шести дюймов, их туловище и хвост напоминают крокодильи. Хвост покрыт мощными пластинами и сверху приплюснут. На спине выступают толстые, похожие на бобы чешуи. Окраска ржаво-коричневая, на морде переходящая в желтоватую. Все гвианские драконы спокойны, уравновешены, и привлекательны. Вот и у Джорджа был очень добродушный и покладистый нрав. Особенно примечательно, как гвианский дракон ест. Еще до получения Джорджа мы постарались прочесть все, что написано об этих ящерицах. Но книги сообщали мало, никаких особых повадок не описывали, и мы решили, что гвианские драконы едят то же, что и любые крупные плотоядные ящерицы. Джорджа мы встретили очень радушно, повосхищались им и почтительно поместили в большую клетку с персональным бассейном, удобство, которое он вполне оценил. Очутившись в клетке, Джордж прямиком отправился в бассейн. В полчаса он просидел в воде, иногда окуная на несколько минут голову и задумчиво разглядывая дно. Вечером ему дали убитую крысу, но он отнесся к ней с явным отвращением. Предложили крохотного цыпленочка, та же реакция. От рыбы он шарахнулся так, будто был страшный яд. Мы пришли в отчаяние. Что еще придумать, чем его соблазнить? И уже решили, что Джордж обречен на голодную смерть. Но тут Джона вдруг осенило. Он сходил в сад, собрал там горсть жирных улиток и бросил их в бассейн. Джордж старственным видом, сидевший на стволе у задней стены своей клетки, наклонил голову и обозрел всплывший на поверхности в ожерелье кузырьков лакомый дар. Потом спустился к бассейну, вошел в воду, с интересом обнюхал улитку. Мы с надеждой следили за ним. Джордж тихонько взял улитку зубами и поднял голову, пропуская добычу глубже в пасть. Тут же я увидел самые поразительные зубы, какие мне когда-либо приходилось встречать у ящериц, отлично приспособленные для того, чтобы есть улиток. Передние зубы сравнительно маленькие, острые, чуть наклонены назад, они служат для захвата добычи. Когда ящерица поднимает голову, моллюск съезжает вниз на большие, прямоугольные, бугорчатые коренные зубы, построение удивительно напоминающее слоновье. Действуя языком, Джордж поместил улитку между мощными коренными зубами и медленно сомкнул челюсти. Раковина хрустнула и лопнула. Тогда он передвинул ее в середину рта, аккуратно собрал языком осколки и выплюнул их, после чего с явным наслаждением проглотил очищенную улитку. Вся процедура заняла полторы минуты. Джордж посидел, облизывая губы черным языком и о чем-то раздумывая, потом наклонился, бережно взял вторую улитку и расправился с ней таким же способом. За полчаса он съел 20 штук. Мы ликовали. Теперь при страсти Джорджа известно, нам будет легко его кормить. Мы всегда радуемся, когда рептилия начинает сама принимать пищу, потому что если она долго отказывается есть, надо применять насильственное кормление, а это дело трудное и неприятное. Многие удавы, прибыв в зоопарк, не едят. Пока они не освоятся, их надо кормить. Нельзя сказать, чтобы мы делали это охотно, ведь у змеи хрупкие зубы и челюсти, того и гляди, что-нибудь сломаешь, и в ротовой полости начнется воспаление. Пожалуй, тяжелее всего нам достались молодые гавиалы. В диком состоянии эти азиатские представители отряда крокодилов питаются рыбой. В отличие от тупорылых аллигаторов и крокодилов с их мощными челюстями, у гавиала челюсти длинные и узкие, вроде клюва, и очень слабые, а зубы совсем уж хрупкие, так и кажется, что они выпадут от одного нашего взгляда. Когда мы получили двух гавиалов, они упорно отказывались от всякой пищи, в том числе и от живой рыбы, которую выпустили в их бассейн. У нас просто сердце обливалось кровью, придется начать принудительное кормление. Мы кормили их целый год по одному разу в неделю, пока они не стали есть самостоятельно. Судите сами, какое это трудоемкое дело. Сперва крепко берешься за хвост и за гривок, поднимаешь гавиала из бассейна и кладешь на какую-нибудь гладкую поверхность. Между челюстями, в самой задней части, где кончаются зубы, ваш помощник втискивает плоскую оструганную чурочку. Как только челюсти немного разомкнутся, вы отпускаете за гривок, осторожно перемещаете руку вперед и просовываете большой и указательный пальцы между челюстями. Это в общем не так сложно, как кажется. Помощник вооружается длинной тонкой палкой и берет миску с сырым мясом или рыбой. Наколов на конец палки кусок мяса, он вводит его в пасть рептилии и проталкивает глотки. Тут наступает самое трудное, потому что у всех членов семейства крокодилов глотка отделяется от ротовой полости подвижной складкой. Это позволяет животному открывать пасть под водой без риска захлебнуться. Пищу надо проталкивать за эту складку, возможно дальше, а потом массировать горло снаружи, пока вы не убедитесь, что пища пошла в желудок. Словом, утомительная процедура и для вас, и для гавиала. Из всех обитателей павильона меньше всего хлопот у нас было с земноводными. Они обычно хорошо едят, и у них не поражают все эти язвы, болячки, паразиты, от которых страдают змеи и ящерицы. А впрочем, и земноводные порой способны поднести вам разнообразие что-нибудь из ряда вон выходящее. Показательный пример нашей пипы. Эти своеобразные животные из гианы буквально ни на что не похожи. Они почти квадратные, по углам торчат ноги, а заостренный выступ между передними ногами обозначает голову. Тело сплющенное, темно-коричневое, почти черное. В общем, вид такой, словно несчастное животное когда-то давно попало в катастрофу и с тех пор медленно разлагается. Но всего поразительнее у этих причудливых созданий способ размножения. Пипа носит свое потомство в кармашках. Во время брачного сезона кожа на спине самки набухает, становится мягкой и рыхлой, это значит, что пипа готова к спариванию. Самец обхватывает самку сверху и та просовывает под него длинный яйцеклад. По мере появления яиц самец оплодотворяет их и вдавливает в рыхлую кожу спины самки. Они уходят туда почти целиком и та частица, которая выдается над кожей, твердеет. Головастики развиваются каждый в своем кармашке, пока не превратятся в крохотное подобие родителей. Когда приходит пора им вылупливаться, твердая крышка отстает, лягушата отталкивают ее и выходят на волю, словно стратонавт из гондолы. Мне однажды посчастливилось видеть, как вылупляются пипы. Я очень захотел проверить, можно ли добиться, чтобы они размножались в зоопарке. Я достал торговца самца и самку и поместил их в павильоне рептилий. Держали мы пип в большом аквариуме, потому что они, в отличие от других жаб, ведут исключительно водный образ жизни. Пипы отлично освоились и десятками пожирали здоровых дождевых червей. Все в порядке, решил я. Остается лишь ждать, когда появится потомство. Однажды утром пришел Джон и сказал, что одна из пип явно ушибла себе живот. Вот только непонятно каким образом. Я осмотрел пипу, но обнаружил не синяк, а громадный кровяной пузырь. Что делать? Будь это наземные животные с сухой кожей, я бы смазал пораженный участок пеницелином. Через сутки обе пипы погибли, причем вся кожа у них была усеяна красными пузырьками с кровью и слизью. Я отправил их на вскрытие и получил ответ, что они были убиты таинственной болезнью, называемой красная нога. Чутье подсказывало мне, что виновата вода в аквариуме. Мы держали их в обыкновенной водопроводной воде, правда с кислой реакцией. Я приобрел новую чету, и мы поместили ее в прудовую воду. Пока что все идет хорошо, обе пипы процветают. Надеемся получить потомство, если только они не выдумают мне на зло еще какую-нибудь каверзу. Другое земноводное с почти таким же интересным способом размножения толстенькая черно-зеленая сумчатая лягушка. Нам привезли из Эквадора пять штук этих очаровательных маленьких лягушек. Они отлично прижились, ели за десятерых, но размножаться не собирались. Тогда мы перевели их в резервуар попросторнее, где и воды, и земли было побольше, и дело пошло на лад. В обычное время сумка в нижней части спины лягушки едва заметна. Надо пристально смотреться, чтобы разглядеть узкую полоску с неровным краем, словно на коже была ранка, и теперь остался шрам. Но когда подходит брачная пора, щель сразу становится заметнее. Лягушки поют друг для друга, и наконец самки, забравшись в укромные углы, проделают очень странный маневр. Невероятно изгибаясь, закидывают на спину то одну, то другую заднюю ногу, просовывают пальцы в сумку и растягивают кожу. И уже после того, как сумка хорошо растянута, они готовы к спариванию. Каким способом яйца попадают в сумку, для меня по-прежнему остается загадкой, потому что этот момент я прозевал. Я даже не успел опомниться, как сумка была набитой икрой через край, а лягушка выглядела так, будто ее выпотрошили. Самка вынашивает икру, пока не почувствует, что головастиком пора вылупливаться. Тогда она забирается в воду, из желатинообразных икринок выходят на волю головастики и расплываются в разные стороны. После этого мать ими больше не интересуется. Оказалось, что головастики хорошо едят кусочки сырого мяса и белых червей, тех самых, которых разводят на корм рыбкам любителей аквариумов. Когда у лягушат отросли ноги и они выбрались на сушу, мы стали скармливать им плодовых мушек и мелких дождевых червей, а потом они перешли на мух, обыкновенных и мясных. Разводить амфибий куда проще, чем рептилий. Не надо думать о влажности. Рептилии откладывают яйца в скорлупе, напоминающей пергамент. У одних она твердая, у других мягче. Если в клетке неподходящая температура, если влажность воздуха чрезмерна или недостаточно, содержимое яйца либо высохнет, либо заплесневеет. Нам иногда удавалось довести до вылупливания яйца рептилий, но вообще-то шансов на успех один из девяносто. Мы очень гордились, когда вывелись детюнуши у греческой черепахи. Греческая черепаха, наверное, одно из самых распространенных комнатных животных, и в неволе она прилежно откладывает яйца, но из них редко выходят детеныши. Когда у нас появилась очередная партия яиц, Джон, решив, что ее постигнет та же судьба, как и все предыдущие, не стал себе морочить голову, а попросту закопал их в песок на дне клетки. Температура вроде бы подходящая, шли недели, и в конце концов он совсем забыл про яйца. Велико уже было наше удивление, когда однажды утром увидели в клетке прогуливающуюся черепашонка. Джон позвал меня, и мы вместе выкопали остальные яйца. Из шести штук четыре были в процессе вылупливания. Один детеныш почти выбрался на волю, еще три только-только начинали разламывать скорлупу. Чтобы удобнее было наблюдать, мы положили их в небольшой аквариум на блюдце с песком. Яйца были величиной с мячик для настольного тенниса, и такие же круглые. Для малышей выбраться из заточения явно было нелегко, очень уж оболочка плотная. Нам хорошо был виден черепашонок, который преуспел больше других. Он все время крутился, расширяя выход то передними, то задними ногами. На носу у него был маленький роговой клюв, о котором пишут, будто им черепашата пробивает первую брешь в скрупе. Позже он отваливается. Я не видел, чтобы детеныш пользовался своим клювом. Он всю тяжелую работу выполнял ногами и часто делал передышку, чтобы набраться новых сил. Три четверти часа трудился черепашонок, наконец скорлупа лопнула посередине, и он пополз по песку, неся одну половину яйца на спинном щитке, словно шляпу. Сразу после того, как черепашата вылупились, щиток у них был мятый, очень мягкий и рыхлый, величиной с двухшиллинговую монету, но уже через час с небольшим произошла перемена, будто их накачали велосипедным насосом. Плоский прежде панцирь наполнился и принял красивую выпуклую форму. Он выглядел твердым, хотя на самом деле был все еще мягок, как влажный картон. Теперь черепашата были настолько крупнее яйца, что не вылупись они у меня на глазах, я не поверил бы, что они вышли из такой тесной тюрьмы. У вылупившихся детенышей когти были длинные и острые. Это очевидно помогало им разламывать скорлупу. Потом когти очень быстро источились до обычной длины. Я наблюдал за вылупливанием несколько часов и не пожалел о потраченном времени. Усердные круглые черепашата заслужили мое искреннее восхищение, ведь это было совсем нелегко выбраться из яйца. Особенно забавно было смотреть, как крохотная рептилия, поработав задними лапами, поворачивалась в скорлупе кругом и высовывала наружу крохотную, сморщенную, слегка печальную рожицу, словно хотел убедиться, что внешний мир никуда не исчез, и так же заманчив, каким он был, когда она его обозревала в прошлый раз. То, что из яиц вывелись детеныши, было, конечно, для нас большой удачей, но еще замечательнее, что в эти дни у меня гостил иллюстратор этой книги Ральф Томпсон, и ему удалось от начала до конца зарисовать, как шло вылупливание. И хотя очки Ральфа все время запотевали из-за высокой температуры в павильоне рептилий, он, по его словам, получил истинное удовольствие. Глава четвертая Клавдий в посудной лавке «Уважаемый мистер Даррелл, вы набиваете чучела для своих животных? Если хотите, я могу делать это для вас, у меня большой опыт в набивке чучел». Когда приобретаешь новых животных, прежде всего надо помочь им освоиться. Пока клетка не стала для них вторым домом, и пока они не научились вам доверять, нельзя считать эту задачу решенной. Способы ее решения многообразны, для каждого вида свои. Иногда выручает какой-нибудь особенно вкусный корм, который помогает животному забыть про свой страх перед Вами. Если речь идет об очень нервных животных, полезно завешивать клетку мешковиной или ставить ящик, где они могут прятаться, пока не привыкнут к вам. Чтобы внушить животному доверие, приходится подчас прибегать к самым неожиданным средствам. Показательный пример – наши хлопоты стопси. В холодный зимний день я зашел к одному торговцу животными в Северной Англии посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного для нашего зоопарка. Обходя лавку, я вдруг увидел в углу темную сырую клетку, из которой на меня смотрела жалкая и трогательная рожица, угольно-черная, с блестящими от невысыхающих слез глазами, обрамленная рыжевато-коричневой шерстью, короткой и густой, как ворс на дорогом ковре. Приглядевшись, я убедился, что рожица принадлежит детенышу шерстистой обезьяны, одного из самых прелестных приматов Южной Америки. Малютке было от силы несколько недель, ее никак нельзя было отнимать от матери. С несчастным видом обезьянка съежилась на полу, она дрожала, кашляла, у нее текло из носу и шерсть была тусклая, слившаяся от грязи. По виду и запаху клетки я понял, что у обезьянки энтерит и кроме того простуда, если не воспаление легких. Разумному человеку не пришло бы в голову купить такое животное, но малютка устремила на меня большие, полные отчаяния темные глаза и я пропал. На вопрос, сколько стоит обезьянка, торговец ответил, что никак не может продать ее мне, ведь я хороший покупатель, а детеныш несомненно обречен. Я ответил, что надежд действительно мало, но если он мне отдаст обезьянку и она выживет, я за нее заплачу, не выживет, не заплачу. Торговец неохотно согласился. Посадив жалобно скулившего детеныша высланный соломо-ящик, я поспешил на джерси. Если не заняться обезьянкой немедленно, она погибнет. А может быть и теперь уже поздно. Мы сразу же поместили обезьянку, кто-то назвал ее топси, в теплую клетку и обследовали. Прежде всего ей надо было впрыснуть антибиотик и витамины, чтобы справиться с энтеритом и простудой. Затем почистить испачканную испражнениями шерсть, иначе может развиться парша и обезьянка вся облезет. Но самое главное надо было убедить топси, чтобы она позволила все это проделать. Большинство обезьянных детенышей буквально за несколько часов привязываются к человеку, выступающему в роли приемного родителя. И с ними никаких хлопот. Однако у топси сложилось о людях явно самое невыгодное впечатление. Стоило нам открыть дверь ее клетки, как начиналась дикая истерика, на какую способны лишь шерстистые обезьяны. Применишь силу, будет еще хуже, а лечить-то ее все-таки надо, не то она погибнет. И вдруг нас осенило. Если топси не признает нас как приемных родителей, может быть она признает кого-нибудь еще, скажем, плюшевого мишку. Большой уверенности в успехе не было, но ведь что-то надо испробовать. И мы купили мишку. У него была славная, хотя и несколько глуповатая морда, а ростом он почти не отличался от матери топси. Мы посадили его в клетку и стали ждать. Сперва топси держалась в стороне, но потом любопытство взяло верх, и она потрогала мишку. Обнаружив, что он уютный и пушистый, обезьянка тотчас прониклась к нему расположением и через полчаса уже обнимала его с пламенной нежностью. Трогательно было на нее смотреть. С этой минуты топси словно подменили. Она почти все время держалась за своего плюшевого мишку руками, ногами и хвостом. Люди ее теперь не пугали. Мы попросту вытаскивали из клетки мишку с прочно прилипшей к нему топси, и она позволяла делать с собой все, что угодно. Ей сделали уколы, почистили шерстку, и через несколько дней все пошло на поправку. Ее было не узнать. Правда, тут возникла другая проблема. С каждым днем плюшевый мишка становился все грязнее. В конце концов мы решили извлечь его из клетки топси, чтобы помыть и продезинфицировать. Обезьянка была страшно недовольна, когда у нее забрали медведя и подняла невероятный виск. Из всего обезьяньего племени у шерстистых обезьян самый громкий и резкий голос, и он пронизывает вас насквозь, от него кровь стынет в жилах. Это похоже на скрежет ножа о тарелку, усиленный в миллион раз. Мы заткнули уши, думая, что топси сама замолчит минут через десять, когда убедится, что Мишку таким способом не вернешь. Но топси не замолкала. Она оголосила без перерыва все утро, и когда подошло время ленча, от наших нервов остались одни клочья. Пришлось сесть в машину и мчаться в город. Мы объехали все магазины игрушек, пока не нашли Мишку очень похожего на топсиного любимца и спешно вернулись с ним в зоопарк. Как только новый Мишка оказался в клетке, топси сразу перестала голосить, радостно взвизгнула, бросилась к нему, крепко обхватила всеми конечностями и уснула глубоким сном предельно утомленного существа. После этого Мишки стали чередоваться. Пока один мылся, другой играл роль приемной матери, и такой порядок превосходно устраивал топси. Но потом топси стала совсем большая, переросла своих плюшевых Мишек, и пришла пора отучать ее от них. Ей предстояло перейти в большую клетку к другим шерстистым обезьянам, а туда нельзя брать с собой Мишек. И вообще пусть привыкает жить в обществе. Мы выбрали ей в товарищи крупную рыжеватую морскую свинку, которую отличали миролюбивый нрав и полное отсутствие мозгов. Сперва топси не обращала на нее внимания, кроме тех случаев, когда морская свинка слишком близко подходила к ее драгоценному Мишке. Тут преступнице доставалось за трещину. Но вскоре топси открыло, что с морской свинкой спать еще уютнее, чем с плюшевым Мишкой, так как у нее есть свое центральное отопление. Сама морская свинка это был самец, которого мы для краткости называли Гарольд. Мне кажется, о таких вещах не задумывалось. Мысли Гарольда, если у него вообще были какие-нибудь мысли, вращались всецело вокруг пищей. Проверять съедобность всего, на что он натыкался, в этом Гарольд видел смысл своей жизни. И вряд ли ему нравилось, что какая-то деспотичная шерстистая обезьяна срывает столь важное дело. А у топси был строгий распорядок. Когда ложиться, когда вставать, играть и так далее. И она вовсе не собиралась приноравливать его к трапезам Гарольда. Только он найдет приличный кусок моркови или чего-нибудь еще в этом роде, как топси, решив, что пора спать, схватает его за заднюю лапу и самым бесцеремонным образом тащит высланный соломой ящик. Мало того, топси взбиралась Гарольду на спину, обхватывала его всеми конечностями, чтобы он не сбежал, и погружалась в глубокий сон. Ну, прямо жакей перерос так, на маленькой тучной каурой лошадки. И еще одно отравляло жизнь Гарольда. Топси вбила себе в голову, что с ее помощью он будет скакать по ветвям так же прыгка, как она сама. Надо только втащить его наверх, а там уж он покажет себя превосходным верхолазом. Но вот как оторвать его от земли такого жирного, тяжелого, нерасторопного? Притом оторвать одной рукой, ведь второй надо держаться. Поднатужившись, она зажимала его подмышкой и лезла по сетке вверх, но уже через несколько дюймов Гарольд выскальзывал и шлепался на пол. Бедняга Гарольд, тяжело ему приходилось. А зато мы добились своего, и Топси вскоре забыла про своих плюшевых мишек. Можно было переводить ее в большую клетку к другим шерстистым обезьянам, а Гарольд вернулся в загон морских свинок. Одна мартышка из Западной Африки по имени Фред тоже причинила нам порядочно хлопот, прежде чем прижилась. Это был взрослый самец, крупнейший из всех виденных мной представителей рода красных мартышек. Жил он у одной семьи в Англии как комнатное животное. Для меня остается загадкой, каким образом они ухитрились вырастить его так, что за все это время он их ни разу не укусил. А ведь у него были длинные, больше двух дюймов и острые, словно бритва клыки. Нам говорили, будто вплоть до своего переезда к нам Фред каждый вечер заходил в гостиную своих хозяев и смотрел телевизор. Но больше всего нас потряс его наряд. Хозяева напялили на Фреда вязаный джемпер ужасного красного цвета, каким у нас в Англии красят почтовые ящики. А так как у красной мартышки от природы густая ярко-рыжая шерсть, получилось такое сочетание красок, от которого жмурились даже самые нетребовательные к моде служащие нашего зоопарка. Беда в том, что Фред скучал по телевизору и прогулкам на автомашине. А поскольку с его точки зрения он лишился этих удовольствий из-за нас, то Фред с первой минутой возненавидел всех, ни для кого не делая исключения. Стоило кому-нибудь приблизиться, как он бросался на сетку и яростно тряс ее, скаля зубы в свирепой гримасе. И ведь до тех пор, пока он не проникнется к нам доверием и симпатией, будет ли это когда-нибудь? С него не снимешь ужасного одеяния. А Фред сидел себе на ветвях в своем красном джемпере и даже не думал прощать нас. Между тем джемпер с каждым днем становился грязнее и непригляднее. И наш Фред был похож теперь на обитателя самых жалких трущок. Каким только уловком мы не прибегали, чтобы освободить его от далеко негигиеничной одежды. Все напрасно. Он очень ею гордился и с возмущением отвергал наши попытки раздеть его. Может быть подождать, пока шерсть сгниет и джемпер сам свалится? Но он явно был связан из очень прочной шерсти. Не один год пройдет прежде чем износится. Выручил нас случай. Наступила сильная жара, температура в павильоне млекопитающих сразу подскочила. Первое время Фред был только доволен, но затем и он не выдержал. Мы заметили, что мартышка нерешительно подергивает свой джемпер, а на следующее утро мерзкое одеяние аккуратно висело на суку в клетке, и нам удалось длинной палкой снять его. С той поры нрав Фреда начал меняться, что ни день все спокойнее. Полностью доверять ему пока еще нельзя, но во всяком случае вражда его к людям теперь поумерилась. Нелегко пришлось нам на первых порах и с малобарской белкой. Имя ее было Мелисент. Малобарские белки уроженки Индии. Это самые крупные из всех белок, они достигают около двух футов в длину, сложение у них крепкое, хвост длинный и пушистый. Шерсть на груди и животе шафранно-желтая, на спине темно-рыжая, на ушах словно черные лоскутки торчат большущие кисточки. Как и положено белкам, малобарки очень живые, быстрые, любопытные, но ими не владеет страсть грызть все подряд. Мелисент, конечно, была исключением. Она полагала, что крупные, ярко-оранжевые парные резцы даны ей природой лишь для того, чтобы сокрушать ими клетки. Это вовсе не значит, что она рвалась на волю. Проделав здоровенную дыру в одной стенке, Мелисент переходила к другой и снова принималась за работу. Мы ухлопали кучу денег на починку, пока не догадались обить изнутри клетку железом. А чтобы не лишать Мелисент физических упражнений, мы клали ей в клетку большие чурбаны, которые она обрабатывала как электропила. Когда мы получили Мелисент, ее никак нельзя было назвать ручной. Она молниеносно вонзала вам в палец зубы, если вы по глупости предоставляли ей такую возможность. Сколько мы ее не задабривали грибами, желудями и прочими лакомствами, Мелисент оставалась все такой же серепой. Видно, она принадлежала к тем животным, которых просто нельзя приручить. Но тут произошла странная вещь. Однажды мы увидели белку на полу клетки в обмороке. Осмотрели ее? Никаких видимых симптомов. Когда у моих зверей появляется какое-нибудь загадочное недомогание, я, во-первых, ввожу больному антибиотики, а, во-вторых, держу его в тепле. Мелисент сделали укол, затем ее перевели в павильон рептилий, единственное помещение, где мы топили летом. Дело пошло на поправку, но белка уже не проявляла прежней прыти, а главное, у нее совсем переменился нрав. Из яростного человека-ненавистника Мелисент вдруг превратилась в такого друга хомо сапиен, что мы и диву давали. Стоило открыть дверь клетки, как накидалась нам на руки, нежно покусывала пальцы, внимательно заглядывала в глаза, ее длинные усы дрожали от волнения. Лежать на руке, как на ветке, стал ее страстью. Она могла так дремать часами, только бы позволили. Теперь, когда Мелисент исправилась, ее по утрам выпускали из клетки гулять по павильону рептилий. Очень скоро она открыла, что в черепашьем загоне есть все, что может пожелать почтенная малобарская белка. Инфракрасная лампа, излучающая приятное тепло, спины гигантских черепах, где можно отлично посидеть, вдоволь плодов и овощей. Важные рептилии тяжело двигались по своему загону, а Мелисент каталась на них верхом. Только черепаха найдет заманчивый кусок и вытянет шею, чтобы подобрать его, как белка прыгает на пол, хватает лакомства и возвращается с добычей обратно на панцирь, оставив рептилию в полной растерянности. Наверное, гигантские черепахи были рады радешеньке избавиться от Мелисент, когда мы вернули ее после полного извлечения в павильон мелких млекопитающих. Что не говори о таскать лишний груз на своем и без траво тяжелом панцире мало радости. Да и каково это для черепашьих нервов, когда из-под носа постоянно исчезают самые лакомые куски. Отловленные дикие животные, в отличие от выкормленных человеком, осваиваются в неволе все по-разному. Одним на это нужен изрядный срок, другие с первой минуты держат так, словно родились в зоопарке. Нам прислали двух бурых шерстистых обезьян, только что полученных прямо из Бразилии. Самец был великолепный, лет двенадцати четырнадцати, вполне развитой. Это нас не очень радовало, потому что взрослые обезьяны с трудом привыкают к неволе, а то даже чахнут и погибают. Мы поместили обезьян в клетку, принесли им фруктов и молока. Увидев пищу, самец сразу оживился, и только открылась дверца, как он сам подошел и принялся есть и пить из мисок, не дожидаясь, когда их поставят на пол. Можно было подумать, что он знает нас давным-давно. С первого дня этот самец стал совсем ручным, хорошо ел и явно был доволен жизнью на новом месте. Многие животные, пока не приживутся, всячески пытаются вырваться из клетки, не потому, что мечтают о воле, а просто скучают по старой обители, по транспортной клетке, которой успели привыкнуть и считают ее своим домом. Помню, как один зверь, переведенный нами из тесного транспортного ящика в просторную удобную клетку, три дня старался выйти из нее. Когда ему это, наконец, удалось, он прямым ходом отправился в свой старый ящик. Там его и нашли. Единственное, что мы могли придумать, поставить ящик в клетку. Наш зверь использовал ее как в спальню и благополучно освоился. Конечно, есть и такие животные, которые, вырвавшись на свободу, способны причинить вам немало неприятностей. Надолго мне запомнится ночь, когда южноамериканский топир Клавдий ухитрился сбежать из своего загона. Вечером его покормили, потом служащий запер замок, а прозасов забыл. Совершая ночной обход своей территории, Клавдий с радостью обнаружил, что калитка, эта нерушимая твердыня, поддалась, едва он ткнул ее носом. Ночь показалась топиру самой подходящей для короткой вылазки в окрестности зоопарка. Кругом царил кромешный мрак и хлестал прямо-таки тропический лирий. Было четверть двенадцатого, мы уже собирались ложиться спать. Вдруг к дому подъехал немного взволнованный и совершенно промокший автомобилист и принялся стучать в дверь. Стараясь перекричать гул дождя, он сообщил, что сию минуту в свете фар видел крупное животное, наверное, из нашего зоопарка. Как выглядит зверь? Ну, что-то вроде шотландского пони, но слегка изуродованный и со слоновым хоботом. У меня сердце оборвалось. Я слишком хорошо представлял себе, как далеко способен ускакать Клавдий, если не принять срочных мер. Не очень-то приятно бегать под дождем без пиджака, в домашних туфлях, но одеваться было некогда. Клавдия обнаружили на чужом участке по соседству. Надо поскорее перехватить его, а потом ищи свищи. Я поспешил в коттедж и поднял служащих. Они выскочили под дождь тоже в ночном одеянии, и мы помчались к полю, в просторах которого, по словам автомобилиста, скрылся наш беглец. Поле это принадлежало самому кроткому и долготерпеливому из наших соседей, Леонарду Дюфю. Поэтому я твердо решил сделать все, чтобы Клавдий не натворил бед в его владениях. Но тут вдруг с ужасом вспомнил, что на участке, где мы собрались ловить Клавдия, Леонард недавно посадил анимоны. Я живо представил себе, что будет с аккуратными рядами хрупких растений после того, как там порезвится 400-фунтовый топир. Тем более, что наш Клавдий из-за своей близорукости вообще плохо разбирал дорогу. Мокрые насквозь мы добежали до участка и окружили его. Так и есть. Клавдий был тут. И сразу видно, что он целую вечность так не наслаждался. Погода для него лучше не придумать. Да и что может быть краше доброго ливня? Клавдий стоял словно римский император под душем после попойки, задумчиво жуя пучок анемонов. Увидев нас, Тапир издал в знак приветствия какой-то чудной виск, будто провели мокрым пальцем по воздушному шару. Было ясно, что он очень рад нас видеть и приглашает вместе с ним совершить ночную прогулку. Однако среди нас не нашлось на это охотников. Мы промокли до костей, продрогли и хотели только поскорее загнать Клавдия обратно. В отчаянии прокричав дрожащим голосом, «Не наступайте на цветы!» Я вывел свой отряд топироловов на исходную позицию для атаки, и мы с грозным видом пошли на Клавдия. Он посмотрел на нас и понял по нашему виду жестом, что мы не одобряем его полуночных увеселений в дождь на чужих участках. Ну что же, придется ему нас покинуть? Схватив еще пучок анимонов, Клавдий галопом помчался по полю, оставляя за собой широкую черную полосу. Можно было подумать, что тут прошел взбесившийся бульдозер. Облепленные грязью, мы кинули за ним вдогонку, скользя и спотыкаясь в ночных туфлях. Разве тут разбежишься, если ноги вязнут в грязи, и вы к тому же стараетесь не наступать на цветы? Помню, труся среди грядок, я мысленно наказал себе попросить Леонарда впредь сажать цветы пореже, тогда нам легче будет ловить сбежавших животных. Как не безжалостно обошелся Клавдий с цветами, худшее было впереди. Мы-то надеялись выгнать его на соседнее поле, где было пастбище, а он вдруг круто повернул и ринулся прямо в сад, прилегающий к усадьбе Леонарда Дюфю. На секунду мы застыли на месте. Вода лилась с нас ручьями. «Ради Бога!» возвал я. «Выгонить это мерзкое животное из сада, пока оно все там не испортит!» Не успел я договорить, как раздался звон стекла. Ну, конечно, этот близорукий Клавдий, мчась, как всегда, на пролом, сокрушает стеклянные колпаки, которыми Леонард накрыл нежные ростки. Пока мы собирались с мыслями, Тапир уже решил, что в саду Леонарда совсем неинтересно, пробил зияющую брешь в артистически подстриженных кустах живой изгороди и резвой рысцой скрылся в ночи. Курс, который он теперь избрал, не сулил нам ничего хорошего. Впереди было небольшое озерко, и Клавдий бежал прямо к нему. Тапиры превосходные пловцы, они очень любят воду и могут подолгу нырять. Разыскивать Тапира в мутном водоеме площадью в четыре акра, да еще в дождь, да еще в такую тьму, это потруднее, чем искать иглу в стоге сена. С удвоенной энергией бросились мы в погоню и в последнюю секунду настигли Клавдия. Я увидел перед собой его круглый зад, сделал отчаянный бросок и ухитрился схватить беглеца за заднюю ногу. Через тридцать секунд я пожалел, что не промахнулся. Лихо брыкаясь, Клавдий легнул меня в висок так, что из глаз у меня посыпались искры. Он опять перешел на голоб, а я постыдно волочился за ним по грязи. Но к этому времени я настолько промок, настолько продрог так вымазался и так разозлился, что мне было на все наплевать. Я впился в него как моллюс, которого никакие волны не могут оторвать от камня, и моя настойчивость была вознаграждена. Мне удалось затормозить бег Клавдия, а тут как раз подоспели остальные и вцепились в разные части его тела. Надо сказать, что у Тапира буквально не за что ухватиться. Уши маленькие, не удержишь, хвост крохотный, гривы вовсе нет, только за ноги еще кое-как можно взяться, а жирные ноги Клавдия стали теперь совсем скользкие от воды. И все же, сколько он не брыкался, не легался и не фыркал, выражая свое негодование, мы не отставали от него. Сорвется рука у одного, и вот тот час сменит другой. В конце концов, Клавдий решил, что с нами надо бороться иначе. Он вдруг перестал прыгать и лег, все время поглядывая на нас. Мокрые, измученные, мы стояли вокруг него и растерянно смотрели друг на друга. Пять человек и упрямый топир весом в 400 фунтов. Нести его нам было не под силу, а Клавдий явно не собирался облегчать нам задачу. На его тупой и упрямой морде было ясно написано «Хотите вернуть меня в зоопарк? Будьте любезны нести». Но откуда же нам взять подкрепление? Положение казалось безвыходным. Однако, как не упрям был Клавдий, я был еще упрямее. Один из членов моего промокшего насквозь отряда сходил в зоопарк за веревкой. Конечно, надо было сразу догадаться взять с собой такое необходимое орудие лова, но я простак думал, что загнать Клавдия домой не труднее, чем козу. Мы крепко обвязали веревкой шею Клавдия, стараясь, конечно, не задушить его. Правда, кто-то из моих мокрых помощников пробурчал, что скользящий узел сейчас был бы в самый раз. Двое взяли за веревку, двое ухватили топиро за уши, еще один за задние ноги, все вместе поднатужились и прокатили Клавдия, словно тачку, футов на десять, после чего он снова шлепнулся на землю. Сделав короткую передышку, мы опять впряглись, протащили беглеца еще на десять футов, при этом один из самых рослых и грузных членов нашего отряда отдавил мне руку ногой, и я к тому же еще потерял туфлю. Еле переводя дух, совершенно подавленные, мы сели отдохнуть под проливным дождем. Всем хотелось курить, а еще хотелось, чтобы лучше уж не было бы на свете этих топиров. Поле, посреди которого все это происходило, было широкое и грязное. В полночный час, исхлестанное дождем, оно напоминало старый заброшенный танкодром, где танки уже не могут ходить. Должно быть, на всем острове Джерси больше нигде не было такой густой и клейкой грязи. Полтора часа пришлось нам перетаскивать Клавдия в свои владения, и после этой операции мы чувствовали себя так, как, наверное, чувствовали себя древние строители Тунхенджа. Просто чудо, что никто из нас не нажил грыжи. Наконец нам удалось перетащить Клавдий через Межу на территорию зоопарка. Здесь мы хотели сделать еще одну передышку, но Клавдий решил, что раз уж его возвратили в зоопарк и, вне всякого сомнения, во дворят обратно в загон, ему незачем мешкать. Он вдруг встал и рванулся вперед, как ракета. Мы напрягли все силы, чтобы не выпустить его из рук. «Как же так, скажете вы? Полтора часа люди всячески пытались заставить Тапира идти, а теперь изо всех сил удерживают его. Но если отпустить этого толстяка, он, конечно, помчится, не разбирая дороги, врежется, чего доброго, в гранитную арку и разобьется насмерть. Мы пристали к Тапиру, как прилипалы к несущейся куле и были счастливы, когда нам удалось без дальнейших заключений загнать на место этого своевольного рысака. Грязные, продрогшие, все в садинах. Мы разошлись наконец по своим спальням, чтобы восстановить силы. Я решил принять горячую ванну. Нежесть в воде. Я вдруг подумал сквозь дрему, что самое худшее еще впереди. Завтра утром надо звонить Леонарду Дюфю и как-то извиняться за пол акра вытоптанных анимонов и двенадцать разбитых стеклянных колпаков. От Джеки как всегда нечего было ждать сочувствия. Она подошла к ванне, где в приятном тепле было простерто мое инертное тело, поставила в пределах моей достигаемости добрый стаканчик виски и сухо подвела итог нашему ночному подвигу. Сам виноват. Дался тебе этот проклятый зоопарк? Глава пятая. Доктор, помогите. Уважаемый мистер Даррелл, я не знаю другого такого жестокого человека, как вы. Все твари божьи должны быть свободными, а вы их заточаете, нарушая его волю. Вы человек или дьявол? Будь на то моя власть, сидеть бы вам в тюрьме до конца жизни. Держите ли вы свиноферму, птицеферму, звероферму или зоопарк? Вы должны быть готовы к тому, что ваши животные могут получить ушибы, раны, болезни и в конечном счете их постигнет смерть. Но для фермера смерть животного совсем не то, что для владельца зоопарка. Человек приходит на свиноферму, спрашивает, куда делать белая свинья с черными ушами, ему отвечают, что ее продали на забой. И он примиряется с этим фактом. Тут уж ничего не поделаешь, это свиной рок. Тот же человек приходит в зоопарк, проникается к какому-нибудь животному, постоянно его навещает, но однажды не застает свою любимца на месте. Животное умерло, говорят посетителю. Тотчас рождаются самые мрачные подозрения. Как о нем заботились, хорошо ли кормили, был ли вызван ветеринар и так далее и в том же духе. Вполне можно подумать, что следователь допрашивает подозреваемого в убийстве. Разумеется, чем привлекательнее было животное, тем назой левее расспросы. Словно для этих людей гибель или забой свиней, норок и кур дело обыденное, тогда как диких животных они считают чуть ли не бессмертными существами, которых только ваше грубейшее небрежение может отправить на тот свет. Это очень осложняет вам жизнь. Ведь как бы вы не холили животных, как бы их ни кормили, потерь избежать нельзя. Заболевание диких животных почти неведомая область, где могут заблудиться даже квалифицированные ветеринары. Вы по большей части действуете, если не вслепую, то в полутьме. Животное может заболеть в зоопарке, а может и привести болезнь с собой, да еще какую-нибудь особенно скверную тропическую болезнь. Показатель в случае с Луэ, крупной самкой черного гиббона с белыми руками. Луэ прислал нам один друг из Сингапура, где она была главной достопримечательностью в небольшом зверинце, принадлежавшем военно-воздушным силам. Судя по тому, как она боялась людей, особенно мужчин, жилось ей там не сладко. Мы поместили ее в просторную клетку в павильоне млекопитающих, надеясь, что добром и лаской сумеем завоевать ее доверие. Месяц все шло хорошо. Луэ великолепно ела, даже позволяла нам гладить ее руку сквозь сетку, а по утрам будила нас удалыми криками, громким стакката, которая под конец переходила в какое-то идиотское хихиканье. Но вот однажды утром Джереми доложил мне, что Луэ хандрит. Мы вместе отправились к ней. Съежившись, обхватив тело своими длинными руками, обезьяна сидела в углу клетки, и вид у нее был самый жалкий. Она уставилась на меня глазами полными тоски. Что же с ней такое? На простуду не похоже. Руки и ноги у нее гнутся нормально. Вот только моча густо окрашена и едко пахнет. Видимо, что-то с внутренними органами. Надо применить антибиотик. Мы всегда предпочитаем тетрамицин. Он приготовлен в виде густой и сладкой красной микстуры, от которой, как мы убедились, не откажется ни одно животное. Некоторые обезьяны готовы поглощать ее галлонами, только дай. Но Луэ было до того скверно, что она даже не захотела попробовать лекарство. В конце концов нам с большим трудом удалось приманить ее к сетке, и я вылил ей на руку чайную ложку микстуры. Для таких подвижных древесных обитателей, как гиббоны, передние конечности естественно играют огромную роль, и Луэ всегда тщательно следила за чистотой своих рук. А тут ей плеснули на шерсть какой-то густой липкой жидкостью. Этого Луэ не могла стерпеть и принялась облизывать руку, останавливать, чтобы оценить вкус. Как только Луэ привела в порядок свою шерсть, я просунул сквозь сетку вторую ложку третромицина. Слава Богу, она ее жадно выпила. Три дня я продолжал лечение, но толку было чуть. Луэ отказывалась есть и все больше слабела. На четвертый день я случайно заметил, что рот у нее внутри ярко желтый. Неужели желтуха? Это очень странно. До сих пор я не слышал, чтобы обезьяны болели желтухой. На пятый день Луэ тихо скончалась. Чтобы проверить свой диагноз, я отправил трупик на вскрытие. Ответ был очень интересным. Луэ в самом деле умерла от желтухи, вызванной филярией, отвратительнейшей тропической болезнью, поражающей печень и нередко приводящей к слепоте и к элефантиазису. Что бы мы не предпринимали, Луэ была обречена с самого начала. Интересно, что к нам она приехала без малейших симптомов болезни, напротив, казалась вполне здоровой. Вот в этом-то и заключается трудность врачевания диких животных. Многие из них, можно сказать, таят свою болезнь, первые признаки недуга проявляются только тогда, когда уже ничего или почти ничего не сделаешь. Помню случай с одной печугой. Сразу после восхода солнца она хорошо поела, потом все утро весело щебетала, а в три часа дня уже была мертва, и до последней минуты никто не заметил ничего неладного. Некоторые животные даже при самых ужасных недугах выглядят совершенно здоровыми, отлично едят и резвятся. Словом, все как будто в порядке, и вдруг однажды утром вы замечаете признаки недомогания и не успеваете даже опомниться, как животное уже мертво. Но и в тех случаях, когда симптомы очевидны, надо еще разобраться в чем дело. Ветеринарный справочник тут не выручит, в нем можно найти несколько сот подходящих к описанию болезней, и каждая требует особого лечения. Есть от чего прийти в отчаяние. Обычно способ лечения находишь опытным путем. Иногда при этом бывают поразительные результаты. Взять, например, так называемый ползучий паралич, страшную болезнь, поражающая преимущественно обезьянного света. Когда-то от него не знали никакого средства. Это был подлинный бич, гроза любого обезьянника. Первые симптомы болезни совсем незначительны. У животного лишь плоховато гнутся бедренные суставы. Но уже через несколько дней вы замечаете, что обезьяна перестает двигаться, сидит на одном месте. Это следующая стадия, когда обе задние конечности парализованы, но еще сохраняют чувствительность. Постепенно паралич распространяется, пока не охватит все тело. Прежде, если болезнь достигла этой стадии, оставалось только усыпить животное. мы потеряли из-за ползучего паралича несколько красивых и ценных обезьян. Чего только я не перепробовал, пытаясь их вылечить. Делал массаж, менял стол, впрыскивал витамины, все напрасно. Мне было досадно, что я не могу найти средства против этого гнусного недуга. Больно было смотреть, как он с каждым днем все сильнее одолевает обезьяну. Как-то я заговорил об этом со своим другом ветеринаром. Мне казалось, сообщил я, все дело в питании, однако мои попытки подобрать правильный стол ничего не дали. Немного поразмыслив, ветеринар сказал, что может быть обезьянам не хватает фосфора. Пусть даже фосфор есть в пище, но организм его почему-то не усваивает. Если дело в этом, надо впрыскивать витамин Д3. И в следующий раз, когда у одной из наших обезьян появились первые признаки паралича, ее вытащили из клетки и, как негромко она возмущалась таким обращением, впрыскили Д3. Затем я неделю внимательно наблюдал за ней, радуясь, что ей явно становится лучше. В конце недели ей сделали второй укол, и через 14 дней она была совсем здорова. После этого я взялся за великолепную красную мартышку из Западной Африки. У нее паралич начался давно, она уже вовсе не двигалась, и чтобы кормить ее, приходилось поднимать ей голову. «Если и тут поможет Д3», решил я, эффективность лечения будет доказана. Удвоив обычную дозу, я сделал укол. Три дня спустя мартышка снова получила двойную дозу витамина. Через неделю моя пациентка сама поднимала голову во время кормления, а через месяц полностью исцелилась. Поистине замечательное средство. Не оставалось никакого сомнения, что в Д3 заключено спасение от паралича. Теперь, если какая-нибудь из наших обезьян начинает волочить ноги, у нас больше не обрывается сердце от мысли, что ей грозит неминуемая гибель. Мы просто делаем больной укол, и вскоре она опять становится бодрой и здоровой. И еще одно средство мы широко применяем с несомненным успехом витамин В12. Он действует бодрящий на организм и, что более важно, стимулирует аппетит. Если животное хондрит или отворачивается от еды, укол В12 быстро его исцеляет. Впервые я так лечил только млекопитающих и птиц, но не рептилий. Рептилий биологически сильно отличаются от птиц и млекопитающих, поэтому надо быть осмотрительным выбором лекарства для них. Что годится для белки или обезьяны, может убить змею или черепаху. Но вот мне пришлось заняться обитателем павильона рептилий, молодым Боа, которого мы полгода назад приобрели у одного торговца. Удав был очень смирный, только почему-то упорно отказывался есть. Раз в неделю его вытаскивали из клетки, силой открывали ему рот и заталкивали в глотку убитых крыс или мышей. Ему это вовсе не нравилось, но он кротко все сносил. Принудительное кормление змея дело рискованное. Как не стараешься быть осторожным, всегда есть опасность повредить нежные слезистые оболочки рта и занести инфекцию, а там недалеко и до гангренозного стоматита, которому змей очень предрасположены и которые трудно излечиваются. Не без трепета решил я впрыснуть удаву Б-12 и посмотреть, что получится. Укол сделал посредине тела в толстую мышечную ткань, покрывающую позвоночник. Боа, обвивший кольцами мою руку, словно и не заметил ничего. Я поместил его обратно в клетку и ушел. Позднее я проведал его. С ним кажется все было в порядке. Тогда я предложил Джону положить удаву на ночь корм. Джон принес двух крыс и утром с радостью сообщил мне, что Боа не только съел обеих крыс, но даже хотел схватить его руку, когда он открыл клетку. С той поры наш удав больше не хангрил. Видя, что змея витамин В12 явно пошел на пользу, я испытал его на других рептилиях. Оказалось, что периодические уколы благотворно действуют на ящериц и черепах, особенно в холодную погоду. в нескольких случаях только эти уколы спасали наших рептилий от смерти. Естественно, дикие животные самые трудные пациенты на свете. Если какой-нибудь медицинской сестре покажется, что на ее долю выпала тяжелая профессия, пусть попробует ухаживать за животными. Редко они благодарны вам за помощь, да вы и не ждите благодарности. Все, о чем вы мечтаете, чаще всего напрасно. Минимум послушания, когда даешь пациенту лекарства, делаешь перевязку и так далее. Испытав в 200-й или 300-й раз горькое разочарование, вы примеряетесь с тем, что прием лекарства это всякий раз потасовка, и большая часть целебного снадобья попадает не в желудок больного, а вам на одежду. Вы быстро осознаете тщетность всех попыток предохранить раны от инфекций, ведь только закрывав пациента с ног до головы в гипс, можно помешать ему избавиться в полминуты от любых бинтов. Всего труднее, конечно, с обезьянами. Начать с того, что у них, по сути дела, четыре руки, которыми они отбиваются от вас и срывают бинты. Обезьяны, как правило, очень сообразительны и слишком возбудимы. Всякое врачевание они воспринимают как своего рода утонченную пытку, хотя бы оно было совершенно безболезненно. Эти нервные существа ведут себя как ипохондрики. Какая-нибудь нехитрая, вполне излечимая болезнь способна убить их только потому, что ими овладевает черная меланхолия и они чахнут. Ухаживая за мрачной обезьяной, решившей, что она уже не жилец на свете. Нужно держаться весело и бодро, как делают врачи с Харли-стрит. У человекообразных обезьян куда более развитой интеллект, с ними легче, можно даже иногда рассчитывать на какое-то сотрудничество. Уже в первые два года существования зоопарка у нас хворали оба шимпанзе и Чамли и Лолу. Каждый случай был по-своему интересным. Однажды утром мне сказали, что у Лолу как-то странно торчит одно ухо, а в остальном она выглядит вполне нормально. Но ведь у Лолу отроду оттопыренные уши. Значит, случилось нечто невероятное, если об этом заговорили. Я пошел проверить, в чем дело. Обезьяна сидела на полу клетки, озирая мир с прежзвучайно сосредоточенным выражением на своей печальной морщинистой физиономии и с явным аппетитом уписывала яблоко. Тщательно разжевав мякоть, Лолу, громко чмокая, высасывала весь сок, аккуратно выплевывала мякоть себе на ладонь, клала на колено и рассматривала с видом престарелого ученого, открывавшего эликсир жизни в ту пору, когда сам он уже слишком дряхал, чтобы насладиться своим открытием. Я позвал Лулу, она подошла к сетке, кряхтя что-то в знак приветствия. У нее в самом деле был странный вид, ухо торчало под прямым углом голове. Я попытался уговорить Лулу повернуться спиной, чтобы осмотреть сзади, но ее заворожили пуговицы на моем пиджаке, и она упорно пыталась оторвать их, просунув пальцы сквозь сетку. Оставалось только извлечь ее из клетки, однако это было не так-то просто, потому что ревнивый Чамли выходил из себя, когда супруга покидала клетку, а меня его участие в медицинском обследовании Лулу никак не устраивало. В конце концов мне удалось заманить Чамли в их спальню, где я его и запер, как негромогласно он возмущался. После этого я вернулся в передний отсек клетки. Тотчас Лулу села мне на колени и обняла меня. Это была надево ласковая и привязчивая обезьяна. Я сунул ей кусок сахару, чтобы отвлечь ее, а сам осмотрел ухо и с ужасом обнаружил на отростке височной кости огромную с пол апельсина опухоль, на которой кожа приобрела пурпурно-черный цвет. Густая шерсть на голове Лулу, особенно за ушами, не позволила нам заметить опухоль раньше, пока она не разрослась так сильно, что оттопыривала ушную раковину. Лулу при этом как будто ничуть не страдала, что особенно удивительно, если учесть величину опухоли. Обезьян позволила мне осторожно прощупать границы нарыва, только когда я давил очень сильно, она тихо и вежливо убирала мою руку. Да, опухоль нужно вскрыть, она явно полна гноя. Я взял Лулу на руки, отнес в дом, посадил на диван и предложил ей банан, чтобы занять чем-то, пока я все приготовлю. До сих пор шимпанзе лишь в самых исключительных случаях допускались в дом, и Лулу очень польстила, что ей без ведома Чамли выпала такая честь. Сидя на диване и уписывая бананы, она приветствовала каждого входящего, крепко пожимала руку и бурчала что-то невнятное. Словом, вела себя так, будто она хозяйка дома, а мы гости, собирающиеся на очередную вечеринку. Закончив приготовление, я сел рядом с обезьяной и осторожно состриг длинные волосы за пораженным ухом. Теперь опухоль выглядела еще страшнее. Я старательно промыл уплотнившуюся кожу теплой кипяченой водой и стал искать желтую головку, так как был уверен, что это фурунку или загноившаяся язвочка. Однако я ничего не нашел. Тем временем Лула, внимательно изучив все медицинские принадлежности, принялась за второй банан. Иглой от шприца я легонько кольнул раз в другой потемневшую кожу на вздутии. Лула, как ни в чем не бывало, продолжала предаваться обжорству. Очевидно, кожа на опухоли совсем потеряла чувствительность. Да, задача. Я был почти уверен, что сумею, не причиняя ей боли, разрезать ланцетом обмертвевшую кожу и выпустить гной. Но доля сомнения оставалась. Правда, Лула, как я уже говорил, отличал кроткий и ласковый нрав, но все-таки это была рослая, причистая обезьяна с великолепными зубами, и мне вовсе не хотелось мериться с несилой. Значит, надо ее как-то отвлечь, пока я не управлюсь. Как и большинство шимпанзе, Лула могла думать только о чем-нибудь одном. Я призвал на помощь мать и Джеки, дал им большую банку с шоколадным печеньем и попросил, пока будет идти операция, время от времени давать Лулу по одному печенью. За моих помощниц я нисколько не опасался, так как знал, что если Лулу и вздумать вдруг кого-нибудь укусить, пострадавшим буду я. Произнеся короткую молитву, я дезинфицировал скальпель, приготовил ватные тампоны, промыл спиртом руки и начал. Провел скальпелем поперек опухоли, но с досадой обнаружил, что затвердевшая как подошва кожа не поддается лезвию. Попробовал второй раз, причем нажал посильнее, опять безуспешно. Вооруженная шоколадным печеньем, мама и Джеки нервно вели заградительный огонь, и Лулу приветствовала каждое печенье радостным чмоканьем и кряхтением. Нельзя ли поскорее? Справилась Джеки. Этих печенья надолго не хватит. Я и так стараюсь, раздраженно ответил я. И вообще, сестры не подгоняют врача в разгар операции. Кажется, у меня есть шоколадные конфеты, пришла на выручку мама. Принести их? Да, принеси, на всякий случай. Пока мама ходила за конфетами, я обдумывал, как действовать дальше. Видимо, единственный способ вскрыть опухоль вонзить в нее острие скальпеля. Так я и сделал. Прием оказался удачным. Из разреза на меня и на диван хлынул поток густого зловонного гноя. Запах был отвратительный. Джеки и мама поспешно отбежали в другой конец комнаты, а Лулу, как ни в чем не бывало, сидела и уплетала печенье. Стараясь не дышать, я принялся давить нарыв. Из него вышло, наверное, пол чашки гноя и гнилой крови. Ножницами я осторожно срезал мертвую кожу, потом продезинфицировал обнажившийся участок. Бинтовать было бесполезно. Как только Лулу вернется в клетку, она тотчас сорвет перевязку. Закончив обработку, я взял Лулу на руки и отнес ее обратно в клетку. Здесь она осыстена супружеской преданностью приветствовал Чамри. Однако он встретил ее подозрительно. Внимательно осмотрел ухо, не нашел там ничего интересного, и вдруг, когда Лулу издал очередной радостный возглас, наклонился и принюхался к ее дыханию. Ну, конечно, она ела шоколад, и вместо нежного объятия Лулу получила от мужа затрещину. Пришлось мне, чтобы задобрить Чамри, сходить за остатками шоколадного печенья. ухо Лулу отлично зажило, через полгода шрама почти не было видно. Спустя год Чамри решил, что пришла его очередь хворать, и, верный своему нраву, взялся за дело весьма основательно. Мне сообщили, что Чамри страдает от зубной боли. Я порядком удивился, потому что у него молочные зубы совсем недавно сменились постоянными, а им вроде бы рано портиться. Тем не менее, он уныло сидел на корточках в своей клетке, держась рукой за щеку и ухо, и вид у него был прижалкий. Боль явно была мучительной, он даже не давал мне отнять руку, чтобы осмотреть его. Я попробовал применить силу, но Чамри так разнервничался, что я отстал, не желая усугублять его страдания. Я стоял возле клетки и пытался по поведению обезьяны понять, в чем дело. Чамри лежал, прикрыв рукой больное место и тихонько скулил. Потом, ища облегчения, залез на сетку, тут же с трудом спустился вниз и, ступая на пол, скрикнул, точно сотрясение причинило ему острую боль. Чамри отказывался есть, и, что еще хуже, пить, поэтому я даже не мог дать ему антибиотиков. Лулу пришлось перевезти в другое помещение. Вместо того, чтобы заботиться о супруге, она вскакала по клетке и поминутно, то нечаянно, то нарочно, толкала его, и он каждый раз скрикивал от боли. Состояние Чамри тревожило меня все сильнее, и во второй половине дня я позвонил консультантам, местному ветеринару мистеру Блампье и нашему районному врачу. Районный врач, кажется, несколько удивился, что его просят консультировать такого пациента, тем не менее он согласился помочь. Ухо и челюсть Чамри несомненно требовали тщательного осмотра, но ведь в теперешнем состоянии он не даст себя осмотреть. Тогда мы решили прибегнуть к наркозу. Решить-то решили, но как это сделать? В конце концов я выслался впрыск на Чамли успокаивающе. Возможно, к вечеру он станет более покладистым и можно будет испытать наркоз. Правда, еще вопрос, даст ли Чамли сделать ему укол. Съежившись, он лежал на соломенной подстилке спиной ко мне. Было ясно, что ему совсем худо. Он даже не обернулся посмотреть, кто отворил дверь клетки. Четверть часа я разговаривал с ним, стараясь, чтобы мой голос звучал весело и непринужденно. Наконец, он позволил мне погладить его по спине. Это было большое достижение. До сих пор Чамли не подпускал меня на расстояние вытянутой руки. Собравшись с духом, я взял шприц и все время, продолжая что-то говорить, вонзил ему иглу в бедро. Слава Богу, он как будто ничего не заметил. Медленно, медленно, осторожно, осторожно, я нажал поршень и ввел успокаивающее. Видно, укол был не совсем безболезненным, потому что Чамли тихонько охнул. К счастью, этим дело и ограничилось. Болтая какую-то веселую чепуху, я закрыл дверь его спальни, надо подождать, когда подействуют лекарства. Вечером приехали доктор Тейлор и мистер Блампье. Я доложил им, что успокаивающее подействовало, и все-таки Чамли не дает мне осмотреть ухо, хотя он и одурманен. Мы отправились в его апартаменты. Рядом с клеткой я установил яркие лампы и стол на козлах, чтобы положить на него нашего пациента. Доктор Тейлор смочил эфир маску и отворил дверь спальни Чамли. Наклонился и тихонько положил ему маску на лицо. Он сделал несколько вялых попыток снять ее, но от совместного действия эфира и успокаивающего очень быстро уснул. Мы немедля вытащили его из клетки и, не снимая маски, положили на стол. И вот специалисты приступили к работе. Сперва осмотрели ухо, оно было в полном порядке, на всякий случай обследовали второе ухо, тоже в порядке, заглянули в рот, тщательно проверили все зубы, блестящие, белые, безупречные, без единого пятнышка, щеки, челюсти, голова, никаких изъянов, шея, плечи, ничего. Насколько мы смогли судить, Чамли был вполне здоров. И однако что-то причиняло ему острую боль. Проводив доктора Тейлора и мистера Блампия, которые так и не смогли понять, в чем дело, я отнес Чамли в дом, закутал в одеяло и положил на раскладушку перед камином в гостиной. Джеки принесла еще несколько одеял, мы укрыли его получше и стали ждать, когда он очнется от наркоза. лёжа с закрытыми глазами и тяжело дыша эфирными парами, Чамли напоминал этакого Керувима с бесовскими наклонностями, который основательно на проказе за день теперь заслуженно отдыхает. Лёгкие Чамли выделяли столько эфира, что пришлось открыть окно. Через полчаса он стал глубоко вздыхать и подергиваться. Первые признаки возвращающегося сознания. Я сел возле раскладушки, держа на готове чашку с водой, потому что по опыту знал, как хочется пить после наркоза. Через несколько минут Чамли открыл глаза. Увидев меня, он тотчас приветственно гукнул слабым голосом и еще полусонный протянул руку. Я приподнял ему голову и поднес чашку к рту. Чамли пил очень жадно, но тут эфир его снова одолел и он опять уснул. Однако я успел заметить, что из обычной чашки поить его неудобно, много воды проливается. Поэтому я обзвонил друзей и раздобыл кружку с носиком, какими пользуются курортники. Когда Чамли проснулся во второй раз, он мог не вставая пить воду из носика. Теперь он уже узнавал нас, но тупения и дурман не прошли, и я решил спать эту ночь на диване по соседству на случай, если Чамли вдруг проснется и ему чего-нибудь понадобится. Напоив его еще раз, я постелил себе, выключил свет и задремал. В два часа ночи меня разбудил стук в дальнем углу комнаты. Я поспешно зажег свет и увидел, что Чамли будто пьяный, бродит по гостиной, задевая мебель. Тут и он разглядел меня, радостно вскрикнул, проковылял ко мне и полез обниматься и целоваться. После этого он выпил неимоверное количество воды. Я его опять уложил, накрыл одеялами и он крепко проспал до самого утра. День Чамли провел спокойно, лежа в постели и глядя в потолок. Съел несколько виноградин и, обнадеживающий признак, поглотил очень много воды с глюкозой. А главное, он не держался за щеку у него явно прошла вся боль. Каким-то непостижимым образом мы, ничего не сделав, исцелили его. Днем позвонил доктор Тейлор и, узнав обо всем, удивился не меньше меня. Потом он позвонил еще и поделился своей догадкой. Возможно, у Чамли было смещение позвонка, которое и вызвало острую боль нервов челюсти и уха при отсутствии каких-либо видимых причин. Когда Чамли, усыпленный эфиром, безвольно лежал на столе, мы, крутя ему голову во время обследования, могли сами того не ведая вправить смещенный позвонок. Мистер Блампье согласился с этим диагнозом. Конечно, никаких доказательств у нас не было, но не было также сомнения, что Чамли вполне исцелился. Боль потом его больше уже не мучила. За время болезни он, естественно, сильно похудел, и две-три недели мы держали его в специально отапливаемой клетке, почве всякими вкусными вещами. Очень скоро он заметно прибавил в весе и стал опять прежним Чамли. Теперь в каждого, кто приближался к его клетке, летели горсти опилок. Очевидно, таким способом он выражал свою благодарность. Иногда животные сами себе наносят повреждения, причем самым нелепым образом. Среди птиц, например, ястребы и фазаны часто бывают жертвами собственной истерики. Случить что-нибудь неожиданное, они в дикой панике взлетают вверх, словно ракета, и врезаются в потолок клетки, да так, что ломают себе шею или снимают собственный скальп. Впрочем, есть другие, не менее глупые птицы. Взять хотя бы Сэмюэля. Сэмюэль южноамериканская кориама. Кориамы напоминают африканского секретаря. Величной они с молодую индейку, ноги длинные, сильные, клюв сверху украшен забавным хохолком из перьев. Летают кориамы мало, а большую часть времени вышагивает по лугам, отыскивая змей, мышей, лягушек и прочие деликатесы. Я купил Сэмюэля в северной Аргентине у одного индейца, который сам его выкормил, так что птица была совсем ручная, я бы даже сказал чересчур ручная. Доставив Сэмюэля вместе с другими животными на пароходе на Джерси, я извлек его из тесной транспортной клетки и пустил в отличный просторный птичник. Сэмюэль был счастлив и, спеша показать свою благодарность, тотчас взлетел на жердочку, сорвался с нее, упал и сломал левую ногу. Животные иногда способны на такие дурацкие поступки, что просто слов не хватает. К счастью для Сэмюэля перелом был закрытый, несложный, посередине голени. Мы старательно перебинтовали шины, наложили гипс и, как только он высох, поместили Сэмюэля в небольшую клетку, чтобы поменьше двигался. На следующий день нога у него чуть распухла и я впрыснул ему в пенициллин, за это он ужасно на меня обиделся. Опухоль быстро опала, когда подошло время снимать шины, кость уже превосходно срослась и теперь вряд ли можно определить, какая нога была сломана. А Сэмюэль давно уже забыл обо всем и важно расхаживать по птичнику, но, зная, какой он дурачок, я нисколько не удивлюсь, если он снова что-нибудь натворит, причем, скорее всего, выберет для этого день, когда у меня других дел будет по горло. Выступая в роли лекаря в зоопарке, поневоле привыкаешь к тому, что пациенты кусают тебя, царапают, легают, колотят. Часто оказав им первую помощь, тут же приходится оказывать ее самому себе. И не всегда крупные животные самые опасные. Белка или мешетчатая крыса, если захочет, может задать вам не меньше жару, чем стая бенгальских тигров. Как-то я смазывал пушистому галаго с трогательными глазами воспаленный участок хвоста. Зверек так меня цапнул за большой палец, что ранка загноилась. Я десять дней ходил с бинтом, а сам галаго поправился через два дня. Врачи, которые лечат людей, произносят клятву Гиппократа. Врачи, лечащие диких животных, произносят много сочных и выразительных слов. Боюсь, однако, что Британский Совет Здравоохранения их не одобрит. Глава шестая. Любовь и брак. Уважаемый мистер Даррелл, мне семь лет, и у меня только что родилась маленькая черепашка. Есть много способов определить, хорошо ли чувствует себя животное в неволе. Прежде всего, об этом судят по внешнему виду и аппетиту. Если у вашего питомца блестящая шерсть или оперение, и он к тому же ест как следует, уже ясно, что он не тоскует. Но главное решающее доказательство, что клетка стала родным домом, появление потомства. Раньше, если тот или иной зверь не размножался в зоопарке и вообще не жил долго в неволе, считал, что дело в нем самом, а не в уходе за ним. Мол, такой-то вид невозможно держать в неволе, и даже если он может выжить определенный срок, невозможно заставить его размножаться. Эти огульные утверждения делались с обидой в голосе, словно негодная тварь отказывалась жить и плодиться на злоговорящему. Одно время существовал длинный список животных, которых будто бы нельзя держать и разводить в неволе. Сюда входили и человекообразные обезьяны, слоны, носороги, бегемоты и другие звери. Но вот среди сотрудников некоторых зоопарков появились светлые умы, которые всем на удивление доказывали, что отсутствие приплода и гибель животных объясняется вовсе не упрямством питомцев, а недостатком знаний и опыта у людей, ухаживающих за ними. Я убежден, что на свете очень мало животных, от которых нельзя получить потомство в неволе, надо только правильно их содержать. Под правильным содержанием я подразумеваю умение выбрать клетку, корм по вкусу и, главное, подходящую пару. На первый взгляд это может показаться просто, но иногда изведешь не один год, чтобы выполнить все условия. Разумеется, в зоопарках браки устраивают с таким житчанием, как это делали мамаши в XVIII веке. Правда, у тогдашних мамаш перед директорами зоопарков было одно преимущество — пристроила дочь и с плеч долой. В зоологическом саду никогда нет полной уверенности, что все в порядке. Тут всякое может случиться. Еще до того, как вы приведете молодых, так сказать, к алтарю, он или она способны вдруг не взлюбить своего нареченного, и если вы не будете на чеку, либо жених, либо невеста, может стать трупом задолго до начала медового месяца. Сколько страхов натерпишься, прежде чем вздохнешься в облегчении, видя, что брак состоялся. Типичным примером может служить бракосочетание нашего Чарльза. Чарльз относится к так называемым гибралтарским обезьянам Макот. Если быть точнее, он представитель азиатских макак. Как макаки очутились в Северной Африке, своего рода загадка. Что касается Гибралтара, то сюда их явно завезли, благодаря чему они удостоились сомнительной чести называться единственными европейскими обезьянами. Чарльза нам предложили во время очередного сокращения английского гарнизона в Гибралтаре, и мы с радостью его взяли. В Англию он ехал шиком на военном корабле. Рост его, когда он сидел на корточках, достигал двух футов шести дюймов. Все тело покрывало длиннейшее густая рыжевато-коричневая шерсть. Ходил он по собачьи, но с очень важным видом, как и подобая члену знаменитого гибралтарского гарнизона. У него живые и умные карие глаза и бледно-розовое лицо, густо усеянное веснушками. Он был попросту некрасив и все же чем-то привлекателен. Странно, однако, что Чарльз, несмотря на свою силу, был очень робок. Сперва мы попробовали держать его вместе с другими приматами, но из этого ничего не вышло, они всячески измывались над ним. Мы перевели Чарльза в отдельную клетку и написали письмо на имя губернатора Гибралтара, где в самых трогательных выражениях обрисовали одиночное заключение Чарльза и дали понять, что он будет рад родешнике, если ему пришлют подругу. В ответ на наше письмо нам сообщили, что вопрос о вынужденном безбрачии Чарльза рассмотрен и, учитывая исключительность случая, принято решение отправить нам обезьяну могот женского пола по имени Сейю. Был снаряжен еще один военный корабль и в должное время прибыла невеста. Естественно, Чарльз уже успел освоиться в новой клетке и считал ее своей личной территорией. Как он отнесется к появлению в его холостяцкой квартире еще одной скальной обезьяны, пусть даже самки? Мы поставили транспортную клетку, в которую прибыла Сью, рядом с его обителью и устроили смотрины. Увидев Чарльза, Сью страшно разволновалась. Она принялась громко и возбужденно болтать. Он же, привидя соседки, изобразил на своей веснущей роже такое отвращение и такое презрение, что мы пали духом. Однако выбора у нас не было, и Сью пустили в клетку к Чарльзу. С радостью выскочив из своего ящика, она принялась исследовать новую обитель. До сих пор Чарльз сидел на дереве, словно происходящее его не касалось. Но тут он решил, что пора показать, кто здесь хозяин. Сью даже не успел опомниться, как он соскочил вниз, бросился на нее, укусил в плечо, дернул за волосы и выдал такую оплеуху, что она полетела кувырком в угол клетки. А через секунду Чарльз уже опять сидел на ветке и, тихо ворча себе под нос, удовлетворенно озирался по сторонам. Мы поспешили поставить в клетку два блюда с фруктами. Чарльз спустился и с видом гурмана стал перебирать угощение. Сью следила за ним голодным взглядом, но когда по щекам Чарльза потек виноградный сок, не выдержала. Робка пододвинулась, взяла виноградинку и, опасаясь нового нападения, торопливо сунул ее в рот. Однако Чарльз только строго посмотрел на нее из-под насупленных бровей. Осмелев, она подалась вперед и схватила целую горсть ягод. Через несколько минут оба преспокойно ели с одного блюда. Мы с облегчением вздохнули. Час спустя, проходя мимо, я увидел, что Чарльз, зажмурив глаза, с блаженной физиономией лежит на спине, а Сью сосредоточенно ищет у него шерсти. Видимо, он в первую минуту осадил ее лишь за тем, чтобы она хорошенько усвоила, что это его клетка и пусть признает его власть, если собирается тут жить. Иногда пару для своего питомца приобретаешь самым неожиданным путем. Так было с Флауэ, очень миловидной самкой североамериканского скумса. Флауэ прибыла к нам тоненькой, грациозной и совсем ручной. К сожалению, на свете для нее было всего лишь два стоящих занятия есть и спать. В конце концов, она так располнила, что буквально стала круглой. Попробовали посадить ее на диету, не помогло, мы встревожились, ведь, ведь чрезмерная тучность так же легко может погубить животное, как голодание. Ясно, что Флауэ необходим мацион, и не менее ясно, что сама она никогда не раскачается. Мы решили приобрести ей супруга, но, как нарочно, в это время ни один торговец не мог предложить нам скунса, и Флауэ продолжала предаваться лене. Однажды нам с Джеки понадобилось съездить по делам в Лондон. У нас было немного времени в запасе, и мы решили идти по улицам пешком. Обогнули один угол, и вдруг нам навстречу маленький человек в зеленой ливреи с латунными пуговицами и с шимпанзенком на руках. Ливрея и обезьяна. От такого странного сочетания мы в первый миг просто опешили. Но когда человечек подошел ближе, я опомнился и остановил его. Скажите, ради бога, зачем вам этот шимпанзе? Спросил я, хотя, честное слово, не смог бы объяснить, с каких это пор человеку возбраняется ходить по городу с обезьяной на руках. Я служу у Виконта Черчилля, объяснил он. Мой хозяин держит всяких необычных комнатных животных. У нас даже скунс есть. Правда, от него придется избавиться. Наш шимпанзе его не взлюбил. Скунс? Живо переспросил я. Вы уверены, что это скунс? Ну да, ответил человечек. Это точно. Тогда вы встретили именно того, кто вам нужен, сказал я. Будьте добры, передайте Виконту Черчиллю мою визитную карточку и скажите, что я с удовольствием возьму скунса, если он согласен с ним расстаться. Будет сделано, обещал носитель евреи. Думаю, он рад будет уступить вам скунса. Мы вернулись на Джерси, надея, что нашли, если не супруга, то хотя бы товарища для Флауэ. Через несколько дней я получил от Виконта Черчилля любезное письмо. В письме говорило, что Виконт охотно уступит нам свой скунса и отправит его, как только будет готова транспортная клетка. А затем пришла телеграмма, простая и деловая, но, наверное, немало озадачившая почтовых служащих. Вот ее текст. Джеральду Дарреллу Зоологический сад Огр Джерси Гладстон вылетает самолетом БЕ-112 в 19 часов. Сегодня четверг. Готовьте клетку. Черчилль Когда прибыл ящик, мы извлекли из него симпатичного молодого самца. Всех охватило волнение. Мы пустили скунса в клетку Флауа и стали ждать. Что-то будет. Флауа, как обычно, возлежала на соломенной подстилке настоящий футбольный мяч, обросший черно-белым мехом. Гладстон с недоумением оглядел это чудо, потом подошел ближе, чтобы рассмотреть получше. В эту самую минуту Флауа очнулась от забытия. В течение дня она несколько раз просыпалась секунд на тридцать и быстро обводила взглядом клетку, чтобы проверить, не принесли ли блюда с кормом. Обнаружив у футбольного мяча голову, Гладстон с удивлением замер на месте и взъерошу шерст. Он явно не сразу сообразил, что это такое. Его трудно упрекнуть в тупости, потому что со сна Флауа всегда выглядела чудно. Гладстон таращился на нее, а она устаивалась на него сонными глазами. Гладстон стоял неподвижно, а так как у Флауа было очень ограниченное воображение, она решила, что это какое-то новое редкостное кушанье, которое ей предложили, чтобы пополнить ее кулинарное образование. Она медленно поднялась на ноги и пошла в раскачку к Гладстону. В эту минуту Флауа выглядело, если только это возможно, еще чуднее, чем в постели. Ног не видно, просто большой клубок черно-белой шерсти движется к вам каким-то таинственным образом. Секунду Гладстон смотрел на нее, потом нервы его не выдержали, он отпрянул в сторону и забился в угол. Выяснив, что это всего-навсего скунс, а не пищевой продукт, Флауа вернулась на свои ложи, чтобы продолжать прерванный сон. Гладстон шарахался от нее до конца дня и только под вечер набрался храбрости подойти, обнюхать и установить, что это такое. И надо сказать, что он отнесся к Флауе так же равнодушно, как она к нему. Но постепенно, день за днем, они стали привязываться друг к другу, и наступила наконец великая ночь, когда я, проходя мимо их клетки, в ярком лунном свете увидел с несказанным удивлением, как Клатстон гоняет запыхавшуюся Флаууэу по клетке, и ей это несомненно нравится. Когда он ее догнал, они покатились по полу в шуточной потасовке, тут Флауэуа окончательно задохнулась, ей пришлось прилечь. Но это было начало, а уже через несколько месяцев флауэ благодаря гладстану обрела девичий стан. Скоро набрала над ним верх и в беге, и в борьбе. Словом, браки в зоопарках могут удаваться, могут и не удаваться. Но если они удаются, естественно ждать приплода, и тут перед вами встают новые задачи. Самое главное, узнать, возможно, раньше о предстоящем счастливом событии, чтобы давать будущей матери дополнительный корм, витамины и прочее. Затем нужно решить, как быть с отцом, оставлять его в клетке или нет. По правде говоря, с родителем почас больше хлопот, чем с родительницей. Не уберешь его из клетки, он начнет докучать самки, и могут быть преждевременные роды. Уберешь, самка вдруг затаскует, и дело опять же кончится преждевременными родами. Оставишь отца в клетке после родов, он способен приревновать супругу к детенышам и съесть их. Но может и помочь ей в уходе за потомством, умывать, развлекать малышей. Вот почему, как только вы установили, что самка забеременела, вопрос о папочке должен решаться одним из первых. Стоит промедлить, и может случиться беда. У нас была чета тонких лори, которыми мы чрезвычайно гордились. Эти звери сильно смахивают на закоренелых наркоманов. Тонкая серая шерсть покрывает на редкость длинные и худые конечности и тело. Руки почти человеческие. Большие лучистые карие глаза окружены широким кольцом темной шерсти и придают животному такой вид, словно оно еще не пришло в себя после лихой попойки или разгрома на боксерском ринге. А лори говорят, что они очень нежные. И их необычайно трудно держать в неволе. В общем-то это верно. Поэтому мы так и гордились нашей парой, которая жила у нас уже пятый год, побив тем самым все рекорды. Осторожно экспериментируя и тщательно наблюдая, мы разработали меню, которое вполне отвечало их запросам. Бананы, мучные черви и молоко, такой однообразный стол никого не устроил бы, кроме тонких лорей. А они чувствовали себя превосходно. Повторяю, мы очень гордились тем, что эта редкостная чета благополучно здравствует у нас. Легко представить себе, как мы были взволнованы, когда обнаружили, что самка беременная. Это настоящее событие. Первый, насколько я мог судить, случай размножения тонких лорей в неволе. Но перед нами все та же проблема. Как поступить с отцом? Отсаживать или не отсаживать? Наконец, после долгих раздумий, мы решили оставить его. Очень уж лори были преданы друг другу. И вот настал радостный день. Явился на свет чудесный здоровый малыш. Мы поставили ширмы, чтобы наших лори никто не беспокоил. Обоим родителям старались совать всякие лакомства. И внимательно следили, как ведет себя отец. Три дня все шло хорошо. Лори были неразлучны. А малыш отчаянно цеплялся за шерсть своей матери, как утопающий за соломину. А вот на четвертое утро все наши надежды рухнули. Малыш лежал на дне клетки, мертвой. Мать была ослеплена на один глаз. Мы до сего дня не знаем, что произошло, но я могу представить тебе лишь одну картину. Видимо, самец ухаживал за самкой. Она с висящим на ней малышом сопротивлялась. Тогда он набросился на нее и укусил в голову. Удар для нас был тяжелым. Но мы извлекли из него полезный вывод. Если нам еще удастся получить приплод от тонких лори, мы удалим отца из клетки сразу же после родов. Однако есть такие случаи, когда отсаживать родителя было бы совсем неразумно. Взять хотя бы мартышек. Как только малыши появляются на свет, самец берет на себя заботу о них, чистит их, носит на себе и передает матери только на время кормления. Я давно мечтал понаблюдать за этим и очень обрадовался, когда забеременела одна из наших белоухих мартышек. Только бы не родила, когда я буду в отъезде. К счастью, этого не произошло. Рано утром Джереми ворвался в мою комнату с известием, что мартышка, кажется, собирается рожать. Наскородившись, я побежал в павильон млекопитающих. Оба родителя, как ни в чем не бывало, висели на проволочной сетке и писклявым голосом окликали всех проходящих. Одного взгляда на самку было довольно, чтобы понять, что у нее вот-вот начнутся роды. Но предстоящее событие волновало ее куда меньше, чем меня. Я принес стул и сел наблюдать. Гляжу на мартышку, она глядит на меня, а в углу клетки супруг, типичной мужской бесчувственностью, уписывает червей и виноград, и до жены ему нет никакого дела. Прошло три часа. Никаких перемен, если не считать, что самец управился с виноградом и червями. К этому времени меня разыскала моя секретарша. Я попросил ее поставить себе стул и начал диктовать прямо у клетки, так как у нас накопилось много писем, требующих ответа. Представляя, как удивлялись посетители при виде человека, который диктует письма, не отрывая завороженный глаз от клетки с мартышками. Около полудня ко мне кто-то приехал. Я оставил свой пост на десять минут. А когда вернулся, папаша старательно умывал два лихорадочно цеплявшихся за него клубка шерсти. Я готов был задушить мамашу. Столько ждал, проявил такое терпение, а она родила именно тогда, когда я отлучился. Что ж, посмотрю хоть как отец ухаживает за близнецами. Он делал это очень ласково и заботливо. Чаще всего детеныши висели у него на бедрах, словно вьючные корзины на осле. Они были так малы, что совершенно исчезали в его густой шерсти. Иногда оттуда вдруг появлялась крохотная орех рожица, и на вас важно смотрели два живых глаза. В часы кормления отец повисал на проволочной сетке рядом с мамашей, и малыши переходили к ней. Утолят голод и опять цепляются за отца. Он страшно гордился своими потомками и безумно волновался за их благополучие. С каждым днем близнецы становились все отважнее. Покинув надежное убежище в отцовской шерсти, они совершали вылазки по ближним веткам, а родители любовались ими с гордостью, но и с беспокойством. Если в это время кто-нибудь подходил слишком близко к клетке, отец немедленно заключал, что на его дорогих отпрысков готовится покушение. Вздыбив шерсть, как разъяренный кот, он громко и визгливо отдавал какие-то распоряжения близнецам, но те не очень-то слушались и приводили своего родителя в полное отчаяние. Крича от ярости и страха, он мчался по веткам, хватал близнецов и сажал на место, по одному на каждое бедро. Потом, сердито ворча что-то насчет распущенности современной молодежи и бросая на вас через плечо негодующие взгляды, удалялся, чтобы перекусить и успокоить свои нервы. Я с увлечением следил за мартышкиным семейством. Они напоминали мне скорее каких-то косматых эльфов, чем обезьян. Естественно, интереснее всего получить приплод от тех животных, которых особенно трудно заставить размножаться в неволе. В Западной Африке мне удалось приобрести несколько сцинков Фернанда. Эти сцинки едва ли не самые красивые представители семейства ящериц. У них крупное массивное тело, покрытое мозаикой из блестящих чешуй лимонно-желтого, черного, белого и сочного вишневого цвета. Правда, к тому времени, как мы устроили зоопарк на Джерси, в моей коллекции оставалось только два сцинка. Зато это были отличные, здоровые экземпляры, и они хорошо прижились в павильоне рептилий. У большинства пресмыкающихся почти невозможно определить пол, поэтому я не знал, составляют наши сцинки пару или нет. Но я твердо знал, что если это пара, то шансы на приплод близки к нулю, так как вывести в неволе детенышей из яиц рептилий, как правило, чрезвычайно трудно. Черепахи, например, зарывают покрыто твердой скорлупой яйца в землю или в песок, но если температура и влажность в клетке хоть немного отклоняются от нужной, яйца пропадут. Либо плесень их съест, либо желток высохнет. У многих ящериц яйца защищены мягкой, напоминающей пергамент оболочкой. С ними и того труднее, так как они еще чувствительнее к влажности и температуре. Зная все это, я с сомнением и надеждой смотрел на гроздь из дюжины яиц, которые однажды утром отложила на землю в своей клетке самка-сцинка Фернанда. Яйца были белые, продолговатые, каждой величиной с миндалином. Самка, это бывает у некоторых сцинков, охраняла их и бесстрашно атаковала руку всякого, кто ее протягивал. Обычно ящерица, отложив яйца, уходит и не вспоминает больше о них, но самка иногда стережет гнездо. Чтобы нежная оболочка яиц не покоробилась от жары, ящерица время от времени орошает землю, где они зарыты, мочой и поддерживает необходимую влажность. Наша ящерица явно знала свои обязанности, и нам оставалось лишь ждать. Надежд на то, что из этих яиц что-нибудь вылупится, было мало, и с течением времени становилось все меньше. Прождав несколько недель, я раскопал гнездо, полагая, что все яйца высохли. К моему удивлению, высохло только четыре яйца. Остальные были мягкие, тугие. Цвет оболочки, правда, изменился, но это так и положено. Убрав испорченные яйца, я осторожно вскрыл одно из них скальпелем. Внутри лежал мертвый, но уже хорошо развитый зародыш. Значит, яйца оплодотворенные. Обнадежены этим открытием, мы снова стали ждать. Однажды утром что-то привело меня в наш павильон рептилий. Проходя мимо клетки сцинков, я заглянул в нее. Как всегда, она казалась пустой. У жильцов была привычка зарваться в землю и часами отсиживаться в норках. Я уже хотел уйти, когда заметил какое-то движение среди сухих листьев и мха. Что такое? Напрягаю зрение и вдруг различаю, смотрящую на меня из-под широкого листа, крохотную розово-черную головку. Я стоял, будто вкопанный, не веря своим глазам. Глядел, как из-под листа выползает миниатюрное издание сцинка. Детеныш был всего около полутора дюймов длиной. Тоненький-тоненький. Расцветка такая же яркая, как у родителей. Кожица блестящая. Он напоминал броши, которые женщины носят на отвороте пальто. Если вылупился один, подумал я, могут быть и другие. Надо поскорее их выловить. До сих пор самка была образцовой матерью. Но кто поручится, что она или самец не съедят детенышей? Мы приготовили маленький аквариум. Осторожно поймали детеныша и посадили его туда. Потом хорошенько обыскали клетку. На это ушло немало времени. Надо было внимательно осмотреть каждый лист, каждую щепочку, каждый клочок травы и удостовериться, что к ним не прилип детеныш. Когда мы закончили проверку, в аквариумы бегало четыре крохотных сцинка Фернандо. Четыре из двенадцать яиц? По-моему, вовсе неплохо, если учесть, как мало шансов было на успех. Лишь одно обстоятельство омрачало нашу радость. Малыши вздумали вылупиться в начале зимы. А так как едят они только мелких насекомых, прокормить их будет трудно. В какой-то мере нас выручили мучные черви. Кроме того, все наши друзья, у кого был сад, дружно взялись за дело. Раз или два в неделю они привозили в зоопарк жестяные банки, полные мокрец, уховерток, улиток и прочих лакомств, которые вносили необходимое разнообразие в меню крохотных рептилий. Малыши благополучно здравствовали и росли. Когда я писал эту книгу, они уже достигали около шести дюймов в длину и красотой не уступали родителям. Надеюсь, что вскоре они тоже станут откладывать яйца. Тогда мы попытаемся получить второе поколение сцинков в неволе. Но есть, конечно, и такие животные, которых лишь с великим трудом можно удержать от размножения в неволе. К ним относятся носухи, небольшие, ростом с маленькую собаку, южноамериканские животные, торчащими кверху хвостом в темную поперечную полоску. Ноги у них короткие и кривые, поэтому ходят они, перевариваясь по медвежьей. Длинный и гибкий нос с задранным верх кончиком постоянно в движении, все обнюхивает и обшаривает в поисках пищи. Носухи бывают двух расцветок, зеленовато-бурые с пестринкой и каштановые. Марта и Матиас, которых я привез из Аргентины, были с пестринкой. Едва освоившись в новой клетке в зоопарке, они принялись усердно размножаться. И мы подметили несколько очень интересных фактов, которые заслуживают того, чтобы рассказать о них. Обычно Матиас чувствовал себя хозяином. Время от времени он обходил клетку и метил ее выделениями пахучих желез, чтобы всякий знал, что это его территория. Он устраивал Марте собачью жизнь, забирал себе все самое вкусное, и нам приходилось кормить их порознь. Но домострой царил лишь до тех пор, пока у Марты не появлялись признаки беременности. Стоило ей зачать, как все менялось. Теперь она командовала и отравляла существование бедному Матиасу, бросалась на него без видимого повода, отгоняла его от блюда с кормом и вообще всячески над ним издевалась. Чтобы заблаговременно определить, не ждет ли Марта потомство, достаточно было посмотреть, кто из родителей сейчас заправляет в клетке. В первый окот Марта принесла четырех малышей. Она очень ими гордилась и показала себя превосходной матерью. Мы не знали, как отнесется к отпрыскам Матиас, и потому отгородили для него особый уголок, откуда он мог видеть детенышей и чуять их запах, но не мог лонзить в них зубы, если его вдруг одолеет такое желание. Позже выяснилось, что Матиас не меньше Марты гордится своими детьми, но на первых порах мы не хотели рисковать. Наконец настал день, когда, по мнению Марты, подросших малышей можно было выводить в свет. Теперь она ежедневно, на несколько часов, выходила с ними из загона в передний отсек. Из всех зверят детеныши на сухе едва ли не самые обаятельные. Посмотришь, сплошная голова и нос. Лоб высокий, умный, нос любопытный и гибкий, даже более гибкий, чем у родителей. К тому же малыши — врожденные клоуны. То устроят смешную потасовку, то сядут совсем по-человечески, положив руки на колени. И косолапая походка у них очень забавна. Все это делает их просто неотразимыми. Вот они затеяли на ветвях в своей клетке игру «следуй за мной». Забравшись на конец ветки, направляющий дает вдруг задний ход, толкает второго, тот вынужден пятиться и толкает третьего, и вот уже все четверо, нелогично что-то щебеча друг другу, спускаются задом наперед. Потом опять, скарабкавшись наверх, выделывают сложные акробатические трюки. Висят на двух задних лапах или одной передней, будто на трапеции, и раскачиваются, всячески норовя шибить соседа. Частенько они падали с изрядной высоты на цементный пол. Но все обходилось. Малыши были словно каучуковые. Став постарше, они обнаруживали, что крупная ячея сетки позволяет протиснуться наружу. Выбравшись из клетки, они затевали игру возле барьера. Марта не спускала с ней глаз и при малейшей, действительно или мнимой опасности, тревожно кричала. Услышав сигнал, они стремглав бежали обратно и протискивали свое толстенькое тельце в родную клетку. Постепенно детеныши осмелели и стали уходить все дальше и дальше. В те дни, когда в зоопарке было много посетителей, они устраивали борьбу на главной дорожке за своей клеткой. Нам от этого было одно беспокойство. В контору то и дело врывался какой-нибудь запыхавшийся посетитель и взволнованно сообщал, что из одной из клетки звери вывались на волю. Приходилось объяснять ему всю историю. Как-то раз, играя на дорожке, малыши пережили потрясение, которое прошло им явно на пользу. С каждым днем они забирались все дальше от дома, и мать все сильнее за них тревожилась. А детенышей, только что научившихся кувыркаться, материнские наставления ничуть не трогали. И вот однажды, когда они резвились вдали от клетки, на дорожке появился наш фургон с Джереми за рулем. Марта тотчас издала сигнал тревоги. Малыши прекратили игру и вдруг увидели, что какое-то огромное рычащее чудовище отрезало им путь к дому и явно собирается напасть на них. Шалуны перепугались насмерть и обратились в бегство. Шлепая плоскими лапами, они голопом мчались мимо клетки бабуинов, мимо шипанзе, мимо медведей, тщетно пытаясь найти уголок, где можно было бы укрыться от преследующего их страшилища. Наконец они увидели надежное убежище и все четверо ринулись туда. Хорошо, что в это время в женской уборной никого не было. Проклиная всех носух на свете, Джереми остановил грузовик и вышел из кабины. Проверив, нет ли поблизости посетительниц, он юркнул следом за малышами. Никого. Куда же не подевались? Вдруг он услышал тихий писк в одной кабине. Так и есть. Вся четверка протиснулась туда через щель под дверью. Больше всего Джереми возмутила необходимость раскошелиться. Пришлось сунуть монетку в замок автомат, чтобы выпустить малышей из кабины. Да, немало хлопот и огорчений причиняют детеныши, но сколько от них радости и удовольствия. Пекари, упоенно играющие со своими поросятами в казаки-разбойники, детеныши-насухи, прыгающие и кувыркающиеся словно циркачи, малюткие стынки, которые в своем миниатюрном мире осторожно подкрадываются к уховертке чуть ли не с них ростом, крохотные мартышки, которые пляшут на ветвях будто гномы и озабоченный папаша гонится за ними. Как все это интересно. Да и вообще, есть ли смысл держать зоопарк, если нет приплода. Ведь появление потомства показывает, что ваши питомцы вам доверяют и чувствуют себя хорошо. Глава седьмая. Горилла в гостиной. Уважаемый мистер Даррелл, не могли бы вы забрать вашу обезьяну Резуса. Она стала совсем большая и прыгает на нас с деревьев и все ломает. С ней столько хлопот. Мама уже три раза ложилась и звала врача. К концу второго года я решил, что теперь, когда зоопарк твердо стоит на ногах, нельзя больше ограничиваться показом зверей. Пора делать что-то для охраны животного мира. Хорошо бы постепенно заменить самые заурядные экземпляры нашей коллекции редкими и такими, которым грозит полное истребление. А их, увы, очень много. Их список, да и то без рептилий, составляет три пухлых тома. Я спрашивал себя, с какого именно из множества исчезающих видов начать? Но тут вопрос решился сам собой. В зоопарк позвонил один торговец с животными и спросил, не нужен ли мне детеныш гориллы. Гориллы никогда не были многочисленны, а события в Африке развивались так, что я опасался, как бы их совсем не истребили в ближайшие 20 лет. Только что созданное новое правительство на первых порах, как правило, слишком заняты самоутверждением, чтобы заботиться о животном мире своей страны. А история не раз показывала, как быстро может быть истреблен тот или иной вид, даже многочисленный. Поэтому горилла числилась в моем списке среди самых желанных экземпляров. Правда, я не был уверен, что обезьяна, которую мне предложили, в самом деле горилла. Я давно убедился, что рядовой торговец с животными еще кое-как различает птиц, рептили и млекопитающих, но дальше этого его познания не идут. Поэтому детеныш гориллы вполне мог оказаться детенышем шимпанзе. Но и отвергать предложение рискованно. Вдруг это все-таки горилла? «Сколько вы за него просите?» Осведомился я и покрепче жал в руке телефонную трубку. «Тысячу двести фунтов», последовал ответ. Перед моим мысленным взглядом возникло лицо директора банка, но я решительно прогнал это видение. «Ладно, я надеялся, что мой голос звучит уверенно. Встретимся в лондонском аэропорту, и если он в хорошем состоянии, я его возьму». Я положил трубку и увидел устремленный на меня взгляд Джеки. Это был взгляд Василиска. «Что ты возьмешь?» спросила она. «Девчоныша гориллы», небрежно ответил я. «Ой, как славно!» обрадовалась мама. «Эти крошки такие милые!» Джеки была настроена более трезво. «Сколько?» осведомилась она. «В сущности цена сходная», сказал я. «Ты же знаешь, гориллы очень редки, и знаешь, что мы теперь делаем упор на редкость. По-моему, такой великолепный случай сколько?» грубо перебила Джеки. «Тысяча двести», ответил я и приготовился к буре. «Тысяча двести фунтов? Тысяча двести фунтов? ты с ума сошел? Не сегодня-завтра банк закроет твой счет, а ты вдруг заявляешь, что готов заплатить тысячу двести фунтов за гориллу. Ты не в своем уме. Помилуй, откуда мы возьмем тысячу двести фунтов? И что скажет директор банка, когда услышит об этом? Нет, ты пересчет насмехнулся. Я добуду деньги из других источников, сурово молвил я. Не забудь, остров кишит богатыми людьми, у них только и дело, что разъезжать по приемам, ну прямо японские вальсирующие мыши. Пора им сделать что-нибудь для защиты животных. Я попрошу, и они дадут денег. Эта идея еще нелепее, чем твое решение купить гориллу, сказала Джеки. Но пессимизм Джеки не поколебал моей веры в добрую волю общественности. Я поднял трубку и назвал номер. Алло, Хоуп, это Джерри. Алло, безрадостно отозвалась Хоуп. Чем я могу быть тебе полезной? Хоуп, пожалуйста, составь мне список всех самых богатых людей острова. Всех самых богатых? Оторопила Хоуп. Что это ты еще задумал? Понимаешь, мне только что предложили детеныша гориллы по очень сходной цене 1200 фунтов, но у меня сейчас нет таких денег. Конец фразы утонув звонком хохоти Хоуп. И ты рассчитываешь, что местные богачи за тебя заплатят? молвила она сквозь смех. Джерри, честное слово, ты рехнулся. А что тут такого? возразил я. Они должны быть рады, если их деньги помогут нам купить редкое животное. Нельзя откладывать, надо поскорее создавать питомники для горилл и других зверей, иначе иначе их вовсе не останется на свете. Я уверен, они это понимают. Боюсь, что нет, сказала Хоуп. Я понимаю, ты понимаешь, но средний человек не понимает или ему вообще на это наплевать. Пожалуй, ты права, мрачно согласился я. И все же стоит попытаться, как ты думаешь? Стоит, но на твоем месте я бы не очень полагалась на их щедрость, сказала Хоуп. Ладно, через полчаса позвоню. Через полчаса Хоуп продиктовала мне по телефону около полусотни фамилий. Я их быстренько записал. Потом отыскал номера телефонов, сделал глубокий вдох и приступил. Доброе утро, это миссис Макгерл, говорит Джеральд Даррелл из зоопарка. И извините, что я вас покою, но нам только что предложили детеныша Гориллы по очень сходной цене, 1200 фунтов. Конечно, но это совсем немного за Гориллу. Ну вот я и подумал, не согласитесь ли вы оплатить часть, скажем, одну ногу или еще что-нибудь. Вы согласны? Это ужасно мило с вашей стороны. Большое большое спасибо. До свидания. до Ленча я успел собрать 200 фунтов. Еще 1000 и горилла будет моя. Следующим в моем списке стоял майор дома. Я в жизни его никогда не видел и не представлял себе, как он отнесется к предложению купить кусок гориллы. К счастью, оно его позабавило. Он рассмеялся. «Сколько она стоит?» спросил он. «1200 фунтов. А сколько вы уже собрали?» «200». «Хорошо», сказал майор дома. «Приезжайте ко мне сегодня, и я покрою разницу». Сказать, что я онемел, значит ничего не сказать. Называя телефонистке очередной номер, я надеялся получить фунтов 25, но от силы 50. А ста я даже и не мечтал. И вот майор дома подносит мне детеныша гориллы, так сказать, на блюдечке. Я промямлил слова благодарности, бросил трубку и побежал рассказывать всем, что у нас будет детеныш гориллы. Настал великий день. Я вылетел в Лондон за обезьяной. Теперь бы только не оказалось, что это шимпанзе. Торговец встретил меня в аэропорту и проводил в помещение оборудованное обществом защиты животных. Он отворил дверь, и я увидел двух детенышей шимпанзе. Они сидели на столе и задумчиво ели бананы. У меня сердце оборвалось. Я живо представил себе, как, возвращаясь на джерси, не солоно хлебавший. Но торговец проследовал клетки в углу, открыл ее, и в мою жизнь вошел Нпонга. Он был ростом около восемнадцати дюймов, на редкость красивый и складный. Проковляв через всю комнату ко мне, Нпонга поднял руки, возьми, мол, меня. Я удивился его весу, ведь все это были кости и мышцы, ни капли лишнего жира. Тело покрывало густая и мягкая шерсть, светло-шоколадного цвета, кожа рук, ног и лица была нежна и блестела, как искусственная. Небольшие, глубоко посаженные глаза сверкали, будто угольки. Лежа на моих руках, он немигающим взглядом внимательно осмотрел меня, потом пухлым указательным пальцем осторожно потрогал мою бороду. Я пощекотал ему ребра, и он весь задергался, хрипло-хихикая и сияет довольными глазами. Я посадил Нпонга на стол и угостил бананом. Он принял угощение, тихонько ворчал по-медвежьи от удовольствия и стал аккуратно есть, не то что шимпанзе, который любит набивать полный рот. Потом я выписал чек, мы затолкались сердито ворчавшего Нпонга обратно в ящик и поспешили на самолет, идущий на Джерси. В Джерсиевском аэропорту я извлек Нпонга из его ящика и мы поехали на машине в зоопарк. Нпонга сидел у меня на коленях и с большим интересом рассматривал пасущихся коров, поворачиваясь иногда, чтобы заглянуть мне в лицо. Когда мы приехали, я отнес его в наш дом, потому что клетка для него была еще не совсем готова. Пусть денек-другой поживет у нас в гостиной. Его важные учтивые манеры и грустная физиономия тотчас завоевали мамино сердце. Да и Джеки не устояла. И вот Нпонга предается уже Неге на диване, а они почуют его всякими лакомствами. Один за другим служащие зоопарка поднимались на второй этаж засвидетельствовать ему свое почтение, словно Нпонга был какой-нибудь чернокожий владыка. Я слишком хорошо помнил дни, когда у меня в доме гостил шимпанзе Чамли и по опыту узнал, на что способна человекообразная обезьяна. В рекордно короткий срок она может превратить самую образцовую квартиру в нечто совершенно невообразимое. Поэтому я следил за Нпонга как коршун. Когда ему наскучило лежать на диване, он решил обойти гостиную и хорошенько рассмотреть все интересное. Шел неспеша, словно профессор в музее. То остановится перед картиной, то погладит какое-нибудь украшение. Бережно так, осторожно, чтобы не повредить. Чамли приучил меня совсем другому. Я был просто покорен отличным поведением Нпонга. Глядя на него, можно было подумать, что он с детства рос в доме. если не считать небольшого конфуза, когда Нпонга пустил лужу на пол. Откуда же ему знать, что в лучших домах так не делают? Он вел себя образцово. И когда мы уложили его спать, мама всячески стала уговаривать меня, чтобы я оставил его в доме. Но я твердо запомнил урок, преподанный мне Чамли, и был непоколебим. Конечно, пребывание Нпонга в гостиной не прошло для нее совсем бесследно, и это вполне понятно. При всей его воспитанности он все же был детенышем гориллы, от которого нельзя требовать, чтобы попав дом, он автоматически превратился в цивилизованное существо. И когда Нпонга покинул гостиную, следов там осталось немало. Одна из стен была украшена чем-то вроде карты Японии, нарисованной пристрастившимся к бутылке мореплавателем эпохи Великих Открытий. Карта была сочного красного цвета. Это мне пришла в голову мысль предложить Нпонга консервированную малину. Она ему очень понравилась. Обрадованный таким дополнением к своему столу, он и начертил карту Японии. А солома? После керосина я не знаю вещества, которое обладало бы такой способностью проникать, словно какой-нибудь ползущий паразит, во все углы и закоулки. Вот уже несколько месяцев как Нпонга не живет у нас, а мы все еще извиняемся перед гостями за вид нашего пола. Сколько бы его не чистили пылесосом, все равно гостиная похожа на средневековый кабак. И дверная ручка как-то грустно поникла после того, как Нпонга от обедов захотел следом за мной выйти из комнаты. Он подметил, что ручка каким-то волшебством отворяет и затворяет дверь, но не знал точно, как ею манипулировать и попросту надавил вниз, что было мочи. Тщетно пытаясь выпрямить ручку, я размышлял о том, что Нпонга теперь всего два года и сила его будет пребывать вместе с ростом. Особенно интересно было наблюдать, как Нпонга ведет себя в той или иной ситуации. Скажем, если детеныша шимпанзе приучить к постоянным прогулкам, он будет неистовствовать, когда его водворяют обратно в клетку и бесноваться, словно речистая героиня греческой трагедии, рвать на себе волосы, кататься по полу, истошно вопить и колотить ногами по всем деревянным предметам. Нпонга был совсем другого нрава. Конечно, заточение ему было не по душе, но он мирился с неизбежностью. Когда приходила пора возвращаться в клетку, он изо всех сил старался заставить вас не делать этого, но, убедившись, что спасения нет, с достоинством покорялся. Разве что тихо, жалобно, взвизгнет разок-другой, провожая вас взглядом. Шимпанзе такого же возраста, выросший в таких же условиях, закатил бы бешеную истерику. Располагающая внешность и кроткий нрав, хорошая манера и отлично развитое чувство юмора, очень скоро сделали Нпонга общим любимцем. Каждый погожий вечер его вывозили на газон перед Тисовой изгородью, и здесь он устраивал для своих поклонников представление. То развалится со скучающим видом на траве, то озорно поблескивая глазами, встанет в позу для какого-нибудь важного посетителя посетителя с фотоаппаратом и в самый ответственный миг бросается к злополучному фотографу, хватает его за ногу и дергает. Этот номер доставлял Нпонга невыразимое удовольствие, а посетитель, потирая ушибленный позвоночник, уносил превосходный снимок пустого газона. За год Нпонга вырос почти вдвое, и я почувствовал, что пора тем или иным способом раздобыть ему супругу. Я не могу оправдать зоопарки, разве что они сильно ограничены в финансах, которые приобретают животных исключительно для показа и не заботятся о создании семьи своим подопечным. Для человекообразных обезьян это особенно важно. Пока они совсем молоды, никакой проблемы нет. Детеныши воспринимают ухаживающих за ними людей как свою, хотя и не лишенную причуд приемную семью. Но потом наступает пора, когда они превращаются в настоящих силачей. Если вы разумный человек, вы уже не будете обращаться с ними запросто, как прежде. Когда трех-четверхлетняя горилла, шимпанзе или орангутанг, не имея другого товарища для игр, дергает вас за ноги или с большой высоты прыгает вам на шею, от вас требуется предельное напряжение сил, чтобы выдержать такое испытание. Если вы не осадите обезьяну, и если она по природе общительное существо, она будет затевать с вами ту же игру и в 11, и в 12 лет, пока не сломает вам ногу или шею. Не удивляйтесь, если веселая и полная энергия обезьяна, лишенная общества не только себе подобных, но и людей, впадет в уныние и затоскует. не желая, чтобы Нпонго дегенерировал и превратился в томящегося одиночеством грустного антропоида, каких я насмотрелся в зоопарках, даже в таких, которые могли бы позволить себе роскошь приобрести двух человекообразных обезьян, я решил, что настало время найти ему супругу, хотя было очевидно, что наших капиталов на это вряд ли хватит. Позвонив торговцу, который продал нам Нпонго, я спросил, можно ли найти самку гориллы. Торговец ответил, что ему недавно предложили самку примерно на год моложе Нпонго, но такое уж политическое положение в Африке. Цены выросли, поэтому он просит за нее полторы тысячи фунтов. Два дня я вел поединок с собственной совестью. Выложить сразу такую сумму нам не по карману. Другое дело рассрочить уплату. Я снова позвонил торговцу и спросил его, не согласится ли он продать гориллу в рассрочку. К его чести и моей радости он согласился и пообещал, что его представитель привезет обезьяну на Джерси через неделю. Весь зоопарк ждал, затаив дыхание. После довольно неприятного разговора с директором банка, я решил смастерить копилку, над которой трудился целую неделю. Над копилкой я повесил объявление. Мы купили Нэнди в рассрочку. Пожалуйста, помогите нам рассчитаться. И вот прибыла Нэнди. Она сидела скорчившись в тесном ящике, куда бы я даже белки не посадил. Как инпонга, Нэнди выглядела отлично. Лоснящаяся шерсть, жирок, кожа с атласным блеском. Однако на меня в первую минуту самое сильное впечатление произвели ее глаза. Унпонга, как я уже говорил, были маленькие, глубоко посаженные глаза, пытливые и полные юмора. У Нэнди глаза большие, лучистые, с ярким белком, который сверкал, когда она их скашивала. Однако глаза эти были испуганные, бегающие, глаза животного, которое лишь недавно узнало людей, но уже научилось не доверять им. Когда мы выпустили ее из ящика, я понял, в чем дело. Макушку Нэнди пересекал шрам длиной 6 или 7 дюймов. Очевидно, когда гориллу ловили, какой-то невмеру ретивый удалец своим мачете располосовал ей череп, словно бритвой. Удар, конечно, был скользящий, иначе череп раскалывался бы надвое. Словом, первое знакомство с людьми было малоприятным, так что трудно порицать Нэнди за ее некоторую необщительность. Теперь-то рана совсем зажила, остался лишь длинный белый шрам, напоминавший мне сделанное бритвой нелепое подобие пробора, которым щеголяют многие африканцы. Сутки мы держали Нэнди в отдельной клетке, чтобы дать ей освоиться. Клетка стояла рядом с обителю Нпонга, и Нэнди могла видеть своего будущего супруга, однако она проявила к нему не больше интереса, чем к нам. Глаза у нее все время бегали, если мы заговаривали с ней и останавливались только за тем, чтобы определить, чего от нас можно ждать. Потом Нэнди поняла, что проволочная сетка надежно защищает ее от людей, и в дальнейшем попросту поворачивалась спиной, предпочитая совсем не видеть нас. У нее было такое несчастное и испуганное лицо, что хотелось взять ее на руки и приласкать. Но слишком велика была обида Нэнди, и человеческая ласка не доставила бы ей никакого удовольствия. Потребуется не меньше полугода, чтобы завоевать ее доверие, и даже пример Нпонга, относящегося к людям с полным доверием, тут не поможет. День, когда мы пустили Нэнди в клетку Нпонга, был для нас торжественным, но и тревожным. Во-первых, Нпонга прочно освоился в зоопарке. Во-вторых, он был чрезвычайно общительным и явно считал себя единственной гориллой в мире, а всех людей своими друзьями. Как-то он отнесется к угрюмой нелюдимой Нэнди. Правда, она провела сутки рядом с ним, в соседней клетке, но что толку, он ее все равно не замечал. Вот почему, когда настала велика минута знакомства, мы стояли на готове с водой, метлами, сетями и длинными палками. Вдруг помолвка обернется совсем не так романтично, как это бывает в журналах для женщин. Заняв места, мы отворили дверцы, и Нэнди, не скрывая своего недоверия, боязливо перешла из тесной клетки в относительно роскошный апартамент Инпонга. Войдя, она тотчас прижалась спиной к стене и присела на корточке. Глаза ее рыскали по сторонам, а все лицо выражало подозрительность и готовность дать отпор. В свою очередь хозяин клетки, сидевший на суку, глядел на нее тоже холодно и недоверчиво, словно на какое-нибудь незнакомое блюдо. Теперь, когда Нэнди очутилась в одной клетке с Инпонга, сразу было видно, что она намного меньше его, чуть ли не вдвое. Несколько минут они пытливо изучали друг друга, а мы тем временем быстро проверили свой арсенал и убедили, что ведра с водой сети и палки находятся под рукой. Минута была драматическая. Обе гориллы словно окаменели, и мы тоже. Подпосторонний человек, не знающий в чем дело, вполне мог бы принять нас за какую-нибудь причудливую группу из кабинета восковых фигур мадам Тюсо. Но вот Нпонга выяснил черную руку с толстыми как сосиски пальцами, ухватился за проволочную сетку и неспеша опустился на землю. Здесь он остановился, взял горсть опилок и уставился на них так, будто увидел впервые. Потом, шагая в развалочку, с беспечным видом описал полукруг по клетке, так что оказался рядом с Нэнди. Не глядя, выбросил вперед могучую длинную руку, дернул свою суженую за волосы и, как ни в чем не бывало, затрусил дальше вдоль стенки. Нэнди от природы была, и, боюсь, всегда будет, туго думка. Прежде чем она сообразила, что произошло, Нпонга ушел от нее футов на шесть, и теперь ее оскаленные зубы и негодующие ворчание не произвели никакого эффекта. Так что первый раунд выиграл Нпонга. Но я не стал ждать, когда сознание мужского превосходства скружит ему голову и мобилизовал свои резервы. Другими словами, мы убрали ведра из сети и принесли два больших блюда с сочными вкусными фруктами. Одно блюдо поставили для Нпонга, второе для Нэнди. Осмотрев свое блюдо, Нпонга решил проверить, не досталось ли Нэнди что-нибудь такое, чем обделили его. Однако Нэнди еще дулась, она не могла забыть, как он дернул ее за волосы и встретил его такой свирепой гримасой, что Нпонга, в общем-то, добродушно и трусоватое существо, иритировался. Следующие полчаса они мирно ели каждый в своем конце клетки. Ночью Нпонга как обычно спал на своей деревянной полке, а Нэнди с видом закоснелой суфражистки свернулась калачиком на полу. Весь следующий день они припирались, выясняя, кому занимать какое место, шла разработка правил этикета. Можно ли Нэнди раскачиваться на веревке, когда Нпонга сидит на балке, можно ли Нпонга таскать у Нэнди морковку, хотя она меньше той, которую дали ему. Это было такое же ребячество, как всеобщие выборы, но в три раза увлекательнее. К вечеру Нэнди добилась победы списка горилл женского пола, и на полке они устроились вместе. Судя по тому, как Нпонга прижимался к ней, он был вовсе не против такого вторжения в его спальню. С самого начала было ясно, что брак наших горилл будет удачным. Они явно обожали друг друга, несмотря на несходство характеров. Нпонга завзятый весельчак и паяц, Нэнди куда более уравновешенная и осмотрительная, склонная к самоанализу. Он дразнил и задирал ее без конца, но она понимала, что делается это без всякой злобы, просто ради потехи. Правда, иногда его выходки приводили ее в отчаяние. Должно быть, она чувствовала себя как женщина, соединившая свою судьбу с человеком, который специализировался на грубых шутках. Когда терпению Нэнди приходил конец, она, оскалив зубы и сверкая глазами, гонялась по клетке за обидчиком, а он улепетывал от нее, истерически хихикая. Если ей удавалось поймать Анпонго, она барабанила по нему кулаками, а он, свернувшись клубком, лежал на полу и посмеивался, сверкая веселыми, озорными глазами. С таким же успехом она могла колотить своими могучими ручищами глыбу цемента. Наконец, Нэнди надоедала попусту калашматить мускулистое тело супруга, и она удалялась в другой конец клетки. Анпонго садился, стряхивал в себя опилки и выбивал победную дробь на собственной груди или животе, после чего, скрестив руки и блестя глазами, принимался размышлять, чем бы еще досадить своей жене. Приобретение пары столь редких и ценных животных казалось мне немалой удачей, но тут же я почувствовал, что отныне нам предстоит жить в постоянной тревоге за их здоровье и благополучие. Стоило Нэнди и Ленпонго чихнуть, скажем, опилки в нос попали, как мы уже ходили сами не свои от беспокойства. Вдруг у них начнется воспаление легких или что-нибудь еще похуже. Стул горилл стал главным предметом всех наших разговоров. Я постарался обеспечить зоопарк надежной связью. Как ни мала наша территория, иногда бывало трудно найти нужного человека. В различных стратегических точках мы укрепили на стенах маленькие черные коробки, через которые служащие могли разговаривать с главной канцелярией. Одна такая коробка находилась в моей квартире, так что меня держали в курсе дел и извещали, если случалась какая-нибудь беда. Но однажды, когда у нас в гостях сидели люди, с которыми мы только что познакомились, я усомнился в мудрости этой системы. У нас шел нередки в таких случаях пустой разговор о высоких материях. Вдруг черная коробка на книжной полке издала предупреждающий щелчок, и не успел я подбежать и выключить ее, как замогильный голос молвил «Мистер Даррелл», угорел опять понос. Трудно придумать другую реплику, способную так основательно испортить вечеринку. При всем том, Нпонга и Нэнди росли не по дням, а по часам, и, к счастью, их миновали все те болезни, которых мы опасались. Но вот Нпонга впервые по-настоящему за ним мог. Я только что собрался ехать в трехнедельный отпуск на юг Франции. Впрочем, это был не совсем отпуск. Нас сопровождал режиссер из Би-Би-Си, которого я надеялся убедить сделать фильм об островке Камарк в Дельте Роны. Мы уже заказали номера в отелях, нас ждало множество людей, от тариадоров до орнитологов, все было на мази. Вдруг за четыре дня до вылета заболел Нпонга. Куда девались его веселье и жизнерадостность? Обхватив плечи руками, он лежал на полу или на полке и безучастно глядел в пространство. Ел он ровно столько, сколько требовалось, чтобы не умереть с голоду. Единственным симптомом острый понос. Незамедлительно были сделаны все анализы, выполнены все предписания ветеринаров и медиков, но болезнь оставалась неразгаданной. Нпонга, как это всегда бывает, с человекообразными обезьянами, худел с ужасающей быстротой. На второй день он и вовсе отказался есть, не захотел даже пить молоко, лишив нас возможности давать ему антибиотики. Лицо его прямо на глазах осунулось, сморщилось и могучее тело отощало. Славное круглое брюшко втянулось, стали выпирать ребра, и когда понос стал кровавым, большинство из нас потеряло надежду спасти Нпонга. Если бы он ел хоть что-то, у него были бы силы сопротивляться неведомой болезни, и может быть, он справился бы с этой страшной меланхолией, которая обычно одолевает больных человекообразных обезьян. Мы с Джеки отправились на рынок в Сент-Хельер и стали обходить живописные прилавки, окружающие чудесный викторианский фонтан с гипсовым херувимом, пальмами, пушистым одиантумом и непременными обитателями, пухлыми золотыми рыбками. Что взять? Чем соблазнить Нпонга? Ведь он и так привык к роскошному, разнообразному столу. Потратив уйму денег, мы нагрузились редкими в это время года овощами и экзотическими фруктами. Вдруг на одном прилавке я увидел огромный бело-зеленый арбуз. Далеко не все любят арбузы. Мне же они нравятся больше, чем дыни. И я подумал, что ярко-розовая, хрустящая, сочная мякоть с блестящими черными косточками может прийтись по вкусу Нпонга, который, по-моему, еще никогда не пробовал арбуза. Итак, мы добавили к нашим покупкам полосатого великана и поехали обратно в зоопарк. Из-за недоедания наш Нпонга совсем захерел. Джереми хитростью заставил его выпить снятого молока. Смазал ему десны дисприном, после чего Нпонга охотно проглотил немного молока, только бы избавиться от неприятного вкуса во рту. Одну за другой мы показывали больному наши покупки, но он смотрел безучастно на оранжерейный виноград, авокадо и прочие деликатесы, и все отвергал. И лишь когда мы отрезали ему кусок арбуза, глаза его оживились. Он потыкал арбуз пальцем, наклонился, обнюхал его, потом взял в руки и, слава Богу, принялся есть. Впрочем, мы не спешили ликовать, ведь арбуз совсем не питательный, но хорошо уж и то, что у Нпонга появился хоть какой-то аппетит. Теперь надо было ввести ему антибиотик, ибо специалисты пришли к выводу, что у него один из видов колита. Итак, как он по-прежнему отказывался пить, оставался только один путь – инъекция. Мы выманили Нпонга из клетки, а Нэнди надежно заперли. Хотя он порядком отощал, мы понимали, что справиться с ним будет нелегко, особенно если за него вступится его дюжая супруга. И вот Нпонга сидит на корточках на полу павильона млекопитающих и озирает всех мутными ввалившимися глазами. Джереми присел рядом с ним, держа на готове несколько кусков арбуза. Я подошел с другой стороны и быстро приготовил все для укола. Нпонга проявил некоторый интерес к моим действиям. Один раз протянул руку и тихонько потрогал шприц. Наконец я закончил приготовление, а Джереми попробовал отлечь Нпонга арбузом. Как только больной отвернулся от меня, я вонзил ему шприц в бедро и нажал поршень. Нпонга даже ничего не заметил. Во всяком случае не подал виду. Он послушно прошел за нами обратно к своей клетке, получил кусок арбуза, забрался на полку и лег на бок, лицом к стене, сложив руки на груди. На следующее утро мы заметили некоторые признаки улучшения. С помощью той же уловки сделали второй укол. До вечера все оставалось по-прежнему. Правда Нпонга поел арбуза и выпил немного снятого молока, но о коренном переломе состояния его здоровья говорить не приходилось. Как быть, через сутки мне выезжать во Францию, там меня ждет рой помощников и советников, которых я поднял на ноги, и Би-Би-Си считает, что поездка вопрос решенный. Если сейчас все отменить, выйдет, что я понапрасну возбудоражил кучу людей. Но Инпонга нельзя оставить, пока я не уверен, что дело пошло на поправку, или что он обречен. А накануне моего отъезда все вдруг переменилось. Инпонга стал пить комплан, концентрированное сухое молоко, и есть различные фрукты. До вечера он успел довольно много съесть и заметно приободрился. Мой самолет вылетал утром 8.30, и я встал пораньше, чтобы проведать Инпонга. Он уже сидел на своей полке, тощий, измученный, но в глазах снова блестела искорка, которую мы последние дни не видели. Инпонга хорошо поел и выпил комплант. Я почувствовал, что болезнь его отступает. Самолет доставил меня в Динар, там мы сели в машину и покатили на юг Франции. Я израсходовал кругленькую сумму на международные разговоры, зато каждый раз мне сообщали все более утешительные новости, и когда Джереми сказал, что Инпонга выпил пинту комплана и съел три куска арбуза, два банана, один абрикос, три яблока и белок восьми яиц, я понял, что можно больше не волноваться. Когда я вернулся из Франции, он уже отъелся, и в павильоне млекопитающих я увидел прежнего Инпонга, тучного и коренастого. Сверкая озорными глазами, он всячески старался приманить меня поближе к сетке, чтобы оборвать пуговицы на пиджаке. Глядя на этого артиста, который катался на спине и громко бил в ладони, я подумал, что не бывает розы без шипов. Как неувлекательно держать редких животных, и как неважно добиться, чтобы они размножались в неволе, все равно, когда они болеют, для вас начинается такая нервотрепка, что по неволе спрашивайте себя, зачем только вы все это затеяли. Глава восьмая. Ответственность за животных. Уважаемый мистер Даррелл, вы, наверное, удивитесь, что вам пишет совершенно незнакомый человек. Нашему зоопарку уже пять лет. Все эти годы мы упорно стремились достичь своей цели, создать коллекцию животных, которым на их родине грозит истребление. Среди таких животных шимпанзе, южноамериканские тапиры, но гориллы, пожалуй, одно из наших самых значительных приобретений, ими мы особенно гордимся. За последний год зоопарк получил много других редкостных экспонатов. Не всегда можно купить или отловить то, что нас интересует, тогда мы меняемся. Вот недавно зоострауса нам дали бентуронга, своеобразного, напоминающего медведя-зверька с цепким хвостом уроженца Восточной Азии, и очкового медведя, которого мы нарекли Педро. Очковые медведи, единственные в Южной Америке представители семейства медведей, обитают они высоко в Андах, и область их распространения сравнительно невелика. Масть у них черно-бурая, глаза окружены светло-коричневыми кольцами, на груди такого же цвета короткий жилет. Они достигают размеров обычного черного медведя, но Педро прибыл к нам еще совсем малышом и был ростом с крупную легавую. Он оказался на редкость ручным и больше всего на свете любил, стоя на задних лапах и просунув сквозь решетку переднее, уплетать шоколад. Педро страшный фат. Даже позы, которые он принимает, кажутся заимствованными у какого-нибудь самодовольного щеголя завсегдатой светских приемов. Со скучающим видом он прислонялся к решетке, одной ногой опершись на чурбан и лениво свесив передние лапы. Быстро открыв, что некоторые его трюки вызывают усиленный приток конфет и шоколада, он сам додумался танцевать. Стоя на задних лапах, Педро выгибался назад до отказа и медленно кружился. Выходил своего рода вальс задом наперед. Этот номер всегда покорял зрителей. Чтобы Педро было тем тешиться, мы подвесили к потолку клетки бочку с выбитым днищем. Получились круговые качели, которые доставляли ему бездну удовольствия. Он с разбегу нырял в бочку, заставляя ее сильно раскачиваться. Иногда он разбегался слишком сильно и выскакивал с другого конца, шлепаясь на пол. Когда на Педро находила легкая грусть, он забирался в свою бочку и лежал в ней, посасывая лапу и гудя что-то себе под нос. Так гулко, словно в бочке установили динамомашину. Поскольку мы рассчитывали найти Педро супругу, надо было строить ему другую клетку. Пока ломали старую квартиру и сооружали новую, его держали в большой упаковочной клетке. Сперва Педро не на шутку обиделся, но когда клеть перенесли поближе к кормокухне и фруктовому складу, он решил, что жизнь не такая уж плохая штука. Работники кухни постоянно ходили мимо обители Педро и всякий раз совали ему что-нибудь вкусненькое. А за два дня до перевода Педро в новую клетку в зоопарке поднялся переполох. Мы с Джеки в это время принимали у себя в доме гостя и пили с ним чай. Вдруг щелкнул внутренний телефон и Кэт ровным голосом, словно речь шла о приходе почтальона, объявила «Мистер Даррелл, я хочу вам сообщить, что Педро сбежал». Она рассказала, что хотя Педро прибыл к нам малышом, он рос на диво быстро и успел стать довольно крупным зверем. Правда, он по-прежнему оставался удивительно сручным, но, к сожалению, медведям никогда нельзя доверять полностью. Поэтому новость о побеге Педро меня сильно встревожила. Спустившись по лестнице, я через заднюю дверь выскочил во двор. Кормокухня и фруктовый склад размещены у нас в одном из флигелей. И вот на плоской крыше этого флигеля я увидел Педро. Он носился голопом зад и вперед, наслаждаясь свободой. На беду как раз на эту крышу выходило одно из окон нашей квартиры. Если Педро проникнет внутрь, он может произвести у нас немалые опустошения. А Педро явно не знал, что такое стекло. У меня на глазах он подбежал к окну и, встав на задние лапы, бросился вперед. Хорошо, что это было старинное подъемное окно с маленькими стеклами. Оно выдержало напор. А будь в раме одно большое стекло, Педро разбил бы его в дребезги, да и сам, наверное, крепко пострадал бы. Медведь удивленно отступил назад. Какой-то незримый барьер не пускал в квартиру. Я бросился к его клете, намереваясь открыть дверь, но ее, как это всегда бывает в экстренных случаях, заело. Педро подошел к краю крыши и посмотрел на меня. Он явно хотел мне помочь, но не решался прыгать с такой высоты. Я еще сражался с дверью, когда появился Шеп с лестницей в руках. Без лестницы ничего не получится, объяснил он. Педро боится прыгать. Шеп приставил стремянку к лестнице, а я продолжал поединок с дверью. Мне стал помогать подоспевший Стефан. Тут Педро увидел лестницу. Радостно гикнув, он скатился по ней вниз, будто циркач, и шлепнулся у ног Стефана. У Стефана не было ничего в руках для защиты, у меня тоже. К счастью, он не растерялся и сделал единственное правильное. Остался спокойно стоять на месте. Педро встал, увидел рядом Стефана, что-то буркнул и, поднявшись на задние лапы, положил передние ему на плечи. Стефан побелел, однако по-прежнему не шевелился. Я лихорадочно искал взглядом, чем стукнуть Педро, если он и впрямь нападет на моего помощника. Но Педро вовсе не собирался ни на кого нападать. Смачно облизав Стефана своим розовым языком, он опустился на четвереньки и запрыгал вокруг клетки, словно ошалевший пес. Я продолжал возиться с непослушной дверью. И тут Педро допустил промах. Затеяв какую-то очень сложную и увлекательную игру, он ворвался на кормокухню. Тотча шеп захлопнул за ним дверь. После этого мы, наконец, справились с клетчью, пододвинули вплотную к кухню, открыли дверь, и Педро безропотно вернулся в свою обитель. Стефан удалился, чтобы подкрепиться чашкой крепкого чая и прийти в себя. Через два дня мы перевели Педро в новые просторные апартаменты. Радостно было видеть, как он бегает, обследуя каждый уголок, как висит на прутьях решетки, как делает пируэты от восторга, что кругом столько места. Для владельцев зоопарка рождественские, юбилейные и прочие подарки не проблема. Вы попросту дарите друг другу животных. Любому супругу, который ночей не спит, ломает себе голову, чтобы такое преподнести жене ко дню рождения или к юбилею, настоятельно советую обзавестись зоопарком, и задача будет решена. Итак, когда мама, секретарша и три служащих, каждый особо, напомнили мне, что надвигается, только подумать, двенадцатая годовщина моей свадьбы, я засел штудировать торговые каталоги, чтобы выяснить, какие экспонаты могли бы одновременно порадовать нашу Джеки и обогатить наш зоопарк. У этой хитрости был еще один плюс. Не боясь упреков в расточительности, я мог потратить гораздо больше денег, чем в обычное время. Несколько часов просидел я над каталогами, глотая слюнки, и, наконец, остановился на двух парных венциносных голубях, о которых Джеки давно мечтала. Это самые крупные представители семейства голубиных, и, безусловно, одни из самых красивых. Серо-голубое оперение, алые глаза, большой пушистый хохол. Никто не знает, насколько они преуспевают как вид, но, во всяком случае, их стреляет почем зря, и ради мяса, и ради перьев. Поэтому вовсе не исключено, что они вскоре окажутся в списке исчезающих. Из каталогов было видно, что дешевле всех продает венциносный голубей один голландский торговец. А так как мне очень нравится Голландия и ее обитатели, я решил, что вполне смогу сам отправиться за птицами. Это позволит мне выбрать лучшие экземпляры, ведь для такой годовщины, согласитесь, нужно только самое лучшее. А заодно я смогу посетить несколько голландских зоопарков, которые, на мой взгляд, занимают одно из первых мест в мире. Успокоив таким образом свою совесть, я отправился в Голландию. Надо же было так случиться, что в то самое утро, когда я пришел к торговцу выбирать голубей, он получил орангутанов. Затруднительное положение. Во-первых, я всю жизнь мечтал об орангутане. Во-вторых, я знал, что орангутаны нам не по карману. В-третьих, по ряду причин, в числе которых большой спрос на этих милых и кротких обезьян, их осталось в лесах очень мало, а лет через десять они могут вовсе исчезнуть. Как мне поступить мне, борцу за спасение исчезающих животных? Подать жалобу на торговца нельзя, раз уж орангутаны попали в Голландию, никто не может ему запретить держать их. Так как же мне поступить? Можно оставить обезьян на милость торговца, даже не заходить к нему, но можно их спасти и поддержать тот самый вид торговли, который я решительно осуждаю. Мысль о спасении животных так меня захватила, что я уже не хотел думать о финансовой стороне дела. Заранее зная, чем это кончится, я подошел к клетке, заглянул в нее, увидел двух лысых и узкоглазых детенышей орангутана и потерял голову. Самец был чуть побольше ростом и напоминал свирепого восточного разбойника, зато у самки было очень милое даже трогательное личико. Живот у обоих большой и раздутый, так как охотники и торговцы почему-то упорно пичкают орангутанов рисом, хотя им от такого корма пользы никакой, только растяжение желудка и кишечное заболевание. Орангутаны сидели обнившись на подстилке. В том страшном и опасном мире, который их окружал, каждый из них видел в другом единственное знакомое и понятное существо. Если не считать этих раздутых животов, орангутаны выглядели здоровыми, но были они настолько юными, что я сомневался, выживут ли. Глядя, как эти бедняжки льнут друг другу и с каким страхом смотрят на меня, я все-таки не устоял и выписал чек, хотя отлично знал, что меня ждет. Вечером я позвонил на Джерси и сообщил, что все в порядке, мне удалось купить не только венциносных голубей, о которых мечтала Джеки, но и две пары великолепных фазанов. В ответ Кэт и Джеки заявили, что я не умею беречь деньги и меня нельзя одного отпускать в зоологические магазины. Как я мог купить фазанов, зная, что у зоопарка нет на это средств. Я ответил, что фазаны очень редкие, расход на них вполне оправдан. Потом небрежно добавил, что купил еще кое-что. Что именно? Подозрительно осведомились они. Двух орангутанов, беззаботно ответил я. Орангутанов? Ахнула Джеки. Ты с ума сошел! Сколько не стоит? Где мы их будем держать? Ты просто свихнулся! Кэт, узнав о моей покупке, согласилась Джеки. Я объяснил, что орангутаны совсем крохотные, в карман можно посадить, и не оставлять же их в Голландии, в зоомагазине, чтобы они так погибли. Ты сразу полюбишь, как только увидишь, с надеждой произнес я. В ответ раздался иронический смешок. Ну ладно, философски заключила Джеки, купил, так купил, а теперь поскорее возвращайся домой, пока еще что-нибудь завтра вернусь, ответил я. На следующий день я отправил самолетов фазанов и венциносных голубей, а сам со своими двумя беспризорниками сел на теплоход. Они держались робко и недоверчиво, правда, самка была чуть-чуть посмелее. Но через несколько часов мне все-таки удалось их задобрить лакомствами, и они стали есть у меня из рук. Я долго раздумывал, наконец, решил назвать их Оскар и Бали. Эти имена были как-то связаны с их родиной. Я избрал теплоход, прежде всего, потому что вообще не доверяю воздушному транспорту. Почему-то я всегда уверен, что пилот моего самолета только что выпущен из сумасшедшего дома, да и то, потому что у него нашли грудную жабу. Кроме того, я надеялся за время плавания поближе сойтись с моими подопечными и не ошибся. К концу путешествия у меня установился неплохой контакт с Бали, а Оскар успел дважды укусить меня. Как я и ожидал, мои лысые и пузатые, обросшие рыжей шерстью беспризорники, с первого же дня полюбились всем в зоопарке. Их осыпали ласкательными словами, поместили в особую, заранее подготовленную клетку, и не было минуты, чтобы кто-нибудь не подошел проведать их и сунуть им что-нибудь вкусненькое. Правда, прошло около месяца, прежде чем они обрели уверенность в себе и почувствовали, что мы не такие уж чудовища. Зато после этого наши орангутаны буквально расцвели и вскоре стали чуть ли не самыми популярными обитателями зоопарка. Нельзя было без хохота глядеть, когда эти лысые, фигуры, смахивающие на Будду косоглазые озорники, затевали потасовку. И какую потасовку? Я в жизни не видел ничего подобного. Впечатление было такое, словно ноги у них, вопреки всем вашим представлениям об анатомии, свободно вращаются в любую сторону в тазобедренных суставах. Покряхтывая, издавая хриплые смешки, борцы катались по соломенной подстилке и сшибались животами. Руки и ноги у них переплетались так, что казалось им уже никогда не распутаться. Порой, когда Оскар позволял себе чрезмерную грубость, Бали выражала свое возмущение чуть слышным, тонким и пронзительным визгом, совсем неожиданным для такого крупного животного. Росли они удивительно быстро, и скоро их пришлось перевести в новую клетку. Заботясь об их развитии, Джереми смастерил особую конструкцию, нечто вроде длинной железной стремянки, подвешенной к потолку. По ней было очень удобно лазить, и орангутаны вполне ее оценили. Они так прилежно упражнялись, что их животики вскоре приобрели более нормальные размеры. Нрав у них был совсем разный. Оскар настоящий хулиган. При всей его трусости он никогда не упустит случай устроить какое-нибудь безобразие. Вместе с тем он, несомненно, умнее Бали, и не раз показывал свою изобретательность. В клетке орангутанов есть ниша с окном. Мы накрывали подоконник досками, и получилась полка, на которой можно было сидеть. Снизу к ней вела стремянка. Но Оскар по каким-то одному ему ведомым соображениям решил убрать доски с подоконника, встал на них и принялся дергать. Естественно, у него ничего не получилось, ведь он прижимал их своим весом. Оскар долго думал и в конце концов изобрел способ снять доски, причем проявил редкую для человекообразных обезьян смекалку. Стремянка кончалась примерно в двух дюймах от дощатого настила. И он сообразил, если просунуть что-нибудь в эту щель и нажать, используя железную перекладину стремянки как точку опоры, получится рычаг и орудие, подходящее под рукой, стальная тарелка. Прежде чем мы обнаружили, что у нас в зоопарке есть обезьяна, применяющая орудие труда, Оскар уже выломал шесть досок, и это доставило ему колоссальное удовольствие. К сожалению, у Оскара и Бали, как это часто бывает с обезьянами, выработались кое-какие скверные привычки. Так им понравилось пить мочу друг друга. Причем они настолько обаятельны и делают это так потешно, что нельзя смотреть на них без смеха. Усевшись на стремянке, Оскар пускает обильную струю, а Бали внизу ловит этот нектар открытым ртом и смакует его с видом знатока. Наклонит голову на бок и дегустил словно пытается определить виноградник и год разлива. Кроме того, они поедают свои испражнения. Насколько мне известно, такие привычки появляются у обезьян только в неволе. В родном лесу обезьяны постоянно находятся в движении. Моча и кал улетают далеко вниз на лесную подстилку, сразу исчезая из глаз, так что нет соблазна их отведать. А в неволе стоит им приобрести такую привычку и уж потом их не отучишь. Вреда от этого никакого, если не считать, что при заражении какими-нибудь паразитами они, сколько их ни лечи, все время заражаются друг от друга. Ценейшее приобретение для нашего зоопарка две гаттери или туатары из Новой Зеландии. Никогда эти удивительные рептилии были там широко распространены, но на южном и северном островах их истребили. И теперь гаттери можно найти лишь на нескольких мелких островках у побережья. Новозеландское правительство ревностно их охраняет. Очень редко какому-нибудь зоопарку удается приобрести гаттерию. Ненадолго приехав в страну, я рассказал местным деятелям о моей работе на Джерси. Меня неосторожно спросили, какого представителя новозеландской фауны мне больше всего хочется получить. Чтобы не показаться жадным, я подавил желание ответить всех и назвал только гаттерию. Министр, ведающий природными ресурсами, сказал, что это вполне осуществимо. Гаттерию я получу. Однако я, хотя одаренному коню в зубы и не смотрят, ответил на это, что одна гаттерия меня не устроит. Ведь я задумал создать питомник, а какой же питомник с одним животным? Вот если бы получить пару, рассмотрев вопрос в надлежащем порядке, власти постановили разрешить мне вывести самца и самку. Это была настоящая победа. По-моему, из всех зоопарков мира только наш имеет пару этих редкостных рептилий. Климат Новой Зеландии и Джерси довольно схож. Гаттерии, которых я видел в других зоопарках, держали в клетках с температурой 24-27 градусов. Мне казалось, что это в порядке вещей. Но когда я в Новой Зеландии встретил их на воле, мне сразу стало ясно, что большинство европейских зоопарков делает ошибку, обращаясь с гаттериями как с тропическими рептилиями. Оттого-то их век в неволе обычно очень короткий. Получив разрешение вывести гаттерий, я твердо решил получше оборудовать клетку и поддерживать в ней привычную для них температуру. Мы принялись за дело сразу, как только Управление природных ресурсов Новой Зеландии известило меня, что гаттерии скоро будут высланы. У нас получилось что-то вроде комфортабельной теплицы длиной 21 и шириной 11 футов. Остекленное покрытие позволяло открываться рамой и постоянно вентилировать помещение, чтобы температура не поднималась слишком высоко. Мы не пожалели земли и камней и создали в клетке ландшафт, похожий на новозеландский. Роль нор играли трубы, которые мы вкопали в землю на случай, если рептилии сами почему-либо не пожелают рыть себе убежище. Закончив работы, мы с нетерпением стали ждать прибытия жильцов. И вот настал волнующий день, когда мы поехали за ними на аэродром. Готереи были надежно упакованы в деревянный ящик. Через вентиляционные отверстия нельзя было разглядеть, живы они или нет, поэтому я всю дорогу до зоопарка пребывал в состоянии мучительного беспокойства. Дома я немедленно вооружился отверткой и принялся открывать ящик. Наконец вывенчан последний винт, я прочел короткую молитву, поднял крышку и увидел на дне ящика благодушно глядевшую на меня пару великолепных готерий. По виду готерий напоминают ящериц, но анатомически сильно от них отличаются. Их выделяют в особый подкласс. Не изменяются они, по сути дела, с древнейших времен. Если какое-нибудь животное на свете заслуживает название доисторического чудовища, так это готерий. У них огромные лучистые черные глаза и довольно приятная мордочка. Вдоль спины, словно украшение на рождественском торте, тянется гребень из мягких белых чешуй. У санца они больше, чем у санки. Такой же гребень украшает хвост, но чешуя на нем твердая и острая, как у крокодила. А краска туловища коричневато-розовая, со светло-желтыми и серовато-зелеными пятнами. В общем, это очень красивое животное с чрезвычайно аристократическим видом. Прежде, чем пускать готерий в их новую обитель, я хотел убедиться, что путешествие не выбило их из колеи, и они будут есть нормально. Поэтому на ночь мы их оставили в транспортном ящике, положив туда 12 убитых крысят. На следующий день в ящике к моему великому удовольствию не осталось ни одного крысенка, зато на нас смотрела пара дородных и довольных жизнью готерий. Было очевидно, что путешествие длиной в несколько тысяч миль пустяк для животных с такой древней родословной. И мы спокойно перевели их в новую квартиру. Мне приятно сообщить, что готерии отлично прижились и совсем привыкли к людям, даже едят из рук. Надеюсь, что в не слишком отдаленном будущем мы порадуем зоологов новым достижением, получив потомство от наших рептилий. Насколько мне известно, пока что ни один зоопарк, не читая австралийских и новозеландских, не смог этого добиться. Теперь, когда наш зоопарк стал платежеспособным, и мы приобрели столько животных, которым грозит истребление, пришло время сделать следующий важный шаг. Чтобы успешно выполнять мой план спасения видов от гибели, надо было заручиться финансовой поддержкой извне и вести все дело на разумной научной основе. Другими словами, следовало превратить зоопарк из частного предприятия в настоящий научный трест. На первый взгляд, это совсем простое дело, но на практике все оказывается куда сложнее. Прежде всего, нужно составить совет из бескорыстных, мыслящих людей, верящих в цель треста, потом обратиться с воззванием к общественности наладить сбор средств. Не буду вдаваться в скучные подробности той поры, они вряд ли могут интересовать кого-нибудь кроме меня одного. Достаточно сказать, что мне удалось найти на острове приятных и трудолюбивых людей, которые не восприняли мою затею как бред помешанного. С их помощью был создан джерсийский трест охраны диких животных. Мы обратились к общественности, и джерсийцы снова выручили меня. Прежде они привозили нам телят, помидоры, улиток и уховерток. На этот раз предложили свои сбережения. И вскоре трест собрал достаточно денег, чтобы вступить во владение зоопарком. Это значит, что после 22 лет упорного труда я осуществил свою заветнейшую мечту и мог теперь сделать что-то для животных, которые всегда доставляли мне столько радости и удовольствия. Я понимаю, что наши возможности очень малы, но если нам удастся предотвратить истребление хотя бы некоторых из множества исчезающих видов, если наши усилия привлекут и других людей к этому важному и неотложному делу, то мы старались не напрасно. Заключительная просьба. Уважаемый сэр, мы вынуждены еще раз напомнить, что ваш кредит по-прежнему превышен. Читатели, я не знаю, знакомы ли вам мои предыдущие книги, но если вы прочитали хотя бы эту, и она доставила вам удовольствие, то этим удовольствием вы обязаны животным. Работаете ли вы в деревне, на заводе или в учреждении, животные, пусть даже вы этого не осознаете, так же, как леса и поля нужны вам хотя бы потому, что снабжают людей вроде меня материалом для книжек, развлекающих вас. Лично я не хотел бы жить в мире без птиц, без лесов, без животных, всяких, малых и больших. Да человек попросту и не смог бы жить в таком мире. Между тем, скорость, с какой развивается цивилизация, и, следовательно, скорость, с какой люди опустошают нашу удивительно прекрасную планету, растет из года в год, из месяца в месяц. долг каждого попытаться предотвратить ужасное осквернение нашего мира, и в эту борьбу каждый может внести свой, пусть маленький, пусть скромный, вклад. Я делаю то, что мне посильно, единственным способом, который знаю, я рассчитываю на вашу помощь. Обычно мне прийти трой зазывалы, но ради такого важного и неотложного дела я готов отбросить все колебания. И если вам захочется помочь мне в этом деле, напишите, пожалуйста, по такому адресу. Джерсейский трест охраны диких животных, Джерсейский зоопарк, поместье Огр, Тринити, Джерси, Нормандские острова. А я, пока на свете есть еще животные и зеленые уголки, буду стараться их навещать и писать о них. Вы слушали книги Джеральда Даррелла «Под пологом пьяного леса», «Земля шорохов», три билета до Эдвенчер и поместье Звери. Тринити, ан πα